Материал РАА. Закон одного, единого. Учебное руководство это космическая энциклопедия. Слова РАА, переданные в 1981 году, бесспорно, основной источник точной, инопланетной информации, явившейся в современной истории. Данное учебное руководство представляет собой чудесный обзор основной философии, концепции и практик закона одного, единого в виде отрывков. Определение. Совокупность общественной памяти это большая группа тесно объединившихся душ, кратко, групповая душа. Совокупность ум дробь тела, дробь дух это субъект, человек или сущность, обладающая свободной волей. Катализатор это стимул роста, нечто представляющее собой проблему и предлагающее возможность выучить урок. Плотность это плотность сознания или плотность вибрации. Часто используется РАА как аналог того, о чем сейчас думают, как об измерениях Вселенной. Плотности организованы в восьмеричную систему октавы, аналогичную музыкальной шкале и спектру видимого света. Отсюда, чем выше плотность, тем выше уровень сознания. Странник это душа более высокой плотности, которая добровольно вызвалась воплощаться как человек, с контрактом забыть истинную природу, своей души на время человеческой жизни, до тех пор, пока сознательно желает искать информацию. Уборка урожая это процесс, посредством которого душа и, или планета, выпускается из одной плотности в другую. Происходит естественно, когда планетарная система движется через разные области энергетической плотности в галактике, совершая сдвиги измерений. Сдвиги происходят через точные измеряемые циклы времени. Очень скоро совершит такой сдвиг и планета Земля, и научное доказательство этого изложено в трудах Дэвида Уилкока. Искажение это нечто, что может ошибочно рассматриваться как отдельная или индивидуальная единица, поскольку все это одно, включая все философские идеи, учения и концепции, связанные с единством, а также такие положения, как природа света в разных плотностях, поскольку существует только один свет, исказивший себя в октаву. Частое использование слова «искажение» это камень преткновения для многих читателей Ра, потому что оно может относиться почти ко всему и, как обычно, не является негативным термином. Время от времени Ра повторяет, что его учения являются искажениями, поскольку он, как коллективная душа, не прошел через всю октаву и не вернулся к единству. Пояснение. Приветствия в начале и конце каждого сеанса. Обычно каждый сеанс Ра начинает следующим образом. Ра, я есть Мра. Я приветствую вас в свете и любви одного, единого бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. В конце каждого сеанса Ра обычно говорит следующее. Ра, я есть Мра. Я покидаю вас в свете и любви одного, единого бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире единого. Адоной. Примечание. Один. За исключением нескольких случаев в одном сеансе, когда доктор Элкинс задавал вопросы, которые очень не одобрял Ра, последний всегда предваряет любое новое утверждение словами «я есть Мра». Читателю следует знать, что в книге этой фразы Ра предваряет каждое новое утверждение. Эта фраза не включена в текст для удобства чтения. Поэтому, когда читатель видит слово Ра, следует понимать, что в исходной записи говорится «я есть Мра». Два. И вновь, для удобства чтения, в синтаксисе Ра были сделаны некоторые незначительные изменения. И все наши усилия были направлены на то, чтобы эти изменения не влияли на содержание основного сообщения. Один. Ведение к материалу Ра. Первое. Первое заявление. Ра. Раньше я не говорил через этот инструмент. Поскольку мы посылаем узкополосную вибрацию, нам пришлось ждать точной настойки инструмента. Мы приветствуем вас в свете и любви нашего бесконечного Творца. Мы призваны к этой группе, поскольку вы испытываете потребность в более продвинутом подходе к тому, что называете поиском истины. Мы надеемся предложить несколько иной взгляд на информацию, которая всегда одна и та же. 65. Второй. Кто такой Ра? Ра. Мы это те, кто пребывает в законе одного, единого, в единстве. У нашей вибрации полярности гармонизированы, а противоречия имеют решение. Мы это одно. Мы ходили по вашей планете и видели лица ваших людей. Сейчас мы берем на себя ответственность помочь удалить некоторые искажения закона одного, единого. Как совокупность общественной памяти или групповая душа, на вашей планете мы вступили в контакт с расой, которую вы называете египтянами. Мы говорили с тем, кто услышал, понял и обладал властью провозгласить закон одного, единого. Основываясь на чтениях Эдгара Кейси, можно понять, что это была сущность Ра та, которая вместе с Гермесом помогала Ра проектировать великую пирамиду, а позже перевоплотилась как Кейси. Однако жрецы и народы того времени быстро исказили наше сообщение, изъяв из него сострадание, в котором сообщалось о единстве. Третье. Ра все еще стремится стать всем, что есть Ра. Мы все еще стремимся стать всем, что есть, но пока мы есть Ра. Таким образом, у нас все еще впереди. 78.4. Является ли Ра одним из многих? Вопрос. Когда я общаюсь с вами, как с Ра, индивидуализируетесь ли вы как сущность, или я говорю с совокупностью общественной памяти? Ра. Вы говорите с Ра. Разделения не существует. Вы бы назвали это совокупностью общественной памяти, что уже указывает на множественность. В нашем понимании вы говорите с индивидуализировавшейся частью сознания. 162. Примечание. Другими словами, Ра представляет сущности, слившиеся в единое сознание. Каждая плотность октавы все больше и больше приближается к единому уму Творца. Структуры и способности сознания становятся все более и более трудными для понимания человека. 2. История Ра первая. В третьей плотности Ра помогали сущности шестой плотности Ра. Во время наших жизней в третьей плотности нам помогали сущности шестой плотности. Будучи намного менее воинственными, чем люди, мы обрели помощь в этом учении. Мы не развили взаимоотношений, основанных на вашей системе денег и власти. Мы были более философской планетой третьей плотности, чем ваша, и наши выборы полярности гораздо больше сосредотачивались на понимании передач сексуальной энергии на движащих взаимоотношениях между я и другими я. 66 вопрос. Какая цивилизация помогал Ра в третьей плотности, используя пирамидальную форму? Ра, ваши люди любят навешивать ярлыки. Эти сущности начали свое путешествие назад, к Творцу и больше не под властной времени. 71 второй. В четвертой плотности Ра был чересчур сострадательным Ра. Как групповая душа четвертой плотности мы стремились к состраданию, даже мучаясь от помощи другим Я. Когда произошла уборка урожая в пятую плотность, мы обнаружили, что на новом уровне вибрации можно усомниться в полезности такого невыносимого сострадания. Мы провели много времени, размышляя о путях Творца, наполняющих любовь мудростью. 95. Третий. Ра вступал в контакт с народами Земли. Когда Ра посещал Землю, он пребывал в шестом измерении Ра. Я есть часть совокупности общественной памяти, пришедшей с планеты вашей солнечной системы, которую вы называете Венерой. По вашим меркам, мы это старая раса. Перейдя в шестое измерение, наши физические существа стали золотистыми. Мы стали высокими и немного хрупкими. Покрытие совокупности нашего физического тела обрело золотистый блеск. Именно в этой форме мы решили ходить среди ваших людей. Физическая внешность ваших людей очень отличалась от нашей. Поэтому мы не смешивались с населением Земли и заметно выделялись. Наш визит был относительно коротким. Именно тогда мы строили пирамиды. 90. Ра. Если бы мы пришли на Землю в своей естественной форме, нас можно было бы воспринимать как свет. Книга 1. Страница 103. Как вы перемещались от Венеры к Земле? Ра. Мы воспользовались силой мысли. 90. Приходилось ли вам менять плотность, чтобы находиться на Земле? Ра. В шестом измерении мы способны управлять энергией силой мысли. Мысли являются разумной бесконечностью в каждой частице света или искаженной частице света. Поэтому нам удалось облечь себя в точные копии наших совокупностей. Ум. Дробь тела. Дробь дух шестой плотности, которые были бы видимы в третьей плотности. Совет, охраняющий эту планету, позволил нам этот эксперимент. 90. Где находится этот совет? Ра. Этот совет находится в восьмом измерении планеты Сатурн. В терминах третьего измерения он находится в кольцах Сатурн. 91. Их дарами злоупотребили Ра. Мы это те члены конфедерации, которые 11 тысяч лет назад прибыли к двум вашим планетарным культурам, которые в то время пребывали в тесном контакте с творением одного единого Творца. Мы наивно верили в то, что сможем учить посредством прямого контакта. Эти культуры уже были сильно ориентированы на всеобъемлющую веру в жизненности или сознание всего. Мы пытались помочь технически это в исцелении совокупности ум дробь тела дробь дух посредством использования кристаллов. Для этого и были построены пирамиды. Но оказалось, что власть имущие сохранили эту технологию только для себя. Это не предусматривалось законом одного единого. Мы покинули ваших людей. Однако мы никогда не покидали вашу вибрацию из-за ответственности за изменения в сознании, которые мы сначала совершили, а потом обнаружили, что они искажены так, как не предусматривалось законом одного единого. Мы попытались войти в мысленный контакт с правителями этой земли, Египет. В период правления 18-й династии нам удалось связаться с фараоном Батоном или Эхнатоном. Он был странником. Эта сущность убедилась в том, что вибрация одного единого это истинная духовная вибрация. Он провозгласил закон одного единого, но его веру примели лишь немногие. После падения Эхнатона быстро вернулись поляризованные верования во многих богов. 70-71 Ра, мы пришли к вашим людям, чтобы передать закон одного единого. Нам хотелось повлиять на тех, кто желал узнать о единстве, и что в единстве разрешаются все противоречия. Все нарушено и исцеляется. Все забытые выносятся на свет. Десять заповедей. Ра, происхождение десяти заповедей, это следствие закона, негативных сущностей, внушающих информацию, позитивно ориентированным совокупностям, ум дробь, тело дробь дух. Информация пыталась копироваться или подражать позитивной информации, сохраняя негативные характеристики. Это сделано группой Ориона. Вопрос, какова их цель? Ра, завоевание и порабощение. Это осуществляется посредством создания литы и принуждения других служить лите с помощью разных средств, таких как упомянутые вами законы. 152 Ра, они создали литу, называемую сыновьями Леви. 67 вопрос. Принимающие заповеди, Моисей, был ориентирован позитивно или негативно? Ра, принимающие заповеди, обладал крайне позитивной ориентацией. Период времени, когда Ра вступал в контакт с Землей. Ра, первая попытка помочь вашим людям, предпринималась приблизительно 75 тысяч лет назад. Оказывающие помощь марсиане прибыли на Землю. Затем помощь оказывалась народному приблизительно 58 тысяч лет назад. Приблизительно 13 тысяч лет назад мы помогали Атлантиде. Следующая попытка, приблизительно 11 тысяч лет назад, ставила своей целью помочь египтянам и некоторым народам в Южной Америке. Приблизительно 3. 500 лет спустя, 7. 500 лет назад, помощь вновь предлагалась некоторым народам Южной Америки. Приблизительно 2. 300 лет назад конфедерация предпринимала еще несколько попыток помочь народам Египта. Оставшуюся часть этого цикла мы никогда не уходили из вашего пятого измерения и работали над подготовкой к уборке урожая. 135 минус 136 в то время могли ли люди жить на Венере? Ра, условия третьей плотности, неблагоприятны для жизненных форм наших людей. Но пятое и шестое измерения этой планетарной сферы весьма способствуют росту, дробь обучению. 90 Ра, существа, населяющие Венеру это сущности пятой плотности. 124 Ра все еще предлагает просветление. К концу книги трем был задан вопрос, достаточно ли материал раскрыто до сих пор, чтобы, если он будет опубликован, компенсировать прежние наивные действия Ра. Ра, мы не имеем в виду неуважения к вашему служению, мы не ожидаем полностью компенсировать искажения. Природа вашего языка такова, что со своей стороны мы не можем полностью исправить искажения, но можем кое-то осветить. 162.5. Цикл Ра завершены. Цикл Ра, в настоящий момент, путь нашего обучения не завершен. Истории, как вы ее понимаете, не существует. Представьте круг бытия. Мы знаем Альфу и Омегу как бесконечный разум. Круг никогда не кончается. Он существует в настоящем. Пройденные нами плотности или циклы таковы. Первая плотность. Осознание. Вторая плотность. Рост. Третья плотность. Самоанализ. Четвертая плотность. Любовь. Понимание. Пятая плотность. Цвет. Мудрость. Ра. Мы провели много времени. Дробь пространства в пятой плотности. Балансируя интенсивное сострадание, обретенное в четвертой плотности. Девяносто три. Шестая плотность. Цвет. Дробь. Любовь. Любовь. Дробь. Цвет или единство. Часто называется сострадательной мудростью. Седьмая плотность. Цикл входа. Часто называется плотностью. Где постигается священная природа всех вещей. Ра. В седьмой плотности или измерении, если наших скромных усилий будет достаточно, мы станем единым со всем. То есть не будем обладать ни памятью, ни индивидуальностью, ни прошлым, ни будущим, а существовать во всем. 153. Восьмая плотность. Октава, движущаяся к таинству, которое, пока мы не можем постичь. 153. Вопрос. Означает ли это, что в восьмой плотности вы бы обладали осознанием всего, что есть? Ра. Частично верно. Мы понимаем это так. Это было бы не наше осознание, а осознание Творца. В Творце заключено все, что есть. 153. Как строились пирамиды. Первое. Они были построены силой одного, единого Ра. Большие пирамиды были построены с помощью нашей способности пользоваться силами одного, единого. Камни живые, что не понято вашей культурой. 72 минус 73 примечания. Ра имеет в виду, что камни существуют в первой плотности сознания. Это плотности осознания. Первое. Второе и третье. Плотности сознательных жизненных форм. Видимо, существам третьей плотности, то есть нам с вами. Второе. Как передвигались блоки, из которых сделаны пирамиды. Ра. Представьте активность во всем, что сотворено. Даже будучи конечной, энергия весьма велика. Она разумна. Она иерархична. Аналогично существующей у вас, иерархией проводников или тел, иерархией обладает каждый атом такого материала, как камень. Когда кто-то может общаться с тем разумом, разумом камня, конечная физическая энергия, тело физического камня, входит в контакт с бесконечной энергией, пребывающей в более хорошо настроенных, более высоких телах, будь то камень или человек. Благодаря такому контакту, может быть послан запрос. Бесконечный разум камня обращается к его физическому проводнику или телу, затем выполняется желаемое расщепление или перемещение. Семьдесят семь петий. Осуществлялось ли это ментально одним индивидуумом? Ра. В степени могущества, пользоваться законом одного единого существует различие между индивидуумом и объединенным пониманием, доступным групповой душе. Очищенный от всех недостатков, индивидуум способен сдвинуть гору. Однако в случае массового понимания единства, каждый индивидуум может содержать приемлемое количество искажений, а массовый ум способен передвигать горы. Семьдесят восемь. Сейчас среди людей есть те, которые уже одно с разумной бесконечностью. Восемьдесят два четвертый. Почему пирамида состоит из блоков, а не сделана цельной? Ра, мы не хотели, чтобы нам поклонялись как строителям удивительной пирамиды. Поэтому кажется, что пирамида построена вручную, а не силой мысли. Семьдесят девять пятый. Воскрешение, благодаря посвящению в камере царицы Раа, концепции посвящения требуют фокусирования существа на поиске Творца. Посвящение в камере царицы включает отказ от своего я до такой степени желания полностью познать Творца, что втекающий чистый свет в сбалансированной форме проходит через все энергетические центры или чакры, встречается в чакре внутреннего, третьего, глаза и открывает доступ к разумной бесконечности. Вот когда переживается истинная жизнь или, как называют это ваши люди, воскрешение. Сорок девять шестой. Использование резонирующей камеры. Вопрос. Вы говорили, что резонирующая камера использовалась для того, чтобы ищущий посвящение мог встретиться с самим собой. Не могли бы вы это пояснить? Раа, ищущий ли посвящение, встречается с самим собой в центре или глубинах своего существа. Это аналогично погребению и воскрешению тела, когда сущность умирает для себя. И посредством противоборства, кажущейся потери и осознания существенного обретения, ищущий ли посвящение, преобразовывается в новое возвышенное существо. Камера работала с умом и телом. Сенсорный голод, потери ощущений и первичные реакции на захоронение заживо без возможности высвобождения влияли на ум. Сочетание реакции умоэлектрических, езоэлектрических свойств использованного материала работали с телом. Книга 3. Страница 112-7. Может ли пирамида и сейчас использоваться для целительства и посвящения? Раа, сейчас пирамида напоминает расстроенное фортепиано. Оно играет мелодию, но ох, как плохо. Сохранилась лишь тень потока. Время пирамид прошло. 80-82-4. Разные происхождения существ третьей плотности на Земле первое. Первая группа прибыла с Марса. Планета Марс стала необитаема еще до конца своего цикла. Раа, первые пришедшие сюда сущности третьей плотности были с Марса. Окружающая среда этой планеты стала негостепимной для существ третьей плотности. Вопрос. Вы имеете в виду, что хранители перенесли расу марсиан на Землю после того, как на Марсе раса умерла в физическом смысле? Раа. Да. 106 Раа. Военные действия этих существ создали такие изменения в атмосфере планеты, что она стала непригодной для опытов третьей плотности еще до конца своего цикла. Поэтому сущности красной планеты не прошли уборку урожая и продолжили эволюцию на вашей планете, пытаясь выучить закон одного, единого. 107 Вопрос. Как давно это произошло? Раа. Около 75 тысяч лет назад. До того времени окружающая среда вашей планеты не была средой третьей плотности. В то время на Земле были сущности только второй плотности Раа. Да, сущности второй плотности. Вторая плотность это эта плотность более высокой растительной и животной жизни, существующей без стремления вверх к бесконечности. 107 Вопрос. Современное исследование показало, что для сущностей этой планеты нормальный цикл составляет 25 часов вместо 24. Верно ли это? Если верно, то почему? Раа. В некотором смысле это так. Планетарные влияния, запечатленные в памяти существ с Марса, влияют на совокупности тел третьей плотности. Многие тела на вашем плане обладают генетическим материалом марсианской расы. 102. 65 миллионов населения Земли это странники. Кто такие странники? Раа. Представьте себе песок на пляже. Источники разумной бесконечности также неисчислимы, как песчинки. Когда совокупность общественной памяти достигает полного понимания своих желаний, она может прийти к выводу, что ее желание это служить любым сущностям, вызывающим о помощи. Эти сущности, вы могли бы называть их братьями и сестрами печали, приходит на зов печали. Они приходят из разных мест бесконечного творения. Сами они не печалятся, но приходят на помощь тем, кто печалится. Они это странники. На Земле их приблизительно 65 миллионов. 127. Большинство странников принадлежат шестой плотности Раа, некоторые из них принадлежат четвертой плотности. Однако большинство странников относятся к шестой плотности. Желание служить должно искажаться в сторону большей чистоты ума и того, что вы называете бесстрашием. Проблема и опасность для странника состоят в том, что он забудет свою миссию и окажется вовлеченным в карму, и, следовательно, будет захвачен вихрем и силой, которым сам же намеревался противостоять. Книга 1. Страница. 127. Обладают ли странники претерасположенностью к болезни? Вопрос. Обладают ли странники физическим нездоровьем в ситуации третьей плотности? Раа. Благодаря существенному различию между вибрационными искажениями третьей плотности и искажениями более высоких плотностей, обычно они обладают разного рода увечьями или чувствуют крайние отчуждения. Часто они подвержены аллергиям. 127-128. Почему они воплощаются в плотности? Третьей ниже своей? Раа. В отличие от плотности происхождения, в третьей плотности странник обладает потенциалом значительно ускорять повышение плотности сознания. Это происходит за счет интенсивности жизненных опытов и возможностей в третьей плотности. Поэтому позитивно поляризованный странник выбирает принять опасность забыть, кто он, ради служения другим посредствам излучения любви. Если забывание все же происходит, сила катализатора в третьей плотности будет поляризовать странника с намного большей интенсивностью, чем ожидалось бы в более высоких и более гармоничных плотностях. 67 они не пробуждаются из-за страха Карла Рюкерт. Неудивительно, что у странников наблюдается затруднение с пробуждением в иллюзии, которую мы называем согласованной реальностью. Когда кто-то входит в воплощение, всегда присутствует страх, что он не только не проснется, но и потеряет опыт целой жизни. Книга 5. Страница 58. Сущности третьей плотности с Малдека воплощались на Земле как сущности второй плотности они пришли на Землю после разрушения своей планеты. Малдек, Ра, на Земле есть и сущности с Малдека. В вашем далеком прошлом планета, существовавшая в пределах вашей солнечной системы, была населена существами третьей плотности. Их цивилизация чем-то напоминала Аплантиду. 109. После разрушения планеты, они пришли на Землю. В вашей солнечной системе это была единственная планета, пригодная для жизни и способная предложить уроки, необходимые для уменьшения искажений закона одного, единого. 91. У всех ли обитателей Малдека была проблема со страхом? Ра, никто не спасся при разрушении планеты. 111 минус 112. Они были настолько травмированы, что забыли, что были сознательными. Ра, война вызвала распад цепи биологической жизни, то есть их биосферы. Сущности были настолько травмированы происходящим, что оказались в том, что выгод назвали узлом или клубком страха. Никакие существа не могли им помочь. Никто не мог к ним пробиться. Наконец, приблизительно 500 тысяч или 600 тысяч лет назад к ним удалось пробиться конфедрации, которая развязала узел страха. Только тогда они смогли вспомнить, что были сознательными. 110. После обретения сознания, они ушли на низшие астральные планы. Ра, сознание привело их в место, которое выгод назвали низшими астральными планами. Там о них можно было заботиться до тех пор, пока они не исцелили свою травму. Затем они приняли групповое решение поместить себя в кармическое условие. 110. Они воплотились в более животной форме неандертальцев. Ра, с этой целью они вошли в воплощение на вашей планете в формах второй плотности, то есть в нечеловеческих формах. В этом состоянии они находились до тех пор, пока искажения разрушения не сменились искажениями желания менее деформированного ведения служения другим. 110. Вопрос. В то время была ли доступна совокупность тела, которую мы называем обезьяной? Ра, да. Многие убрали карму и вошли в опыт третьей плотности, в теле третьей плотности. 110-111. Примечание. Ра входит в детали, чтобы пояснить следующее. В прошлом появление на нашей планете неандертальцев обусловлено именно смягчением кармы, а не эволюцией. Как они сюда пришли? Ра, они пришли посредством процесса уборки урожая. Они воплотились с помощью инкарнации из более высокой сферы вашей плотности. Многие воплотились под землей, а не на ее поверхности. 90-92 воплощены ли сейчас на земле сознания второй плотности с другой планеты? Ра, сейчас на вашей планете нет совокупности и сознания второй плотности с другой планеты. 108 на земле в форме второй плотности есть две расы Ра, однако есть две расы, использующие форму второй плотности. Одна из них Смалдека. Они обитают в более глубоких подземных туннелях и известны как Йети. Они работают над тем, что вы бы назвали возвратами кармических долгов. Вторая раса, находящаяся здесь, в форме второй плотности, это эта раса, совокупность тела которых способна лучше противостоять последствиям ядерного излучения, которым не способны противостоять совокупности вашего тела. Это на случай ядерной войны. Они живут в двухом необитаемом лесу во многих местах вашей планеты. Их немного, и они способны избегать обнаружения. Вашим людям наиболее знакомы сущности со сверхающими глазами. 108 то есть существуют два вида Йети. Ра, существуют три вида Йети, причем названия Йети используются для трех разных рас. Третья раса, это эта мыслеформа. 109. Почему не обнаружены останки Йети? Ра, со временем, при исследовании пещер, под некоторыми западными прибежными городами и районами, их останки будут обнаружены. 102. Четвертый. Каково процентное соотношение? Ра, на вашей планете, около половины сущностей третьей плотности пришли с Марса, около четверти сущности Йета из второй плотности вашей планеты, и около четверти сущности Йета отовсюду. 187. 5. Одновременность первая. Проживаем ли мы одновременно множество жизней? Вопрос. В материале Сетха говорится, что каждый из нас является частью сверхдуши или высшего Я, обладающего многими аспектами во множестве измерений. Значит ли это, что мы обладаем многими опытами или жизнями, проживаемыми одновременно? Ра, истинность этого утверждения не абсолютна. Чем более сбалансированной становится сущность, тем меньше необходимость в параллельных опытах. Ра, истинная одновременность доступна только тогда, когда все рассматриваются как происходящее одновременно. Книга 2. Страница 63-2. Параллельные вселенные. Ра, концепция разных аспектов существа, одновременно проходящих через опыты разной природы, не совсем точна, ибо вы понимаете это так, как будто все происходит действительно одновременно. Все совсем не так. Скорее дело в разных вселенных. Параллельные существования в разных вселенных могут быть запрограммированы высшим Я, пользующимся информацией, полученной от совокупности ум дробь тела дробь дух. 63-3. Все сотворено одновременно? Ра, природа истинной одновременности такова, что, конечно, все одновременно. Однако в вашем режиме восприятия вам, возможно, уместно рассматривать посев творения, как рост, вовне, из центра или сердцвины. Существует центр бесконечности. Все развертывается из этого центра. Поэтому, существуют центры творений галактик, звезд, планетарных систем и систем сознания. 63. Примечания. И теории симметрии Кимбла, и теории анизотропной вселенной говорят о том, что вся вселенная структурирована в виде гигантской спиралевидной галактики, состоящей из множества меньших галактик. Книга Уилл, как о божественной космос, описывает это детально. Здесь можно видеть, что Ра уже упоминал об этом в 1981 году, задолго до сделанных открытий. Только в 2000 году были опубликованы исследования, подтвердившие, что видимая вселенная плоская. 6. Высшее Я. 1. Оно знает, какие уроки не выучены, как следует вопрос, что такое Высшее Я. Ра, Высшее Я, как вы его называете, это это Я, существующее с полным пониманием накопления опытов, не выученных надлежащим образом. Оно помогает сущности достичь исцеления, а также помогает в программировании последующих жизненных опытов. 62. Ра, Высшее Я может общаться с сущностью во время развоплощенной части цикла, между жизнями, или в период воплощения, если через корень ума открыты надлежащие пути или каналы. 65. Второй. Цельность ум, дробь, тело, дробь, дух – это объединение элементов сущности. Ра, цельность ум, дробь, тело, дробь, дух – это это туманный или неопределенный набор всего, что удерживается в понимании умом самого себя. Цельность ум, дробь, тело, дробь, дух напоминает движение песчинок, и в некотором смысле является набором параллельных эволюций одной и той же сущности. Каждая эволюция доступна аспекту Высшего Я. Тогда Высшее Я может использовать спроецированные в их возможности, дробь вероятности, чтобы лучше помочь в том, что вы называете программированием будущей жизни. 62 и 65 примечаний. Сетх много говорит о параллельных эволюциях вашего Я в параллельных вселенных. Третий. Высшее Я, Высшее Я, Высшее Я, Высшее Я, Дробь, 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 Дух, которое оно помогает. На самом деле, их существование не одновременно, поскольку Высшее Я движется к совокупности ум, дробь, тело, дробь, дух, когда это необходимо с точки зрения этапа развития сущности, который я рассматривал себе как будущее этой сущности. 63 минус 64. Вопрос. Высшее Я, которые следует сделать для достижения Высшего Я, каково оно сейчас, должны осуществляться самой совокупностью ум, дробь, тело, дробь, дух. То есть, Высшее Я напоминает карту, на которой известен пункт назначения и обозначены пути его достижения. У некой вселенной, возможно в этой, путешественник уже достиг пункта назначения. В пункте назначения Высшее Я оглядывается на пройденный путь и помогает путешественнику легче достичь цели. Поэтому Высшее Я может только программировать сущность на конкретные уроки и предопределенные ограничения, а все остальное это свободный выбор сущности. 64 четвертый. Высшее Я это подарок, полученный от самого себя, пребывающего в середине седьмой плотности. Вопрос. Обладает ли Высшее Я каждой сущности природы шестой плотности? Ра-да. Когда кто-то достигает седьмой плотности, это его честь, дробь, обязанность по отношению к самому себе. Вопрос. Обладает ли Высшее Я каким-либо проводником или телом? Ра-да. Высшее Я это проявление, предоставленное сущности, приближающееся к завершению шестой плотности, как подарок от ее будущего Я. Перед тем, как превратиться в единое целое с Творцом и обрести духовную массу, последние действия сущности, достигшие середины седьмой плотности, это создание ресурса высшего Я для себя же, в шестой плотности. 64 минус 65 Я шестой плотности предлагает высшему Я-банк, память опытов всех жизней. Зная это, вы можете рассматривать свое Я, свое высшее Я и совокупность, ум, дробь, тело, дробь, дух, как единое целое. Они это одно и то же существо. 69 в кавычках 5. Истинная одновременность устраняет все кажущиеся противоречия Ра. Высшее Я защищает, когда это возможно, и ведет, когда просит, но сила свободной воли преобладает. Когда принимается существование такой вещи, как истинная одновременность, кажущиеся противоречия между предопределенностью и свободной волей устраняются. Высшее Я это-это, конечный результат всего развития, обретенного совокупностью ум, дробь, тело, дробь, дух до этого момента, то есть, к концу шестой плотности. 150 в кавычках шестой. Высшее Я еще называется магической личностью Ра. Когда магическая личность призывается надлежащим образом, Я призывает свое высшее Я. Таким образом возникает мост между пространством временем и временем пространством. При этом в период своей работы магическая личность шестой плотности непосредственно переживает катализатор третьей плотности. Здесь самое главное следующее. По окончанию работы сознательно удалить магическую личность. Это делается для того, чтобы высшее Я могло возобновить свою функцию. Это быть вашим высшим Я, работающим во многих сферах, а не только в третьей плотности. 192 вопрос. Три аспекта магической личности. Это это сила, любовь и мудрость. Это ее единственные первичные аспекты? Ра. Магическая личность это это существо единства, существо шестой плотности, эквивалент того, что вы называете высшим Я. Это личность, обогащенная разнообразием опытов и тонкостью эмоций. 192 схемы вещей. 7. Начало всех вещей. Первое. Бесконечное одно это источник. Это разумная бесконечность. Разумная бесконечность. Несфокусированный, недифференцированный вопрос. Не могли бы вы рассказать о первой, известной вещи в творении? В творении это бесконечность. 129 зарождается осознание. Вопрос. Каков следующий шаг? Ра. Бесконечность становится осознающей. 129 второй. Творец появляется благодаря желанию бесконечности ощутить себя. Творец сотворяет внешнее пространство. Ра. Когда творец решает ощутить себя, он порождает пространство, ничто, обладающее потенциалом бытия, наполненное великолепиемой силой одного, единого бесконечного Творца. В вашем восприятии это пространство проявляется, как космос или внешнее пространство. 65 Творец делится на индивидуализированные части себя. Ра. Шаг за шагом Творец обретает способность познавать или ощущать себя. При этом части Творца становятся менее чистыми в силе первичного слова или мысли. Само творение это форма объединенного сознания. Творец не столько сотворяет, сколько ощущает себя. 65. Творец это фокусирование разумной бесконечности в разумной нерави. Ра. Осознание вело к фокусированию бесконечности в бесконечную нерави. Вы назвали это по-разному. Самое известное название это логос или любовь. Хотя на самом деле любовь это это второе искажение. 129. Ра. Творец это это фокусирование бесконечности в осознающий сознательный принцип, который называется разумной бесконечностью. 129. Примечание. Когда бесконечность фокусируется, происходит творение. Ра. Любовь можно рассматривать как вид нерави крайне высокого порядка, который из потенциала разумной бесконечности особым образом формирует разумную неравию. Вся любовь происходит из единства. 8. И 4. Разумная бесконечность и разумная неравиера. Существует единство. Единство это это все, что есть. Единство обладает потенциалом и кинетикой. Потенциал это разумная бесконечность. Извлечение потенциала будет производить работу или кинетическую часть. Мы назвали работу или кинетическую часть разумной нерави. В единстве между потенциалом и кинетикой нет разницы. Основные ритмы разумной бесконечности не обладают никаким видом искажения. Ритмы покрыты завесой таинства, поскольку являются самими собой. Их единство не искажено. Однако посредством фокусирования энергии, которую мы называем разумной энергии, можно извлечь обширный потенциал. Поэтому, в определенном смысле, разумная энергия обладает потенциалом. Потенциал наблюдается тогда, когда извлекается разумная энергия, но не в самой разумной энергии. 7. 5. Великое центральное солнце и ритм разумной бесконечности Разумная бесконечность обладает ритмом или потоком. Вы могли бы воспринимать это так. Ритм или поток создаются гигантским сердцем, начинающимся в центральном солнце. Существование потока также неизбежно, как течение бытия без сполярности, без конечности. Бесконечно и безмолвно все пульсируют наружу, наружу и внутрь, до тех пор, пока не завершаются все фокусировки. Затем духовная природа или масса призывает все внутрь и внутрь до тех пор, Пока все не сольется. Таков ритм реальности. 6. Механизм разума Это три основных искажения одного единого первая. Первое искажение это свобода и воля вопрос. Первое искажение разумной бесконечности это свободная воля. Не могли бы вы дать определение этого искажения? Ра в этом искажении закона одного единого признается то, что творец познает, или ощутит, себя. Главное искажение это свободная воля. 7. 8. Творец дарует полную свободу выбора в способах постижения. Это так? Ра, довольно точно. Седьмое, вопрос. Тогда все другие искажения возникают из первого искажения, верно? Ра, и да, и нет. В вашей иллюзии физического существования весь опыт возникает из закона свободной воли или способа запутывания. В ином смысле, которому мы учимся, опыт это это искажение. Седьмое, второе. Второе искажение это любовь. Фокусирование свободной воли порождает любовь. Ра, первое искажение, свободная воля, обретает фокус, известный вам как логос, творческий принцип или любовь. Этот фокус можно назвать вторым искажением. Сто сорок восемь. Ра, второе искажение это это искажение любви. Семь восьмой. Любовь стремится познать себя. Ра, искажение и любовь это это великий возбудитель и первичный сотворец разных творений, использующих разумную бесконечность. Любовь использует свою разумную энергию для сотворения определенного, оттеранной иллюзии или плотности, чтобы удовлетворить свою разумную оценку способа познания себя. Восемь, девятое и третье. Третье, искажение это свет примечания. Свет, или световая энергия, обладает способностью к преобразованию. Он может или не может быть связан с любовью. Ра. Таким образом, разумная энергия сотворяет искажение, известное как свет. Из этих трех искажений возникает много-много иерархий, искажений, каждая из которых синтезируется своими собственными парадоксами. Ни одна из них не более важна, чем другая. Сто сорок восемь. Ра. Происхождение всей энергии это это действие свободной воли на любовь. Природа всей энергии это свет, включая внутренний свет, который является путеводной звездой Я. Такова истинная природа всех сущностей. Тридцать. Ра. Внутренний свет это сердце вашего бытия. Его сила равна силе желания стремиться к свету. Сорок шесть ра. Чтобы притягивать втекающий свет, спиролевидно закручивающийся вверх из южного магнитного полюса существа, корневой чакры, необходима определенная степень осознания внутреннего света. Сорок шесть девять. Творение первое. Творец исследует концепцию множественности, индивидуальные сущности. Ра. Бесконечная не может быть многим, ибо множественность это это, конечная концепция. В бесконечном творце существует только единство. Шестьдесят шесть минус шестьдесят семь ра. Разумная бесконечность распознавала концепцию, а именно, свободу воли осознания. Эта концепция это конечность. Это первый, изначальный парадокс, или искажение закона одного, единого. Следовательно, одна разумная бесконечность поместила себя в исследовании множественности. Благодаря бесконечным возможностям разумной бесконечности, или единства, множественности нет конца. Поэтому, в вечном настоящем исследовании свободно продолжаться бесконечно. 130 минус 130 ра, каждая сущность, совокупность ум дробь, тело дробь дух, это это уникальная часть одного, единого творца. 22-2. Творение обладает бесконечным числом измерений, организованных в формате октавы ра. Следующий шаг это бесконечные реакции на творческий принцип, разумную энергию, следующие закону одного, единого в одном из основных искажений, а именно свободе воли. Поэтому возможно бесконечное число многих и многих измерений. Энергия движется из разумной бесконечности сначала, как излияние неупорядоченной творческой силы, которая затем сотворяет подтерны. Подтерны энергии начинают упорядочивать свои ритмы и энергетические поля, таким образом сотворяя измерения и вселенные. Физическая вселенная еще не родилась. Шаги одновременно и бесконечны. 129 минус 130 ра, вселенная бесконечна. И хотя это не доказано, не опровергнуто, можем вас заверить, что вашим я нет конца, как нет конца вашему путешествию поиска или вашим восприятием творений. 66.3. Индивидуализированная часть Бога сотворила нашу галактику, миллиарды звезд. Вопрос. Нашу галактику сотворила разумная бесконечность или ее часть? Ра, галактика и все другие материальные вещи являются продуктами индивидуализировавшихся частей разумной бесконечности. Когда начинается любое исследование, индивидуализировавшаяся часть одного единого, в свою очередь, находит свой фокус и становится сотворцом. Используя разумную бесконечность, каждая часть одного единого сотворяет вселенную. Позволяя ритму свободного выбора течь и играть с бесконечным спектром возможностей, каждая индивидуализировавшаяся часть вводит в разумную пнергию свет-дроте любовь, таким образом создавая так называемые естественные законы любой конкретной вселенной. Каждая вселенная обладает своей локальной версией иллюзорных естественных законов. Будет понято, что любая часть любой вселенной, какой бы маленькой она ни была, любая плотность или иллюзорный паттерн содержит в виде голографической картины одного единого творца, который является бесконечностью. Таким образом, все начинается и кончается в виде таинства. Ра, белый свет, который испускается и формирует отдельные подлагосы, берет начало в том, что метафизически может рассматриваться как тьма. Свет приходит в тьму и преобразовывает ее, заставляя хаос организовываться и становится отражающим или излучающимся. Именно так входит в существование измерения. 78-79 Вопрос, если рассматривать начало только нашей галактики Млечный Путь, я полагаю, что первым эпизодом, который мы могли бы видеть в наших телескопах, было бы появление звезды, обладающей природой нашего Солнца. Это верно? Ра, первое проявление Творца или Логоса в сотворении галактики, это это появление скопления, кластера, закручивающихся наружу энергии, которые создают для Логоса новые энергетические центры. Эти энергетические центры называются звездами. Скажем так, чем ближе к началу проявлений Логоса находится звезда, тем больше она принимает участие в одной первичной мысли. 64-4 Логос нашей галактики сотворил Солнце до сотворения планеты Ра. Сотворец, индивидуализировавшаяся галактика, сотворил энергетические паттерны, сфокусированные во многих центрах сознательного осознания разумной бесконечности. Последовательность такова, от спиралевидной энергии галактики до спиралевидной энергии Солнца, до спиралевидной энергии планеты, до спиралевидной энергии, которая начала первую плотность осознания в планетарных сущностях. 130-132 Примечание, заметьте, что все устойчивые базовые частицы, электрон, протон, нейтрон, а также кварки, не могут существовать без вращения, спиралевидного вращения. В книгах серии «Сближение Уилл» как обсуждает, что принцип спиралевидно расширяющегося роста используется на всех уровнях порядка во Вселенной, от микро до макро уровня, и как эти уровни совершенно и гармонично распределяются между собой посредством фактора 34560. Смотрите работу Рея Таунса. Хотя в вышеприведенной цитате Ра прямо не указывает на гармоническое распределение, это понятно из контекста. Поэтому, в 1981 году Ра намного опередил время. 5. Сотворение существ, осознание фокусируется в индивидуальное сознание. На Земле появляются сущности первой плотности Ра, и вновь, разумная бесконечность забавляется каждым шагом в открытии осознания. В условиях планеты все начинается с того, что вы бы назвали хаосом, энергии ненаправленной и случайной. Медленно формируется фокус осознания себя. Так движется Логос. Приходит свет, чтобы сформировать тьму, в соответствии с потерянными и вибрационными ритмами Творца. Все начинается с первой плотности, это плотности сознания. Посредством огня и ветра минеральная и водная жизнь планеты учатся осознанию бытия. Это первая плотность. 132 сущности второй плотности развиваются из сущностей первой плотности Ра. На планете существа второй плотности начинают двигаться внутрь и наружу своего бытия. 132 сущности третьей плотности развиваются из сущностей второй плотности Ра. Вторая плотность устремляется в третью плотность, это плотность самосознания и самосознания. 133.10. Закон одного, единого Ра. Закон одного, единого, единого. Просто констатирует то, что все есть одно, все существа это одно. 92.1. Реальной или вечной полярности не существует Ра. Воистину не существует правильного и неправильного. Полярности не существует, ибо посредством совокупности ум дробь тела дробь дух, которой вы развлекаетесь в определенный момент вашего танца, все будет примиренно. Вера в полярность выбирается взамен понимания полного единства мысли, которое связывает все вместе. Вы это все, каждое существо, каждые эмоции, каждые ситуации. Вы это единство. Вы это бесконечность. Вы это любовь дробь свет, свет дробь любовь. Вы есмь. Таков закон одного, единого. 67. Поскольку закон одного, единого выше всех слов, приближенно его можно сформулировать так. Все суть одно, полярности не существует, нет правильного и неправильного, не существует и дисгармонии, есть только одна индивидуальность. Все является одним, это одно, это любовь дробь свет, свет дробь любовь, бесконечный творец. 85. Закон одного, единого гласит, все является одним творцом. Поиск творца это это не просто медитация или работа знающего, это ощущение каждого момента. 49. В каждой бесконечно мало частички вас пребывает единое, во всей своей безграничной силе. 146. Единство творца существует не только в существе, осознающем себя, но и в самой маленькой частичке любого материала, сотворенного любовью. 111. Каждая совокупность ум, дробь, тело, дробь, дух это уникальная часть единого творца. 22. Джим Маккарти. Все события это иллюзии таинств, потому что каждая из них, в той или иной маскировке, представляет единого творца. 23. В каждый момент они предлагают нам большую или меньшую возможность обрести любовь, радость, равновесие и совершенство. Книга 5 страница, 56-2. Последовательное прохождение через плотности происходит во всех галактиках. Вопрос, существует ли последовательность жизни в других галактиках, и похожа ли она на нашу? Ра, последовательность примерно одинакова, лишь с небольшими изменениями. Вопрос, тогда во всех галактиках закон одного, единого воистину универсален в сотворении последовательности движения к восьмой плотности. Это так? Ра, да. Октава бесконечного познания единого бесконечного творца пронизывает все одно бесконечное творение, с изменениями, запрограммированными под логосами того, что вы называете большими и меньшими галактиками. Эти изменения незначительны. Галактики можно сравнить с разными регионами, в которых используются разные произношения одной и той звуковой вибрации. 159-11. Расширение первого искажения завеса беспамятства и способ создания запутывания первое. Завеса беспамятства завеса вынуждает вас забывать свою истинную индивидуальность, и цель Ра, завеса беспамятства существует только в третьей плотности. Чтобы механизмы запутывания или свободной воли могли работать с вновь индивидуализировавшейся совокупностью сознания, сущности третьей плотности необходимо забыть, кто она на самом деле. 193-Ра. Процесс завешивания это феномен пространства дробь времени. В метафизической сфере время дробь пространства, его не существует. 73-Ра. Без завесы ум не захватывал себя вашим иллюзорным временем. 94. Вопрос. Почему сущность должна входить в воплощение и терять сознательную память о том, что она хочет делать? Почему той же цели нельзя достигать между воплощениями, когда сущность осознает, что она хочет делать? Ра. Если бы не было возможности неправильного понимания, не было бы и опыта. 24. Вопрос. Первое изменение, осуществленное для расширения свободной воли, это сделать так, чтобы во время воплощения общение сознательного и бессознательного ума стало относительно недоступным. Так ли это? Ра. Вместо термина «относительно недоступный», мы бы назвали это условие «относительно более полным» таинства. 40-41 завеса расщепляет умно-сознательный и бессознательный. Вопрос. Тогда идея в том, чтобы создать некий вид завесы между сознательным и бессознательным умом. Это так? Ра. Да. Вопрос. Возможно, замысел логоса состоял в том, чтобы позволить сознательному уму большую свободу в первом искажении, отделяя его от бессознательного ума, обладающего большим общением с нерасщепленным умом. Это позволяет рождение необразованных частей сознания. Это верно? Ра. Грубо говоря, да. 41-2 закон запутывания. Ра не предоставляет информации, нарушающие закон запутывания. Ра. Существует предел, выше которого информация, если предоставляет Ра, была бы вторжением в закон запутывания. 53-3. Ра. Мы понимаем это так. Без заданного вопроса у нас нет права, и мы не обязаны делиться своими пониманиями любого предмета, за исключением философии. 73. Ра до тех пор, пока вопрос не содержит потенциальных ответов, которые могут считаться вторжением в свободную волю, мы предлагаем свои ответы, даже если вопрос недостаточно важен. 95 вопрос, не было бы полезным, если бы Ра описал техники, которыми он пользовался в третьей плотности, с целью духовного развития. Ра. Ответ на этот вопрос, выходит за пределы закона запутывания. 98. Не предлагает ли Ра неверные данные? Вопрос. Если бы, прямо сейчас я оказался на месте Ра, первое искажение закона одного единого могло бы вынуждать меня смешивать определенное количество неверных данных с истинной информацией, передающейся этой группе. Поступайте ли вы так? Ра, намеренно мы так не поступаем, однако будет некоторое запутывание. В наше намерение не входит предоставление неверной информации, мы хотим выражать только ощущение бесконечного таинства одного единого творения в его бесконечном и разумном единстве. 170 правил равного времени, возможности обеих поляризаций должны быть сбалансированы. Первое, пример Малдека вопрос, как конфедерации посылала любовь и свет обитателям Малдека после того, как они разрушили свою планету? Ра, это совершалось с помощью входящих в состав конфедерации планетарных сущностей, которые со своих планетарных сфер посылали любовь и свет в виде чистых потоков, тем, кто просил. Посылание осуществлялось не в форме концептуальной мысли, а посредством чистой и недифференцированной любви. 195 вопрос, требует ли первое искажение закона одного единого предоставления равного времени группе, служащей себе? Ра, в данном случае никакого определенного времени не требовалось, ибо ориентация сущности из Малдека не позволяла им воспринимать помощь конфедерации. 195 вопрос, поскольку помощь не воспринималась, не требовалось и балансирование. Это так? Ра, да. Требовалось сбалансировать только возможность. Когда есть неведение, нет возможности. 195 второе, пример детей с активированным двойным телом. Вопрос. Сейчас есть много детей, которые демонстрируют способность ментально сгибать металлы. Это феномен четвертой плотности. 91-й ра, эти сущности воплотились с активированным двойным телом. Это переходное тело сможет воспринимать совокупности вибраций четвертой плотности, то есть увеличение втекающих потоков, без сопровождающего этот процесс разрушения тела третьей плотности. 90 вопрос. Объясняется ли то, что дети могут ментально сгибать металл, а находящиеся здесь страники пятой плотности не могут этого делать, тем, что дети обладают активированным телом четвертой плотности? Ра, да. Ум дробь, тело дробь, дух страников активированы только до уровня третьей плотности и подвержены беспамятству, которое можно преодолеть только на тренированной медитации и работе. 92 вопрос. Такие дети не нарушают первого искажения, потому что сейчас они не станут достаточно взрослыми, чтобы по-настоящему повлиять на выбор поляризации людей с начала перехода и до уборки урожая. Однако пришедшие сюда страники старшие обладают большей способностью влиять на поляризацию людей. Чтобы находиться в первом искажении, они должны оказывать влияние, ибо это функции их способности преодолевать процесс беспамятства. Так ли это? Ра, да. 92 ра, если бы страники преодолевали беспамятство настолько, чтобы активировать тело более высокой плотности и, следовательно, жить как боги, это было бы вмешательством в первое искажение, свобода воли. 111.12. Вмешательство в свободную волю первое. Иисус не вмешивался в свободную волю. Вопрос. Какова ориентация Иисуса по отношению к виду общения, которым пользуются проповедники? Ра, Иисус предлагал себя в качестве учителя только тем, кто хотел слушать. И даже тогда он говорил, как бы через завесу, то есть притчами. Поэтому, нежелающие слушать могли покинуть комнату. 173.2. Почему сотворенные им чудеса не считаются вмешательством в свободную волю? Вопрос. Могло бы показаться, что сотворенные Иисусом чудеса до некоторой степени ограничивают свободную волю в том, что кажущееся чудо совершается в результате работы знающего? Не могли бы вы рассказать об этом парадоксе, который сразу же становится проблемой для всех, занимающихся целительством? Ра, мы это смиренные посланцы закона одного, единого. Мы не усматриваем в этом парадокса. Работа, которая и представляется магической, и, казалось бы, влияющей на свободную волю, на самом деле таковой не является, ибо каждый свидетель видит то, что желает видеть. 173.3. Вмешательство в свободную волю происходит только в том случае, если вы претендуете на то, что целительство исходит от вас. Ра, при чудесном исцелении вмешательство в свободную волю происходит только тогда, когда сущность, выполняющая работу, приписывает исцеление исключительно своему мастерству. Те же, кто заявляет, что работа выполняется ними, а через них, не влияют на свободную волю. 173.13. Таинство бесконечности первое. Постигайте бесконечность посредством таинства. Ра, таинство и неизвестное качество явлений, которые нам разрешено предложить, надеяться на намерение мышления ваших людей и постичь бесконечность. Тогда и только тогда можно открыть вход в закон одного, единого. 99. Ра, сущность, которая часто достигает разумной бесконечности, будет воспринимать этот опыт, как невыразимую полноту. При этом не так уж и необычно, что сущность сразу же, пожелает прекратить воплощение. Однако желание общаться или использовать этот опыт, для помощи другим крайне сильно. 51.3. Окутанная таинством вопрос, концепция разумной бесконечности такова, она расширяется вовне из всех мест отовсюду. Она непрерывно расширяется вовне из каждой точки отовсюду со скоростью света. Это так? Ра, эта концепция также не верна, как и любая концепция разумной бесконечности. Но в контексте одного, единого конкретного логоса, или любви, или фокусировки Творца, она верна. Одна не дифференцированная, не поляризованная, полная и цельная разумная бесконечность? Это это макрокосм существа, окутанного таинством. 10-11 примечания. Вопрос доктора Элкинса базируется на физических концепциях Дью и Ларсона. Ответ Ра поясняет, что физические законы этой конкретной вселенной могут отличаться от физических законов других галактик, поскольку основа для октавы плотностей уникально сотворяется самой галактикой дробь логосом. Структура измерений 14. Архитектура и природа плотности и примечания. В цели к большей ясности некоторые цитаты в этом разделе будут повторяться. 1. Гармоническая структура измерения Ра. Вся октава ваших плотностей была бы ясно видна, если бы не было свободно выбрано, что плотности с четвертой по седьмой будут невидимы. 133 примечания. Первые две плотности это это элементальная дробь минеральной жизни, первая, и растительная дробь животной жизни, вторая. Происхождение всех плотностей. Ра. Первая известная вещь в творении это бесконечность. Бесконечность это это творение. Затем бесконечность становится осознающей. Это был следующий шаг. Затем осознание привело к фокусировке бесконечности в бесконечную энергию. Вы назвали это с помощью разных вибрационных звуковых совокупностей. Для ваших ушей самое привычное название логос или любовь. 129. Примечание. Сейчас мы можем определить энергию, которую Ра называет разумной бесконечностью, научными методами. Физики открыли многомерную энергию нулевой точки, существующую вне пределов физической материи. Как сейчас мы ее понимаем. Ра объясняет, что плотность или вибрационный уровень энергии нулевой точки это самый важный фактор в понимании структуры измерений. Ра. Следующий шаг все еще совершается в пространстве на временном центре вашей иллюзии. Появляется движение. Именно так вы можете рассматривать этот шаг в вашей иллюзии. Энергия движется от разумной бесконечности сначала благодаря излиянию неупорядоченной творческой силы, которая затем сотворяет подтерны. Эти подтерны голографически предстают как все творения, невзирая на то, какое направление или энергии слиются. 129. Примечание. Это фундаментальный принцип, стоящий за фракталами, а именно, самоподобие на всех уровнях. Смотрите божественный космос. Ра. Подтерны энергии начинают упорядочивать локальные ритмы и энергетические поля, сотворяя измерения и вселенные. 130 определений плотности, аналогично вибрации звука и света Рааа. Термин плотность вы бы назвали математическим. Самая близкая аналогия – музыка, где после семи нот вашей западной музыкальной шкалы, восьмая нота начинает новую октаву. В великой октаве жизненного опыта, которую мы делим вместе с вами, существует семь октав или плотностей. В каждой плотности существует семь подплотностей. В каждой подплотности существует семь подподподплотностей. В каждой подподплотности существует семь подподподплотностей, и так далее до бесконечности. 157 минус 158. Примечание. Несмотря на то, что эта информация пришла на несколько лет раньше, до распространения знания о теории хаоса и фракталов, то, что описывает Рааа, это это основанное, по принципу, фракталогармоническая вселенная. Рааа, природа вибрации такова, что может рассматриваться как обладающие математически прямыми или узкими шагами. Шаги имеют границы. Внутри каждой границы находятся бесконечные градации вибрации или цвета. Однако при приближении границы требуется совершить усилия для ее пересечения. Цвета это самый упрощенный способ выражения пограничных делений в вашей плотности. Также существует аналогия с временем-пространством, которое можно рассматривать как сам цвет в модифицированном аспекте. 42 примечания. В своих книгах Уилкок объясняет, что геометрия это третий основной компонент вибрации измерения октавы разумной энергии. Раа тоже это обсуждает. Спиралевидная энергия, свет, формирует плотность Раа в условиях планеты. Все начинается с того, что вы бы назвали хаосом, энергии ненаправленной и случайной в своей бесконечности. Медленно, в ваших терминах понимания, формируется фокус самоосознания. Свет приходит, чтобы сформировать тьму, в соответствии с потерянными и вибрационными ритмами Творца, строя конкретный вид опыта. Все начинается с первой плотности, это плотности сознания. Посредством огня и ветра минеральная и водная жизнь планеты учатся осознанию бытия. Это первая плотность. 132. Вопрос. Как первая плотность развивается до более высокого осознания? Раа, спиралевидная энергия, которая является характеристикой того, что вы называете светом, движется по прямолинейной спирали, придавая спиралям вектор, неминуемо направленный вверх, к более полному бытию, по отношению к разумной бесконечности. 132. Вопрос. Когда Земля принадлежала ко второй плотности, как существа второй плотности обретали сознание третьей и плотности? Раа, посредством простого вложения третьей и плотности, или увеличения сознания, то есть, линии спиралевидного света, призывающие искажение вверх, из плотности в плотность. 135. Раа, усиленных разумом потерянных, энергии двигались до тех пор, пока индивидуализация разных энергий, испускающихся творческим принципам разумной бесконечности, не стала энергия сотворцов. Именно так началась так называемая физическая материя. Концепция света полезна для понимания великого скачка мысли, поскольку вибрационное искажение бесконечности является строительным блоком того, что известно как материя. Свет разумен и полон энергии. Свет любви обладает определенными характеристиками. Среди них бесконечное целое парадоксально описывается посредством того, что вы бы назвали, спиралевидной, прямой линией. Этот парадокс ответственен за форму разных физических, иллюзорных сущностей, которые вы называете солнечными системами, галактиками и планетами, вращающимися и стремящимися к лензообразной, дискообразной форме. 130 примечаний. Здесь Ра говорит о том, что свет формирует всю материю. Когда испускается свет, он движется в виде прямолинейной спирали во всех направлениях. Такое движение, естественно, формирует сферическое поле, что объясняется ниже. Хотя, ко времени предоставления этого материала, открытия еще не совершились, сейчас ученые знают, что наша галактика должна быть окружена сферой темной материи. Смотрите божественный космос, спиралевидная энергия движется вовне в сферической форме. Вопрос, концепции этого процесса, который я придерживаюсь сейчас, включая то, что говорили вы, и материал Дьюэл Ларсона, такова, разумная бесконечность расширяется из всех направлений отовсюду. Она расширяется вовне как поверхность пузыря или воздушного шара. Она расширяется вовне с тем, что называется единицей скорости или скоростью света. Ра, эта концепция неверна, как и любая концепция одной разумной бесконечности. Эта концепция верна только в контексте одного, единого конкретного логоса, или любви, или фокусировки этого творца, выбравшего естественные законы и математические способы их выражения, и наоборот. 10-11 примечания, представляется, что сдержанность Ра при ответе на этот вопрос позитивна или, по крайней мере, частично, благодаря тому, что скорость света различна в каждой плотности и является еще одним представлением чистоты. Спиралевидные энергии света в расширяющейся сфере формируют конкретные геометрии в каждом измерении. Примечание, и вновь, это область, в которой для конкретизации космологического проекта, сообщенного Ра, требовалось дальнейшее исследование. Как объясняется в книгах Уилкака, исследователи, такие как Ганс Дженни, доказали, что вибрирующие жидкости появляются вписанные в сферу платоновой геометрии, а их вершины или узлы формируются видимыми спиралевидными линиями. Вот один пример. То, что мы видим в вибрации жидкости, остается истиной и для вибрации плотности. Следовательно, каждая плотность обладает конкретной геометрией. Ведическая космология древних индусов четко определяет эти геометрии для каждой плотности. Возможно, это часть наследия учений Ра, пришедшая от атлантов. Примечание, из материала Ра у нас есть ясное описание энергетических форм, представляющих измерения и возникающих как на Земле, так и в энергетическом поле человека. Ра вынуждает нас увидеть, что важность энергетических форм в том, что энергия непрерывно втекает и вытекает из них, особенно в углах или узловых точках, которые Ра часто называет центрами. Ра, представьте многие силовые поля Земли в виде геометрически точной паутины. Энергии втекают в то, что вы называете земными планами, из математически определенных точек. Благодаря возрастающим искажениям мысли формы в понимании закона одного, единого, видно, что сама планета обладает потенциалом несбалансированности. Балансирующие пирамидальные структуры, построенные конфедрацией, были заряжены кристаллами, которые вытягивали равновесие из энергетических сил, втекающих в разные геометрические центры электромагнитной энергии, окружающие и формирующие планетарную сферу. Примечание, если глобальная решетка изображается надлежащим образом, как на карте Бекера Хэггинс, представленной в главе 18 книги «Сдвиг эпох», легко видеть, как решетка формирует массивы суши планеты. И конечно, строительные площадки древних пирамид совершенно увязываются с линиями и узлами решетки. Ра, благодаря сдвигу точек втекания, который, в свою очередь, произошел из-за сдвига электромагнитного поля вашей планеты, сохранился только призрак энергии, втекающий в Великую пирамиду. 80-82 ра, любовь, сотворяющая свет, становящаяся светом дробью любовью, втекает в планетарную сферу в соответствии с паутиной электромагнитных точек или центров входа. Тогда эти потоки доступны индивидууму, которые подобно планете являются паутиной электромагнитных энергетических полей с точками или центрами входа. 144 ра, проход к разумной бесконечности может открываться только тогда, когда целитель обладает пониманием втекающих потоков разумной энергии. Эти потоки являются так называемыми естественными законами вашего локального континуума пространства-времени и его паутины электромагнитных источников или центров втекающей энергии. 164 ра, четвертая плотность это это вибрационный спектр. Ваш континуум пространства-времени спиралевидно закручивает в эту вибрацию вашу планетарную сферу, то, что вы бы назвали галактикой, и то, что вы бы назвали звездой. Это будет вынуждать саму планетарную сферу электромагнитно выравнивать свои векторы восприятия втекающих потоков космических сил, разумной энергии, выражающих себя в виде вибрационных паутин так, что Земля станет намагниченной четвертой плотностью, как вы могли бы это назвать. 160 ра, верно, что существует связь между энергетическим полем сущности вашей природы и планетарными телами, поскольку вся материя построена посредством динамического напряжения магнитного поля. В обоих случаях силовые линии во многом можно рассматривать как переплетающиеся спирали сплетенного волоса. Следовательно, позитивные и негативные ветеропереплетения формируют геометрические взаимоотношения в энергии полей обоих субъектов. Это совокупности ум, дробь, тело, дробь, дух и планет. Книга 2. Страница 124 ра. Позитивные, знающие становятся живыми каналами для любви и света и способны передавать излучение прямо в паутин планетарных энергетических центров. 131. Изменение вибрации дробь плотности. Вопрос. Говоря о быстром изменении, произошедшем в физическом проводнике при переходе из двухой плотности, обезьяны, в трию, люди, оно, как вы говорили, случилось за полтора поколения. Волосы на теле исчезли, и произошли структурные изменения. Я знаком с физикой Дьюэл Ларсона, который говорит, что все есть вибрации или движения. Правильно ли я предполагаю, что такое физическое изменение совершилось посредством изменения базовой вибрации, сотворившей другой набор параметров за короткий период времени между изменениями плотности? Это и позволило появлению нового вида существа? 184 ра. Да. 184 второй. Первая плотность это огонь, воздух, земля и вода. Первая плотность не обладает самоосознанием и поначалу бесформенно. Вопрос. Когда формируется первая плотность, у нас есть огонь, воздух, земля и вода. В какой-то момент возникает первое движение подняться к сознанию. Не могли бы вы это описать? Ра. Первая плотность или плотность красного луча, хотя и притягивается к росту, не обладает надлежащей вибрацией для создания условий, проводящих искру осознания. 87 ветер и огонь придают форму земле и воде. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как в первой плотности ветер и огонь учит землю и воду? Ра. Вы можете рассматривать воздух и огонь как хаос, как нечто просветляющее и формирующее бесформенность, поскольку земля и вода пребывали в состоянии безременья и не обладали формой. Когда активные принципы огня и воздуха дуют и раскаляют до бела, вода учится становиться морем, озером и рекой, а земля учится принимать форму. Следовательно, обе предлагают возможность для жизни. 32. Третье. Вторая плотность это животные, растения и минералы. Вопрос. Сколько времени длилась на планете вторая плотность? Ра. Это самая долгая ваша плотность. Она длилась примерно 4-6 миллиарда лет. 13. Вопрос. Конец третьей плотности Ра совпадает с началом второй плотности этой планеты. Это так? Ра. Грубо говоря, да. Вопрос. В то время стала ли Венера планетой четвертой плотности? Ра. Да. 124. Какой вид сущности второй плотности может изменяться в 3-ю плотность? Вопрос. Предположим, индивидуальная сущность второй плотности готова к преобразованию в 3-ю плотность. Должна ли она обязательно быть животным? Ра. Есть три вида сущностей второй плотности, которые становятся одухотворенными, то есть переходит в 3-ю плотность. Самый известный вид это животные. Второй вид это деревья, если обладают листвой. Третий вид это минералы. Время от времени индивидуальность оказывается в определенном энергетическом состоянии. Такое состояние обуславливается получением и возвратом любви взаимодействующей с ней сущности третьей плотности. Это наименее известное преобразование. 177. Как сущность второй плотности становится одухотворенной? Ра. Сущности не становятся одухотворенными. Они начинают осознавать разумную энергию в каждой части, клетке или атоме своего существа. Само сознание приходит изнутри как катализатор конкретных опытов. Существует неизбежная тяга к постепенному осознанию себя. 177. Почему для развития в трехю плотность логос используют двуногие, прямоходящие формы? Ра. Мы не совсем уверены, что знаем, почему для вкладывания более высокого сознания наши логосы несколько соседних логосов выбрали двуногую, прямоходящую форму второй плотности, обезьян. Мы полагаем, что наш логос был заинтересован в дальнейшем уплотнении завесы следующим образом при обладании речи над телепатией. Это инструмент, вынудивший обезьяну обрести способности изучать уроки потенциала нового открытия силы ума. 138 сущностей третьей плотности способны привносить самосознание в своих домашних животных. Ра. Аналогично тому, как вы осуществляете инвестирование, существа вашей третьей плотности вкладывают самосознание в существа второй плотности. Часто это происходит тогда, когда у вас есть домашние животные. Также это осуществляется различными другими видами вложения. Они включают так называемые религиозные практики, которые олицетворяют и посылают любовь различным существам второй плотности в их групповой форме. Также развитие самосознания происходит и без вложений. Потому что восходящие линии спиралевидного света всегда вынуждают двигаться вверх, из одной плотности в другую, более высокую плотность. Просто без вложения, процесс занимает больше времени. Сто тридцать четыре минус ста тридцати пять мыслеформы. Ра. Сущности мыслеформы питаются страхом. Некоторые из них пребывают на астральном плане. Другие ждут своего часа внутри Земли. Мы считаем этот вид информации неважным. Сто один четвертый. Обзор плотности из третьей и по седьмую Ра. Существо третьей плотности обладает потенциалом полного самосознания, то есть, обладает потенциалом минимальной активации всех энергетических центров. Четвертая, пятая и шестая плотности очищают более высокие энергетические центры. Седьмая плотность это это плотности завершения и поворота в сторону безремения и вечности. Восьмидесяти девять Ра. Энергия четвертой плотности это это энергия очищения грубой скульптуры. В третьей плотности ваяние осуществляется огнем. Это такой вид энергии, который не является свойством четвертой, пятой и шестой плотностей. Двадцатера в четвертой и пятой плотностях позитивная полярность функционирует без необходимости существования негативной полярности и наоборот. Следует заметить, что благодаря попытке поощрять сущности третьей плотности к выбору полярности, между двумя полярностями развивается хорошее взаимодействие. Для положительной полярности, посылающей свет дробь, любовь всем другим я, это не трудно. Для сущностей, поляризованных на служении себе, это достаточно трудно, поскольку в какой-то момент негативная полярность должна отбрасываться. Тридцать один пятый. Третья плотность сущностей внешней планеты – это человеческие существа. Примечание Уилкока. Сначала доктор Чайлдерс относил к существам третьей плотности китов и дельфинов, но эта идея не находит поддержки ни в одной из цитат Ра. Из вышеприведенной цитаты представляется, что в качестве проводника сознания третьей плотности, вся наша галактика выбрала использовать прямоходящую двуногую форму с отставленными большими пальцами. Какова цель третьей плотности? Ра, цель воплощения в третьей плотности – это научиться способам любви. 67. Как долго продолжается третья плотность? Вопрос, сравнительно говоря, третья плотность – это мгновение ресниц, щелчок пальца по сравнению с другими. Почему она так кратка по сравнению с первой и второй плотностями? Ра, третья плотность – это выбор. Прелюдия к выбору должна включать обустройство основы, создание иллюзии жизнеспособности для тех, кто может стать духовно жизнеспособными. Оставшиеся плотности – это непрерывное очищение выбора. Выбор – это дело момента, но является осью, вокруг которой вращается творение. 13 минус 14. Ра, мы знаем о творениях, в которых третья плотность длиннее для того, чтобы предоставить творцу иной опыт. Такое творение больше сконденсировано своим логосом, чем выбрали некоторые другие логосы. Мы рассматриваем такое творение как достаточно жизнеспособное. 14. Какие требования предъявляются к существу в третьей плотности? Вопрос, что необходимо для пребывания в третьей плотности? Ра, в третьей плотности необходимо только одно, а именно, самосознание или самосознание. Тело должно обладать способностью к абстрактному мышлению. Главное требование – это сочетание рационального и интуитивного мышления. 179. Третья плотность имеет больше катализаторов Ра. Рассмотрите сущность второй плотности, например, дерево. Оно самодостаточно. Рассмотрите сущность третьей плотности. Слабость физического проводника, или тела, была задумана для того, чтобы исказить сущности в сторону предрасположенности и иметь дело друг с другом. Следовательно, можно начинать уроки, приближающие знания любви. Самый быстрый способ учиться – это иметь дело с другими Я. Это намного больший катализатор, чем иметь дело с самим собой. Иметь дело только с собой, без других, схоже с жизнью без зеркал. В этом случае Я не может видеть плодов своего бытия. 180. Возможности роста сознания в третьей плотности больше, чем в четвертой или пятой плотности Раа. По сравнению с работой, проводимой в третьей плотности, в четвертой и в пятой плотности работы проводится намного меньше. 119. Шестой. Внутренние планы третьей плотности – это астральные план и план Дэвов. Астральный план и план Дэвов. Вопрос. Сколько уровней имеется в третьей плотности? Раа. Третья плотность обладает бесконечным числом уровней. Примечание. Раа везде объясняет, что в каждом уровне плотности существует бесконечное число октав в октавах. Вопрос. Я читал, что существует 7 астральных планов и 7 планов Дэвов. Это так? Ра, вы говорите о каких-то больших отличиях в уровнях ваших внутренних планов? Да. 168 вопрос. Кто обитает на астральных планах и планах девов? Ра, астральные планы меняются в диапазоне от мыслеформ до просветленных существ, посвятивших себя обучению и учебе на более высоких астральных планах. Планы девов ближе к первичным искажениям любви дробь света. Выше этих планов есть и другие. Невидимые или внутренние планы третья и плотности населены теми, кто не имеет совокупностей ум дробь тела дробь дух, подобных вашей. Они не собирают химическое тело вокруг своих совокупностей ум дробь тела дробь дух. На верхних планах желание познавать общение с внешними планами существования уменьшается потому, что на этих планах происходит интенсивное изучение дробь обучения. 168 книга Урантии. Вопрос. Кто передал книгу Урантии? Ра, ее передал и от развоплощенных сущностей ваших земных планов, так называемых внутренних планов. Этот материал не одобрен советом. 140. Как работает перевоплощение, реинкарнация? Ра, иллюзия создается светом, или более уместно, но менее понятно, светом дробь любою. Свет обладает меняющимися степенями интенсивности. Духовная совокупность сущностей движется по спиралевидной линии света до тех пор, пока свет не становится слишком ярким. В этот момент сущность останавливается. Сущность может едва достигать третьей плотности, или может быть очень-очень близка к окончанию опыта третьей плотности. Ра. Некоторые сущности воплощаются автоматически, без какого-либо сознательного осознания процесса духовной эволюции. Они находятся под защитой хранителей. Это существ, которых вы называете ангелами. 120. Когда сущность начинает осознавать механизм духовной эволюции, этот механизм будет помещать ее в условия воплощения и обеспечивать уроки, необходимые для роста и выражения полярности до того, как происходит забывание. Единственным недостатком является то, что некоторые сущности будут пытаться выучить как можно больше за один опыт воплощения, поэтому интенсивность катализатора мешает сущности и не используется так максимально, как планировалось. 122. Как распределяются воплощения в физическое состояние? Ра, сущности, желающие получить критически необходимый опыт, чтобы пройти через процесс уборки урожая, имеют преимущество в воплощении перед теми, кто сильно сомневается в вероятности дробь возможности и нуждается в новом опыте в этой плотности. 169. Можем ли мы выбирать своих родителей? Вопрос. Когда воплощение перестает быть автоматическим, может ли сущность решать, когда она нуждается в воплощении в целях обучения? Выбирает ли она своих родителей? 194. Ра, да. Вопрос. Сейчас. Какой процент воплотившихся сущностей осуществляет свои выборы? Ра, около 54%. 194. Мы можем расти быстрее в третьей плотности, чем между воплощениями Ра. Это так. 113. Больше личной помощи доступно с внутренних планов. Джим Маккарти. Личные проводники и учителя с внутренних планов. Наши планеты обладают намного большей свободой действий в предложении личной информации. Обращайтесь к ним за чтениями здоровья и другими конкретными нуждами. Обращайтесь к внешним источникам с вопросами, которые превышают пределы пространства и времени. Если вопрос менее значим сейчас, чем 10 тысяч лет назад, это не универсальный вопрос. Книга 5 стр. 37. Физический проводник необходим для роста в каждой плотности, за исключением 8 вопрос, было ли физическое тело инструментом, разработанным для ускорения эволюции ума? Ра, более уместно было бы сказать, что физический проводник желтого луча – это необходимость, без которой совокупность ум-дробь-тело-дробь-дух не могла бы совершать эволюцию в любом темпе. Совокупность ум-дробь-тело-дробь-дух существует независимо от любого физического проводника. Однако чтобы развиваться, изменяться, учиться и проявлять Творца, физический проводник необходим в каждой плотности. Более точное описание – физические проводники позволяют рост. Книга 5 стр. 83. 8. Четвертая плотность для сущностей с позитивной ориентацией, что определяет, выпустят ли вас в четвертую плотность? Ра, для выпуска в четвертую плотность необходимо обладать способностью пользоваться, приветствовать и наслаждаться определенной интенсивностью белого света одного, единого бесконечного Творца. 71. Ра, это функция интенсивности фиолетового луча индивидуума. 103. Как выглядит четвертая плотность? Ра, подходящих слов не существует. Можно только сказать, как она не выглядит, и приблизительно, на что она похожа. Выше четвертой плотности наша способность описывать плотность становится более ограниченной, поскольку далее мы обходимся без слов. 74. Плотность пользуется видом двуногого тела, обладающим намного более плотным сознанием и большей полнотой жизни. Она не пользуется вашим тяжелым химическим проводником или телом. В четвертой плотности нет слов, если не выбирается их иметь. Каждый знает мысли и вибрации других. Это план сострадания и понимания печали. Третья плотность. Это план, стремящийся к мудрости или свету. Это план, где индивидуальные различия сохраняются, но автоматически гармонизируются групповым согласием. В себе и других людях нет дисгармонии. Если есть болезнь, она легко излечивается. 157 РАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА называет тело устройством для учения ума. Болезни, такие как рак, легко поддаются самоисцелению, как только индивидуум понимает механизм деструктивного влияния. 82 ра, 4 плотности забил состраданием. Сострадание это это недальновидность, если рассматривается с точки зрения мудрости. Это спасение третьей плотности, которая не сочетается с равновесием сущности. 95 необходимость потребления пищи учит терпению вопрос, похож ли физический ли проводник четвертой плотности на физический ли проводник третьей плотности? Ра, химические элементы разные, однако внешность одинакова. Вопрос, необходимо ли потреблять пищу? Ра, да. 103. Вопрос, означает ли это, что в четвертой плотности действует такой вид общественного катализатора, как необходимость работать, чтобы получить пищу? Ра, нет. Существо четвертой плотности желает служить, а приготовление пищи крайне упрощено благодаря существованию усиленного общения между сущностью и жизненно важными продуктами питания. Следовательно, работа для получения пищи не является значимым катализатором, но катализатор все же существует. Это необходимость употреблять пищу. Потребление пищи не считается важным для сущностей четвертой плотности, поэтому оно учит терпению. Вопрос, как оно учит терпению? Ра, прекращение служения другим достаточно надолго, чтобы усвоить пищу, призывает к терпению. 104. Совокупность общественной памяти это феномен четвертой плотности. 72. Ра, деятельность, осуществляемая в позитивной четвертой плотности, выполняется посредством совокупности общественной памяти. Совокупность общественной памяти проходит через медленные стадии, гармонично интегрируется и приходит на помощь тем, кто положительно ориентирован в меньшей степени и ищет помощи. Достигается все более и более интенсивное понимание или сострадание. Нарастание интенсивности происходит до тех пор, пока не будет приветствоваться надлежащая интенсивность света. Это уборка урожая четвертой плотности. 119. Вопрос, на какой стадии планета достигает состояние совокупности общественной памяти? Ра, когда вся группа сущностей обладает одной ориентацией или одним видом поиска. Тогда групповая память, недоступная отдельным индивидуумам и пребывающие в корне ума, становится известной общественной совокупности. Так создается совокупность общественной памяти? 119. Ра, когда группа совокупностей ум дробь тела дробь дух способна сформировать совокупность общественной памяти, все опыты каждой сущности доступны всей совокупности. 111. Сущность четвертой плотности обычно невидима для нас? Ра, по своему выбору, четвертая плотность невидима для третьей плотности. Однако четвертая плотность может становиться видимой для третьей плотности. Для этого сущности четвертой плотности приходится концентрироваться на достаточно трудном вибрационном оттерне или совокупности, которую вы ощущаете в третьей плотности. 126. Четвертая плотность обладает концепцией защищать любимых других яра. В четвертой плотности, плотности, изобилующей состраданием, сохраняется импульс защищать любимых других я. 48. Продолжительность жизни и длительность цикла. Ра, типичная продолжительность одного единого воплощения или жизни в гармоничной четвертой плотности приблизительно 90 тысяч ваших лет. 192. Какова в наших годах продолжительность цикла опыта в четвертой плотности? Ра, если сущности не удается пройти процесс уборки урожая раньше, цикл длится приблизительно 30 миллионов ваших лет. 103. Примечание. Помните, что цикл третьей плотности это 75 тысяч лет. 9. Четвертая плотность для негативной ориентации. Вопрос, не могли бы вы рассказать об условиях четвертой плотности для негативной или служащей себе планеты? Ра, условия негативной планеты в четвертой плотности включают непрерывное выравнивание и перевыравнивание сущностей в попытках сформировать доминирующие, оттерны совокупной энергии. Начало четвертой плотности это период самой интенсивной борьбы. Когда власть устанавливает порядок, и все боролись достаточно для того, чтобы убедиться, что каждый пребывает в уместном положении, в структуре власти начинается формирование совокупности общественной памяти. Телепатия и прозрачность мыслей четвертой плотности всегда используются во благо тех, кто находится на вершине структуры власти. 73-74. Ра, методы борьбы, используемые в четвертой плотности, скорее миндальные, чем проявляющие оружие. 123-x. Пятая плотность. Пятая плотность это плотность мудрости. Вопрос, выпуск, в пятую плотность это? Это функционирование фиолетового луча для всей совокупности памяти. Это так? Ра, да, хотя сущности пятой плотности могут выбирать учиться как совокупность общественной памяти или как совокупность ум дробь, тело дробь дух. Плотность мудрости очень свободная, а уроки сострадания ведут к мудрости, необходимой, чтобы иметь дело с другими. Я. 103. Сознательно принимается закон одного, единого. Ра, вибрация пятой плотности интенсивного белого цвета. Книга 2. Страница 50. Вопрос, чтобы развиваться, когда сущности необходимо сознательно осознавать закон одного, единого. Ра, в процессе уборки урожаи пятой плотности убираются те, кто принимает честь и обязательства закона одного, единого. 157. Амброзия потребляется, но не является катализатором вопрос. Полагаю, что в пятой плотности нет необходимости усваивать пищу. Это так? Ра, нет. Проводник нуждается в пище, которая может быть приготовлена мысленно. Это нектар или амброзия, или свет. Это суп из света золотисто-белого оттенка. 194. Вопрос, является ли питание тела катализатором для обучения? Ра, в пятой плотности комфортно тем, кто любит мысленно присоединяться к другим, чтобы вместе съесть суп. Они становятся едиными в свете и мудрости, соединяя сердце и руки в физической активности. Процесс становится скорее развлечением, чем катализатором для обучения. 105. Физическая внешность. Вопрос, похожи ли они на нас? Могут ли они сойти за земных людей? Ра, могут. Сущности именно такой природы наиболее часто встречаются в пятой плотности. Вопрос, полагаю, тот же самый ответ подходит и группе Ориона, не так ли? Ра, да. 22. Ра, в пятой плотности проявление физической совокупности происходит под все большим и большим контролем совокупности сознательного ума. Поэтому, сущность пятой плотности может растворять одно проявление и сотворять другое. 136. Свет это инструмент Ра, в пятой плотности свет выступает как видимый инструмент, как карандаш, которым вы пишете. 131. Ра пребывает в шестой плотности Ра, шестая плотность белая, с качеством золотистого. Такое качество возникает благодаря смешению мудрости и состраданию, изученному в четвертой плотности. 50. Ра, я пребываю в шестой плотности и настойчиво стремлюсь в седьмую плотность. Наша уборка урожая произойдет только по прошествии, приблизительно, 2-5 миллионов ваших лет. Мы стремимся быть готовыми к уборке урожая, когда она наступит для нашего континуума пространства-времени. Вопрос, готовитесь ли вы к уборке урожая посредством служения? Ра, да. 138 минус 139. Вопрос, не могли бы вы описать техники, используемые Ра в поиске направления служения? Ра, когда происходит передача концепции из плотности в плотность, многое теряется. А обсуждение шестой плотности неминуемо сильно искажается. Однако мы попытаемся ответить. Мы ищем Творца на уровне совместного опыта, и вы можете об этом знать. Вместо того, чтобы окружать себя светом, мы становимся светом. Наше понимание таково, не существует никакой другой материи, кроме света. Наши техники это это бесконечное, тонкое продолжение процессов балансирования, которые вы только сейчас начинаете ощущать. Мы стремимся к отсутствию полярности. Поэтому мы не призываем никакой внешней силы, ибо наш поиск удовлетворяется по мере того, как мы становимся светом. Дробь любовью и любовью дробь светом. Мы ищем равновесие между любовью и мудростью, что позволяет все больше и больше понимать, что мы можем приближаться к единству одного единого Творца, к чему мы все так радостно стремимся. 98.12. Седьмая плотность Ра, существо седьмой плотности, это это целостное существо, творец, знающий себя, накапливающий массу, духовную массу, и вновь соединяющийся с одним Творцом, преимущественно когда входит в восьмую плотность. 75. Ра, существуют черты седьмой плотности, которые, хотя и описаны нашими учителями, остаются для нас таинственными. Мы пережили большую часть доступного очищающего катализатора этой октавы, и наши учители тщательно работали с нами, чтобы мы могли стать одним со всем. Тогда будет завершено наше постепенное возвращение к великому единству Творения. 58.13. Самая высокая плотность это, восьмая вопрос, закон одного единого поистине универсален в сотворении последовательности движения в восьмую плотность во всех галактиках. Это так? Ра, да. Существует бесконечность форм, бесконечность понимания, но последовательность одна. 156. Ра, разумная бесконечность, становится разумной энергией, начиная с восьмой плотности. 141.14. Следующая октава начинается завершением восьмой плотности. Ра, восьмая плотность функционирует как начальная плотность или первая плотность. Следующая октава измерения. Вопрос. Вы говорите, что существует бесконечное число октав плотностей? Ра, мы не можем настаивать на твердом знании всех творений. Мы знаем только то, что они бесконечны. Мы предполагаем бесконечное число октав. Однако наши учители сказали, что существует окутанное таинством единства творения, в котором все сознание периодически сливается и начинается вновь. Мы понимаем, что оно циклично по природе. 15.15. Хроники Акаши Ра, разумная бесконечность, становятся разумной энергией, начиная с восьмой плотности. Эдгар Кейси пользовался этим проходом, чтобы рассматривать настоящие, не являющиеся континуумом, которые вы переживаете сейчас, а потенциальной совокупностью общественной памяти вашей планеты, то есть то, что вы называете хрониками Акаши или Залом Хроник. 141.16. Время дробь пространства действует в третье и плотности внутреннего плана примечания, преимущественно там, что также называется астральным планом. 141. Воплощение переносит вас из времени дробь пространства в пространство дробь время Раа. 142. Процесс воплощения включает переход из времени дробь пространства в пространство дробь время. 145. Во времени дробь пространстве искажение создается пребыванием в разных временах вопрос. Когда сущность проходит через опыт смерти в третьей плотности, она оказывается во времени пространстве. Не могли бы вы описать время-пространство? 158. Ра, в пространстве времени положение, в пространстве материальных объектов, существующих в визуальном поле одновременно, создает ощутимую иллюзию пространства. Во времени пространстве неодинаковость, то есть воспринимаемое различие, создается тем, что вы называете временем. Это свойство обуславливает относительную неосязаемость сущностей и опытов. Во времени пространстве частицы движутся быстрее скорости света. Ра, в вашей системе взглядов, каждая частица или корневая вибрация движется со скоростью, приближающейся к той, которую вы называете скоростью света. Во времени пространстве частицы движутся со сверхсветовыми, большими, чем скорость света, скоростями. Во времени пространстве все можно пересмотреть и простить. Ра, на этих метафизических планах есть много того, что вы называете временем, которое используется для просмотра и пересмотра всего, пережитого и выученного в предыдущем воплощении в пространстве времени. Крайняя текучесть всех этих планов позволяет постичь многое, что нуждается в усвоении, перед тем, как произойдет исцеление сущности. Каждая сущность помещается в некое неподвижное состояние в пространстве, подобно тому, как вас помещают в некое неподвижное состояние во времени, то есть в пространстве времени. Время не меняется, во времени, пространстве мы контролируем время, можем его останавливать, замедлять или ускорять. Остановка, замедление или ускорение времени помогают в процессе исцеления. Процесс включает полный просмотр опытов завершившегося воплощения на фоне общего опыта сущности, прощение себя за все неправильные шаги, предпринятые несмотря на указательные столбы, упущенные во время воплощения. И, наконец, скрупулезный выбор уроков для следующего воплощения. До тех пор пока сущность не сможет сознательно осознавать процесс пространства-времени и средства духовной эволюции, когда она будет сознательно принимать участие во всех решениях, все решения принимаются Высшим Я. 157 РА. В пространстве-времени невозможно определить течение событий выше воплощения, можно только корректировать текущие несбалансированности. С другой стороны, во времени-пространстве невозможно скорректировать любые несбалансированные действия, скорее воспринимать несбалансированность и, таким образом, прощать себя за их существование. Преимущество времени-пространство – это плавное развитие общего представления. Преимущество пространства-времени в том, что, работая в темноте с крошечной свечой, можно корректировать несбалансированности. 158 Время-пространство обладает своей структурой и законами Ра, время-пространство не более однородно, чем пространство-время Оно это такая же сложная и завершенная система иллюзий, танцев и паттернов, как и пространство-время, и также структурирована в систему, которую вы бы назвали естественными законами 152-мя каждая планета с сущностями в третьей плотности обладает соответствующим временем-пространством Вопрос, происходят ли процессы, о которых мы говорим на многих планетах нашей галактики Млечный Путь, или они происходят на всех планетах? Ра, эти процессы происходят на всех планетах, которые породили такие подлагосы, как ваш 158 Во времени-пространстве все происходит одновременно Ра, во времени-пространстве, которое также велико для ваших я, как и ваше пространство-время, все происходит одновременно И, как в вашей географии, есть города и деревни, которые также суетятся, такие же живые и также заполнены сущностями, одновременно спешащими по своим делам. То есть, это я во времени-пространстве. 150 примечаний, важно помнить это, Ра определяет каждое измерение, как обладающие компонентами, как пространства-времени, так и времени-пространства. 15. Галактики определения. Логос это творец галактического уровня. Творец всех звезд в конкретной галактике. Он определяет естественные законы физики для этой галактики, устанавливает особенности характера, архетипов глубинного ума и форму сознания для выражения себя, такую как человеческую телесную форму, шаблон для всей эволюции в этой и соседних галактиках. Под Логос это сущность, чьим физическим телом является звезда эта творец планетарного уровня. Творец всех планет в конкретной солнечной системе. 1. Каждая галактика сотворена отдельным Логосом. Ра, Логос сотворяет то, что вы называете звездной системой, или Логос может сотворять миллиарды звездных систем, галактику. Существует много разных сущностей Логосов или творений. 13. Вопрос. Сколько творений было создано Логосом, сотворившим эту планету? Ра, этот планетарный Логос очень силен, в его творении приблизительно 250 миллиардов звездных систем, таких как ваша. 13. Вопрос. Я верю, что одни планеты быстрее развиваются в более высокую плотность, другим требуется намного больше времени. Не могли бы вы пояснить это развитие? Ра, для отражения Я-Творца, конкретный Логос вашей главной галактики в основном использовал уплотнившуюся материю. Наряду с этим существует большая часть вашей галактической системы, не обладающей развитием, о котором вы говорите, а живущая духовно, как часть Логоса. Для этих сущностей, то есть планет, на которых обитает сознание, установлены разные периоды времени, необходимые для достижения более высоких плотностей сознания. 24. Второй. Пространство возле центра галактики прибывает в более продвинутой фазе. Вопрос. Означает ли это, что звезды, находящиеся ближе к центру галактики, не имеют планет? Ра, нет. Логос распределил себя по всей вашей галактической системе. Однако континуумы времени и пространства некоторых из ваших центральных солнечных систем намного более продвинуты. 29. Вопрос. Не могли бы вы сказать, существует ли в центре этой галактики большая духовная плотность или качество? Ра, духовная плотность или масса тех, кто находится ближе к центру галактической спирали, объясняется разными безвременными состояниями, в период которых планетарные сферы могут уплотняться? 29. Третье. Некоторые галактики имеют больший процент негативных уборок урожая. Ра, были логосы с большим процентом негативных уборок урожая. Это логосы, предложившие нейтральный фон в противоположность полярности. Ваш логос выбрал этого не делать, а позволить, чтобы большее количество любви и света бесконечного творца было видно внутри и снаружи, и доступно тем, кто находится под его опекой в эксперименте. 141. Четвертый. В нашей галактике позволяется общение с более высокими сферами, такими как Раа. Вопрос. Создавал ли логос какие-либо другие планы с целью эволюции своего пути посредством плотностей? Раа. Еще один. То есть проницаемость плотностей такова, что между ними может происходить общение. 141. Пятый. Логос. Творец галактики, делит себя на других индивидуализировавшихся творцов. Вопрос. Поскольку в нашей галактике существует много индивидуализировавшихся частей сознания, делился ли логос на более индивидуализировавшиеся части сознания для сотворения этих сознаний? Раа. Да. Представляется, что если бы пути разумной энергии для большой системы сотворялись одним логосом, не было бы необходимости вывода дальнейшей дифференциации на подлогосы. То есть, до некоторых пределов, все обстоит именно так. 146. Взаимодействие раз с другими галактиками. Вопрос. Сейчас мы живем в галактике Млечный Путь, обладающей примерно двумя стами миллиардами звезд, и знаем, что миллионы и миллионы галактик разбросаны в том, что мы называем пространством. Согласно информации Раа, могу ли я предположить, что число этих галактик бесконечно? Раа. Именно так, и это очень важное положение. Вопрос. Существует концепция, что все мы едины. Это так? Раа. Вы проницательны. Вопрос. Тогда какую часть этих галактик знает Раа? Исследовал ли Ра сознание во многих других галактиках? Раа, нет. Вопрос. Исследовал ли Ра или знает ли Ра какие-либо другие галактики? Путешествовал ли Ра в той или иной форме в любую из этих галактик? Раа, мы открыли свои сердца для излучения любви ко всему творению. Приблизительно 90% творения на некотором уровне осознает посылание любви и способно отвечать. Все бесконечные логосы едины в сознании любви. Мы наслаждаемся таким видом контакта, а не путешествием. 59. 7. Ра помогал разным подлагосам, звездным системам в галактике. Вопрос. Каковы пределы путешествий Ра в смысле исследования или наблюдения за деятельностью в разных местах? Только эта галактика, если так, то сколько мест в этой галактике? Раа. Хотя по желанию мы могли бы передвигаться по творению в пределах этого логоса, скажем галактике Млечный Путь, мы пришли туда, куда нас призвало служение. Эти места локальны и включают в себя Альфа Центавра, планеты вашей солнечной системы, Цефии и Зета Ретикули. Будучи призваны, мы пришли в эти подлагосы. 59 минус 60 вопрос. Эти призывы пришли из трех ей плотности или из каких-то других плотностей? Раа. По большей части из других плотностей. Однако в случае вашего солнца призыв исходил из трех ей плотности. 63 вопрос. Из этого следует, что Раа никогда не уходил в одну из других главных галактик. Это так? Раа. Да. 68. Знание Раа о других галактиках. Вопрос. Знает ли Раа какую-либо другую главную галактику или другие сознания в этой галактике? Раа. В нашу совокупность общественной памяти входят те, кто становились странниками в других главных галактиках. Поэтому мы знаем и другие галактики, поскольку не существует предела в путешествии тех, чья совокупность ум, дробь, тело, дробь, дух уже кристаллизовала Вселенную в одном месте. Вопрос. Знаком ли Раа с архетипическим умом, то есть базовая структура ума, другого логоса, не того, который ощущаем мы? Раа. Есть части Раа, служившие странниками для другого логоса. Обретался опыт исследования колебаний, интеллектуальных и интуитивных способностей. Сто тридцать девять девятый. Все бесконечное число галактик пребывает в этой октаве. Вопрос. Все галактики, бесконечное число галактик, которые мы только начали осознавать посредством телескопов, находятся в одной и той же октаве. Это так? Раа. Да. Шестьдесят шестнадцать. Планеты в нашей галактике первые. Сколько обитаемых планет? Вопрос. Сколько планет в нашей галактике обитаемы? Раа. Приблизительно одна пятая всех планетарных сущностей обладает осознанием одной или более плотностей. Сто пятьдесят четыре. Примечание. Раа говорит, что на одна пятая планет обитают сущности той или иной плотности. Вопрос. Происходят ли процессы, о которых мы говорим на многих планетах нашей галактики Млечного Пути, или они происходят на всех планетах? Каков процент? Раа. Эти процессы происходят на всех планетах, порожденных под Логосом, более точно под под Логосами, таким как ваш. Процент населенных планет это приблизительно десять процентов. Вопрос. Сколько процентов звезд обладают планетарными системами? Раа. Приблизительно тридцать двух процентов звезд обладают планетами, какими вы их знаете? Еще шесть процентов звезд имеют некий вид кластерной материи и обитаемы в некоторых плотностях. Сто пятьдесят восемь второй. Сколько обитателей похожи на нас? Вопрос. Если бы вы привели сущность третьей плотности с какой-то другой планеты на нашу планету, сколько, насколько знает Раа, процентов выглядели бы как сущности Земли и оставались бы незамеченными в толпе? Раа, возможно пять процентов. Сто тридцать шесть. Вопрос. Каков процент тех, кто достаточно похож на нас, чтобы мы считали их людьми, даже несмотря на то, что они немного отличаются от нас? Раа, возможно, тринадцать минус пятнадцать процентов. Сто тридцать семь примечаний. Важно помнить, что Раа обсуждает все творения, а не только Млечный Путь и соседние галактики, выбравшие гуманоидную форму. Третье. Сколько планет обладает осознанием? Вопрос. Сколько планет в этой звездной галактике обладают осознанием, невзирая на плотность? Раа, приблизительно шестьдесят семь миллионов. Четвертый. Какой плотности они относятся? Вопрос. Каково процентное соотношение разных плотностей? Раа. Первая плотность это семнадцать процентов. Вторая плотность это двадцать процентов. Третья плотность это двадцать семь процентов. Четвертая плотность это шестнадцать процентов. Пятая плотность это шесть процентов. В общей сумме это восемьдесят шесть процентов. Остальная информация должна быть изъята. Пятый. Все ли они движутся вперед, используя закон одного, единого? Вопрос, из планет с первыми тремя плотностями, все ли они движутся вперед, из трех ей плотности, посредством знания и применения закона одного, единого? Ра, да. 154 шестой. Сколько негативных? Вопрос, каков процент негативно поляризованных, то есть сущностей, ориентированных на служение себе? Ра, подчиняясь закону запутывания, мы не можем ответить на этот вопрос. Можем только сказать, что негативно ориентированных сфер намного меньше. 154 седьмой. Сколько негативных уборок урожая? Ра, среди планетарных уборок урожая приблизительно 10% это негативные, приблизительно 60% это позитивные, остальные 30% это смешанные, при этом почти все убранные в смешанном урожае, позитивные. Почти неизвестно, чтобы большая часть уборки урожая была негативной. Когда планета движется только в негативную сторону, практически невозможно убрать урожай позитивной поляризации. Вопрос, почему в этом случае почти нет возможности? Ра, способность к позитивной поляризации требует определенной степени самоопределения. 109-8. Наша планета полая? Ра, вы можете сказать, что ваша сфера обладает ячеистой природой, однако центр твердый, если бы вы назвали таковым расплавленное состояние, преимущественно расплавленное железо. Вопрос, живут ли в ячейках сущности третьей плотности? Ра, одно время это было так. Но не сейчас. 69-17. Некоторые планеты в нашей галактике были сотворены без полярности первая. Планеты с райским садом как видом существования не обладают никакой негативной полярностью, свободно его ли отсутствуют? Потому что некоторые выборы невозможны вопрос, возможно ли, чтобы работа в нашей плотности выполнялась при условии, если бы все подлагосы выбрали одинаковую полярность для конкретного выражения логоса, галактического творца? Предположим, что наше Солнце обладало бы только положительной полярностью. Реально ли на этой основе работать в четвертой или более высоких плотностях? Ра, насколько мы знаем, такие условия возможны только при отсутствии свободной воли. 21-ой не было завесы беспамятства Ра, были логосы, которые выбрали план духовной эволюции посредством плотности и без изначального использования свободной воли. 21. Вопрос, работало ли для сущностей, которые знали только ориентацию на служение другим завесы беспамятства, блокирующие знания о предыдущих воплощениях? Ра, нет. 27. Прогресс в третьей и четвертой плотностях был крайне медленным Ра, в такой череде плотностей вы обнаружите крайне долгую тремью плотность, по вашим меркам времени, то же самое будет относиться и к четвертой плотности. 28. Затем, когда сущности начнут видеть Творца, пойдет очень быстрый процесс по направлению к восьмой плотности. 29. Это происходит благодаря тому, что тех, кто не знает, не волнует их незнание. 29. Двадцатьконечный дар Творцу не обладал качеством Ра, логосы, чьи творения не обладали свободной волей, по ощущениям логосов, не принесли Творцу такое качество и разнообразие ощущений себя, как те логосы, которые вели в свои творения свободную волю. 21. Какими были эти общества? Вопрос. До процесса беспамятства не существовало никакой иной концепции, кроме поляризации на служение другим. Какой вид обществ развивался при таком условии? Ра. Это был самый скучный опыт, в котором уроки изучались со скоростью черепахи по сравнению со скоростью гепарда. 67. Ра. Когда кто-то обитает в том, что можно рассматривать как состояние непрерывного вдохновения, даже самым развитым обществам не хватает воли, высокого духа или удовольствия. 68. Ра. Общества, не осуществлявшие намеренного порабощения одних ради блага других, не предоставляют возможности для того, чтобы все рассматривалось как одно. Поэтому, для создания разных опытов в том, что вы можете называть правительственными структурами, требуется некоторая дисгармония. 75. Почему они не могли развиваться быстрее? Первое. Они не демонстрировали сильную любовь или служение другим. Вопрос. Почему они испытывали трудности в служении другим, в степени, необходимой для уборки урожая, если существовала только одна полярность? 76. Ра. Рассмотрите состояние тех, кто божественно счастлив, как вы называете это искажение. У них мало стремления изменять или улучшать свои условия. У них есть возможность любить других и служить другим, а также глубокое осознание Творца в себе. Связь с Творцом это эта пуповина. Всеобщая безопасность. Поэтому любовь не так уж и важна, боль не так уж и пугает, то есть, не совершается усилия служить другим или из страха не извлекается польза. 69. Второе. У них были проблемы с преодолением барьера между плотностями. Вопрос. Вы везде говорите, что условия быть убранными в процессе уборки урожая. В четвертую плотность. Это поляризация больше 50% на служении другим. Существовало ли такое условие до завесы? Ра. До процесса завесы движение через плотности происходило так. Сущность проходила через ряд ваших ступеней, каждая из которых обладала определенным качеством света. Ступени, на которых сущность останавливалась, были либо светом третьей плотности, либо светом четвертой плотности. Между этими двумя ступенями был порог. Пересечь этот порог очень трудно. В конце каждой плотности существовало, скажем, сопротивление. 70-73 происходило очень незначительное развитие веры или воли. Ра, чтобы ищущая сущность могла пересечь порог третьей плотности, должны быть поняты, взращены и развиты возможности веры или воли. Сущности, не выполняющие внутренние работы, не пересекут барьер, какими бы они ни были привлекательными или милыми. Именно в такой ситуации оказались логосы до процесса завесы. 71-4 катализаторы были неэффективны. Утверждение до процесса завесы, то, что мы называем катализатором после создания завесы, не было катализатором потому, что неэффективно создавала полярность. То, что мы называем катализатором, рассматривалось скорее как опыт одного единого творца и не рассматривалось как нечто, созданное другими сущностями. 176 между воплощениями был просмотр, но не совершалось исцеление. Вопрос, на астральном плане, между физическими воплощениями, сущности нашей планеты, проходит через процесс просмотра и исцеления. Существовал ли этот процесс до завесы? Ра, поскольку не было вреда, не было и необходимости в исцелении. 69 вопрос, до завесы, в период просмотра воплощения, осознавали ли сущности, что все, что они пытались сделать, достаточно поляризоваться для уборки урожая? Ра, да. Вопрос, тогда я полагаю, что, когда сущность воплощалась в третье и плотности, осознание каким-то образом уменьшалось, хотя и не было завесы. Ра, это очевидно. Вопрос, я полагаю, что условие наличия безграничного осознания творца присутствовало во всем спектре опыта, будь то между воплощениями или в период воплощений. И что сущности просто не проявляли желание создать поляризацию, необходимую для уборки урожая? Это так? Ра, вы начинаете постигать ситуацию. 70. Второй. Планеты с только положительной поляризацией находятся возле центра галактики. Вопрос, движение эволюции шло из центра наружу. Краю галактики. На ранних стадиях эволюции этой галактики, первое искажение, свободной воли, не распространялось вниз до уровня подлогоса, их Солнца, просто потому, что о нем не думали или не ощущали. Распространение первого искажения, создающего поляризацию, происходило в том, что мы бы назвали поздним временем, поскольку эволюция двигалась вовне из центра галактики. Это так? Ра, да. 26 вопрос, паттерн, в котором центральные Солнца не обладали негативной полярностью, также обнаруживался и в других больших галактиках, которые исследовались странниками, относящимся к Ра. Это так? Ра, да. 61. Примечание к части 5, слово эффективности абсолютно свободной воли будет распространяться и на другие галактики. Поскольку Творец уже хорошо осознавал путь своего развития, идея создания завесы между сознательными и подсознательными аспектами ума, тело и духа рассматривалась как идея, обладающая огромной эволюционной значимостью. Посредством эффекта Сота и Обезьяны, решение создать завесу распространилось почти сразу же на все творения. Третье. Концепции полярности. Следствие введения полярности нельзя было представить до тех пор, пока не было получено ответа на вопрос, не выбирали ли логосы, использующие эволюцию, только одну полярность это путь служения себе. Ра, те, кого вы бы назвали ранними логосами, которые в качестве основы выбрали отсутствие свободной воли, без всяких исключений, выбирали путь служения другим. Сагу полярности, ее следствия и ограничения нельзя было представить до тех пор, пока они не пережились и не исследовались. Вопрос. Логосы, не выбиравшие путь свободной воли, не выбирали его только потому, что не постигли его значения. Позже логосы сочли этот путь с проявлением или ростом за счет расширения первого искажения. Это так? Ра, да. 22. Вопрос. Начиная эволюционный процесс в этой галактике, центральные солнца нашей галактики создали условия для очищения сознания посредством плотности, через что мы и проходим. Однако они не постигли поляризацию сознания, это поляризацию служения другим против поляризации служения себе. Это верно? Ра, да. 28 имелся ли какой-то предварительный опыт в направлении логосов? Вопрос. Я полагаю, что логосы в центре галактики хотели создать систему опыта для одного единого творца. Начинали ли они без предварительного опыта или информации о том, как это сделать? Ра, в начале этого творения или октавы имелась информация, полученная в результате уборки урожая предыдущей октавы. Относительно предыдущего творения мы знаем столько же, сколько и о будущей октаве. 26 минус 27 перенесена ли концепция полярности из предыдущей октавы? Вопрос. Была ли концепция полярности, в смысле полярности служения другим или полярности служения себе, перенесена из предыдущей октавы? Ра, существовала полярность, в смысле наличия ведущего и ведомого. Полярности вида служения другим или служения себе не существовало. Вопрос. В нашей октаве опыта у нас есть концепция семи плотностей вибрации, или сознания, где эволюционный процесс происходит за счет прохождения через последовательные плотности. Перенесена ли эта концепция из предыдущей октавы существования? Ра, в пределах нашего скромного знания, пути октавы существуют без использования концепции времени. То есть семь плотностей каждого творения бесконечны. 28.4. Введение полярности. Полярность возникает в результате расширения первого искажения, свободной воли. Вопрос. В исходном плане эволюции логосы не распространяли первое искажение на продукт своих творений. В какой-то момент первое искажение расширилось, и возникла первая поляризация служения себе. Это так? Ра, логосы всегда воспринимали себя как предложение свободной воли под логосом, о которых они заботились. Под логосы, творцы планет, обладали свободой исследовать и экспериментировать с сознанием, опытами тела и ощущениями просветления духа. 29. Вопрос. Была ли завеса или потеря сознательной памяти обо всем, происходящем до воплощения, первичным инструментом для расширения первого искажения? Ра, это был первый инструмент. 38. Обе полярности появились одновременно вопрос, когда впервые проводился эксперимент с процессом завесы, привел ли он к появлению поляризации служения себе? Ра, раньше, если мы можем пользоваться этим термином, логосы одновременно сотворяли сущности, ориентированных как на служение себе, так и на служение другим. Однако процесс уборки урожая этих сущностей произошел не одновременно, поэтому начались очистки архетипов. 42. Примечания из видения. Архетипический ум – это ум логоса, шаблон, используемый для актотворения и средства, с помощью которых мы развиваемся умом, телом и духом. 1. Познание добра и зла. Ра, например, рассмотрите относительную гармонию и меняющиеся качества существования одного единого из ваших первобытных племен. Сущности обладают концепцией законности и табу, но закон не меняется, и все события предопределены. Концепции правильного и неправильного, хорошего и плохого не существует. Это монохромная, бесцветная культура. 21. Люцифер – это не дьявол. Ра, в этом контексте вы можете видеть. Тот, кого вы называете Люцифером, на самом деле принес свет познания добра и зла, пронизывающие сущности этого логоса, творца галактики. Он принес свет из райского условия постоянной удовлетворенности и создал импульс двигаться, работать и учиться. 20 примечаний. Другими словами, присутствие негативных сил является катализатором роста, предлагая знания полярности и зла. Создавая такую интенсивную борьбу и трудность, сила Люцифера стимулировала желание изменения и роста в гармоничных, но медленно развивающихся культурах. Наш логос включил в свой план полярность вопрос, тогда, планировал ли полярность наш конкретный логос и знал ли о ней все до планирования. Ра, да. 22 свободной воли предоставляется в полном смысле этого слова. Ра, первый логос, прививший своему подлогосу то, что сейчас вы рассматриваете как свободную волю в полном смысле этого слова, пришел к своему решению после глубокого изучения того, что мы называем указателями. Логос предложил уму, телу и духу стать совокупностью, то есть обладать расщепленным умом или завесой, и иметь указатель, который балансировал бы все катализаторы. Чтобы указатель стал тем, чем не является, он должен быть наделен свободной волей Творца. 29. Усиливало ли свободная воля магическую способность? Вопрос. До расширения свободной воли был бы магический потенциал в конце четвертой плотности так же велик, как сейчас в конце четвертой плотности? Ра, если мы можем пользоваться этим неправильным термином магии, магический потенциал третьей и четвертой плотности был намного больше, чем после введения завесы. Однако до введения завесы, желания или воли пользоваться этим потенциалом были намного меньше. Вопрос. Почему меньше? Ра, магическая способность это это способность сознательно пользоваться так называемым бессознательным. Поэтому до введения завесы магическая способность была максимальной. 43. Пятый. Слово эффективности абсолютно свободной воли будет распространяться и на другие галактики вопрос. Когда первый эксперимент оказался эффективным, во всей октаве установился некий вид общения. Знание о нем быстро распространилось, и было подхвачено братскими галактическими спиралями. Это так? Ра, да. Осознавать природу такого общения, это значит, осознавать природу логосов. Большая часть того, что вы называете творением, никогда не отделялась от одного единого логоса этой октавы и пребывает в одном бесконечном творце. Общение в таких условиях, это это общение клеток тела. То, что известно одному, знают все. 62. 18. Система Сириуса и равновесие первое. Сущности третьей плотности развились из деревьев. Вопрос. Развилась ли совокупность общественной памяти звезды Сириус из деревьев? Ра, это близко к истине. На планете, носящие, ими пёс, созревшие формы второй плотности и прошедшие уборку урожая в трию, плотность были близки к деревьям, какими вы их знаете. 72. Второй. Они должны медитировать на враждебные действия. Вопрос. Поскольку при созревании военные действия невозможны, обладали ли они преимуществом при переходе из двухой плотности в трёх ю за счёт отсутствия расовой памяти войны? Следовательно, развивались ли они более гармонично и с ускоренной эволюцией? Ра, да. Однако, чтобы стать сбалансированными и правильно начать поляризацию, необходимо исследовать движение всех видов, особенно воинственные. Вопрос. Были ли опыты враждебных действий, извлеченные ими преимущественно из памяти Чарли Хексона или из войны между собой? Ра, из памяти Чарли Хексона. Сущности этого наследия сочли бы почти невозможным сражаться. Изучение всех видов движений происходит в форме медитации, потому что их повседневная активность совершается на уровне того, что вы бы назвали медитацией. Всё должно быть сбалансировано посредством медитации, аналогично тому, как ваши сущности нуждаются в постоянных моментах медитации, чтобы сбалансировать свои действия. 72 минус 73 третий. Они передвигаются, не двигая нижними конечностями. Вопрос. Чарли Хиггсон рассказывал, что они передвигаются, не двигая нижними конечностями. Является ли такое движение функцией Юма, каким-то образом связанного с магнитной активностью планеты? Ра, в основном да. Электромагнитное явление, которое контролируется мысленными импульсами слабоэлектрической природы. 73 вопрос. Могли ли мы видеть их корабль, и сделан ли он из материи третьей плотности, как этот стул? Ра, да. 19. Солнце первое. Иерархия творцов. Логос сотворил Солнце. Солнце сотворило планеты. Помните, что Логос это-это творческий принцип. Бог-творец. Вопрос. Является ли наше Солнце физическим проявлением под Логоса? Ра, да. 18. Вопрос. Планетарная система нашего Солнца. Со всеми своими плотностями, это-это суммарный опыт нашего Солнца, как под Логоса. Это так? Ра, да. 23 вопрос. Существуют ли в нашей планетарной системе под под Логосы, подчиненные Солнцу, и на творческом уровне находящиеся ниже Солнца? Ра, да. Вопрос. Не могли бы вы привести пример того, что я называю под под Логосом? Ра, один пример это-это ваша совокупность ум, дробь тела, дробь дух. Вопрос. Тогда каждая сущность была бы одного, единого вида с под, или под под Логосом. Это так? Ра, да. Все творения живое. 18. 2. Чтобы двигаться вперед, Солнцу не нужны ни уроки, ни плотности вопрос, обладает ли под Логос, такой как наше Солнце, метафизической позитивной или негативной полярностью? Ра, не в том смысле, в каком вы пользуетесь этим термином, благодаря использованию свободной воли, сущности планетарного уровня обладают силой разумной бесконечности. Творения одного, единого бесконечного Творца не обладают полярностью, о которой вы говорите. 18. Вопрос. Обладает ли плотностью само Солнце? Ра, под Логос, ваше Солнце, пребывает во всей октаве и не является сущностью, исследующие опыты, учиться или учить сущностей, таких как вы. 18. Восемьдесят шесть третьей. Солнце рассматривается таким, какое оно на самом деле, только в четыре. Седьмой плотностях вопрос, могу ли я рассматривать Солнце, как сущность? Ра, можете, но не в рамках третьей плотности пространства времени. 110. Ра, метафизически, Солнце достигает четыре. Седьмой плотностей, благодаря растущим способностям сущностей этих плотностей, постигать живое творение и природу другого я солнечного тела. Поэтому в шестой плотности Солнце могут посещать и населять сущности, пребывающие во времени и пространстве. Более того, момент за моментом Солнце частично создается процессами деятельности сущностей шестой плотности, посещающих его. 85. Четвертый. Солнечный свет производится уровнем шестой плотности. Вопрос, не могли бы вы объяснить, как сущности шестой плотности сотворяют Солнце? Ра, в этой плотности некоторые сущности, способами размножения которых является слияние, могут выбирать осуществлять эту часть опыта, как быть телом Солнца. Следовательно, о воспринимаемом вами свете вы можете думать как о потомстве родительского выражения этой любви шестой плотности. 85-86-20. Черная дра и великое центральное Солнце первое. Гравитация Ра, метафизическая и физическая неразделима. Ра, гравитация или сила притяжения, которую вы также описываете как силу внешнего давления по направлению к Творцу, духовно больше относится к сущности, которую вы называете Венерой, благодаря большей степени ее успеха в поиске Творца. Когда все творения в своей бесконечности достигло духовной гравитационной массы достаточной природы, новое творение бесконечно сливает свет поиска и обнаружения источника, заканчивая творение. Затем начинается новое творение, которое вы рассматриваете как черную дыру, с условием бесконечно большой массы в нулевой точке, из которой нельзя увидеть свет. 29.2. В черной дыре все пребывают в единстве с Творцом. Вопрос. Тогда черная дыра это эта точка, в которой окружающая материя преуспела в соединении с Творцом. Это так? Ра, да. Черная дыра, которая проявляется в третьей плотности, это эта физическая совокупность проявлений духовного или метафизического состояния. 20-21.3. Черная дыра становится великим центральным Солнцем. Вопрос. Белый свет содержит опыты всех плотностей. Входя в восьмую плотность, мы входим в черную дыру, которая становится другим Логосом или Солнцем и начинает другую октаву опыта. Не могли бы вы это прокомментировать? Ра, метафизически говоря, чернота черной дыры это эта концентрация белого света, систематически поглощающаяся вновь в одного единого Творца. Проглощение в одного единого Творца продолжается до тех пор, пока вся бесконечность творения не достигнет достаточной духовной массы, чтобы вновь сформировать все формы. Великое центральное Солнце разумной бесконечности ожидает потенциальности свободной воли. Следовательно, преобразование октавы это это процесс, который можно рассматривать как вхождение в безвременье невообразимой природы. Попытка измерять его мерками вашего времени была бы бесполезна. Поэтому концепции движения через черную дыру духовного гравитационного колодца и немедленное вхождение в следующую октаву упускают под концепцию этого процесса это безвременье. 79.4. Что такое духовная масса? Ра, духовная масса это это то, что начинает притягивать движение наружу и внутрь вибрационных колебаний бытия в гравитационный колодец Великого Центрального Солнца, Сердцевину или Творца Бесконечных Вселенных. 69-70 изменений 21. Грядущие изменения на Земле первое. Наша дисгармония влияет на Землю. Ра, когда вся планетарная система людей и культура в крупном масштабе непрерывно ощущает дисгармонию, Земля под ногами этих сущностей начнет резонировать с этой дисгармонией. 68 примечаний. Это всегда понимали учения Древнего Востока. Считалось, что тайфуны, ураганы и землетрясения возникают как результат дисгармонии людей. Ра, в случае смешанной уборки урожая всегда существует дисгармония. Она прибавляет катализатор в форме, как вы это называете, изменений Земли. Желание конфедерации это служить тем, кто, благодаря прибавлению катализатора, ищет более интенсивно. Мы не ищем успеха, пытаясь увеличить число людей, которые пройдут процесс уборки урожая, ибо это было бы неуместно. Мы это слуги. Если нас призовут, мы будем служить изо всех сил. Считать число людей, то есть людей, которые пройдут уборку урожая, это не добродетель. 109.2. Приблизительно в 2011 году Земля станет планетой четвертой плотности. Ра, эта сфера не совершила легкий переход к манящим ее вибрациям. Следовательно, ей придется столкнуться с некоторым неудобством. Это неудобство, то есть, дисгармония людей, вызывающая изменения Земли, началось на сколько ваших лет назад? Не ослабевая, оно продлится приблизительно 30 ваших лет. Вопрос. Через 30 лет эта планета станет планетой четвертой плотности. Это так? 1980 плюс 30 равно 2011. Да. Дробь этот сеанс проводился в январе 1981 года. Дробь 93. Вопрос. Для развития населения нашей планеты имеет в своем распоряжении лишь определенное количество времени. Обычно оно делится на 325 тысяч летних цикла. В конце 75 тысяч лет развивается сама планета. Почему в каждом цикле такое точное количество лет? Ра, живой поток жизни, сотворяет ритм, который также неизбежен, как и ритм ваших единиц времени. Разумная бесконечность предлагает способ измерения времени. Проход от разумной энергии к разумной бесконечности открыт, независимо от способа измерения времени. 105 примечаний. Конкретная информация, подтверждающая научную достоверность утверждения Ра, содержится во второй и третьей книгах Уилкака. Обсуждаемые временные циклы весьма реальны и наблюдаемы, а конечная дата, приблизительно 2011 год, синхронизируется с календарем. Майя это древней и очень точной системой измерения цикла. Третье. Сама Земля движется в более высокий вибрационный паттерн Ра. Четвертая плотность это это вибрационный спектр. Ваш континуум времени пространства спиралевидно закрутил в эту вибрацию вашу солнечную систему. Сама планета, посредством электромагнетизма, будет вынуждена выравнивать вихри восприятия втекающих космических сил, выраженные в виде паутин вибраций, так, что Земля станет намагниченной четвертой плотностью. Процесс протекает с некоторым неудобством, благодаря энергиям мыслеформ ваших людей, искажающих упорядоченные структуры энергетических, паттернов в спиралях энергии Земли, что сопровождается ростом энтропии и бесполезного тепла. Это вынуждает вашу планету создавать разрывы во внешнем покрове, пока она надлежащим образом намагничивается для четвертой плотности. Оставшиеся в четвертой плотности на Земле будут обладать позитивной ориентацией. 160. Вопрос, существует ли циферблат, связанный со всей огромной галактикой так, что, пока она вращается, он переносит все звезды и планетарные системы из одной плотности в другую? Так ли это работает? Ра, вы проницательны. Вы можете представить трехмерный циферблат, наложенный на пространство, или спираль бесконечности, спланированную логосом для этой цели. 95. Примечание, другими словами, фоновая энергия нулевой точки, образующая всю Вселенную, обладает разными уровнями плотности, которые мы интерпретируем как «разные измерения». Об энергии вибрируют в гармоническом изонансе. Вибрации обладают неподвижным и подвижным компонентами. Неподвижный компонент был бы представлен трехмерным циферблатом, на который указывает Ра. То есть очень устойчивой, гармоничной стоячей волной, созданной существованием самой галактики. Подвижным компонентом были бы звезды и планеты. Поскольку они проходят через разные области плотности в стоячей волне гармоничной энергии нулевой точки, соответственно будут сдвигаться и уровни их плотности. Подвижный компонент совершается в точных гармонических интервалах времени, которые Ра называет 25 тысяч летними циклами. Уилкок продемонстрировал их существование на общегалактическом уровне. Ра, дух, переносит этот материальный мир в то, что бесконечно и вечно. 53. Четвертый. Какова продолжительность этих циклов? Ра, один главный цикл длится приблизительно 25 тысяч, ваших лет. 92 примечания. Самый легкий физический метод измерения этого цикла это естественные колебания земной оси, известные как прицессии, для завершения которой требуется 25. 920 лет. Представляется, что это колебание непосредственно контролируется прохождением Солнечной системы через меняющуюся энергетическую плотность дробь области напряжения. Ра, существует три цикла такой природы. Те, кто достаточно развился, могут быть убраны в конце любого из трех главных циклов. После завершения трех циклов, 75 тысяч лет, убираются все, независимо от успеха в продвижении, поскольку в это время сама планета прошла через полезную часть этого измерения и начинает переставать быть полезной для более низких уровней вибрации в этой плотности. 93.5. По завершению цикла происходит 20 градусов сдвиг планетарной оси. Вопрос. Когда планетарная ось будет выравниваться по новым, сдвинется ли она на 20 градусов к северу, востоку, чтобы приспособиться к зеленой вибрации? Ра, есть признаки того, что это произойдет. Сказать конкретнее мы не можем. 92 минус 93 дробь, поэтому вопросу пояснений больше не дается дробь. 22. Уборка урожая планеты Земля первая. Как насчет уборки урожая 50 тысяч лет назад, конец первого цикла? Ра, никто не был убран. Второй. Как насчет уборки урожая 25 тысяч лет назад, конец второго цикла? Ра, в то время урожай был крайне мал и состоял из сущностей с сильным искажением в сторону служения тем, кто был вынужден повторить главный цикл. Утверждение. Сущности, которые могли быть убраны в четвертую плотность, выбрали остаться здесь, в служении населению планеты. Ра, да. Были убираемые сущности, выбравшие такой способ вхождения в четвертое измерение. 138 вопрос. Развилась ли какая-либо великая цивилизация во втором 25 тысяч, в главном цикле? Ра, ни одна из цивилизаций не достигла величия Лемурии или Атлантиды. Однако в области Южной Америки появилось большое вибрационное искажение в сторону любви. Эти сущности были убраны в конце второго главного цикла, не сформировав сильных общественных или технологических совокупностей. 196 вопрос. Какова продолжительность жизни тех сущностей, и каково было население Земли в то время? Ра, продолжительность жизни тех сущностей была около 900 лет. Население Земли в то время составляло около 345 тысяч сущностей. 198 вопрос. Сколько сущностей можно было убрать? Ра, приблизительно 150. Вопрос. Именно они остались работать на планете. Верно? Ра, да. Их посетила конфедрация, и они выразили желание остаться, чтобы помочь сознанию планеты. Вопрос. Как состоялся этот визит? Ра, появилось существо света. Оно несло то, что могло бы называться экраном света. Существо света рассказывало о единстве и бесконечности всего творения и о том, что ожидало тех, кто готов к уборке урожая. Золотыми словами оно описывало красоту любви. Затем оно показало заинтересованным сущностям положение дел в третьей и плотности, рассматриваемой как планетарная совокупность. Затем существо света ушло, а все сущности остались. Вопрос. Не могли бы вы назвать имена этих сущностей, которые нам следовало бы знать из нашего исторического прошлого? Ра, святой Аргустин, святая Тереза, святой Франциск-Оссийский. 199.3. Какова была реакция конфедерации? Ра, мы заинтересовались. Мы позволили приход в трехю, плотность других сущностей, не странников. Это было сделано наугад, так, чтобы не нарушить свободную волю, поскольку призыва все еще не было. Вопрос. Когда был послан первый призыв о помощи? Ра, первый призыв поступил от Атлантов, еще до того, как они стали технологически продвинутыми. Примерно тогда же, когда мы впервые появились в небесах над Египтом, другие сущности конфедерации пришли к Атлантам. 200 вопрос. Какие причины обусловили этот визит? Ра, их две. Первое. Призыв тех, чья искренность преодолела сопротивление нежелающих искать или учиться. Второе. Относительная наивность членов конфедерации, которые сочли, что передача информации Атлантам была бы полезна в той же мере, в какой она оказалась полезной сущности конфедерации. Напоминаем, что это мы были одним из наивных членов конфедерации. Поэтому мы до сих пор пытаемся возместить ущерб, за который считаем себя ответственными. 200 вопрос. Это оказалось ошибкой, ибо было извращено Атлантами. Это так? Ра, да. Четвертый. На каком уровне плотности находится сейчас наша планета Земля? Ра, ваша планета находится в третьей плотности бытия людей, но сама планета пребывает в континууме пространства времени четвертой плотности. 133.5. Как планета третьей плотности становится планетой четвертой плотности? Ра, приближение четвертой плотности также упорядочено, как бой ваших часов. Пространством-временем вашей Солнечной системы, ваша планетарная сфера была перенесена по спирали в пространство время другой вибрационной конфигурации. Этот процесс вынуждает вашу планетарную сферу формироваться под влиянием новых искажений. Однако во время переходного периода мысли формы ваших людей сильно варьируются и не могут указывать на одно направление. Поэтому уборка урожая будет такова, что многим придется повторить цикл третьей плотности. В настоящее время нероги ваших странников, учителей и знающих стремятся увеличить число убранных. Однако урожай будет невелик. 133. Примечание. Ра везде говорит о том, что в результате уборки урожая даже на Венере это высоко позитивной планете третьей плотности это было убрано всего 20% населения. Ра, сейчас близится время уборки урожая. И не стоит нацеливаться на долголетие. Усилия следует направить на поиск сердцевины своего Я, поскольку именно она, пребывающая в энергетическом поле фиолетового луча, будет определять результат уборки урожая каждого человека. 138. Ра. Землю следует рассматривать как состоящую из семи планет. Уже существуют красные, оранжевые и желтые вибрации. Вскоре для сущностей четвертой плотности будет завершена кульминация вибраций зеленого цвета, которую они назовут Землей. В опыте четвертой плотности, сфера третьей плотности непригодна для обитания, преимущественно из-за существ третьей плотности, потому что в начале четвертой плотности сущность не будет точно знать, как оставаться необнаруженной третьей плотностью. В четвертой плотности будут активированы красный, оранжевый и зеленый центры вашей планеты, в то время как желтый станет потенциалом наряду с синим индиго. 86. Шестой. Грядущая уборка урожая в четвертую плотность Земля станет позитивной планетой четвертой плотности. Вопрос. Кажется, что сейчас Земля негативна. Почему Земля войдет в четвертую плотность позитивной планетой, а не негативной? Ра. Число тех, кто обладает качеством. Необходимым для уборки урожая, и ориентированных на служение другим на много превысит число тех, кто ориентирован на служение себе. 166. Кто и куда пойдет? Вопрос. При вхождении в четвертую плотность будет три градации. Первое. Готовые к уборке урожаю сущности позитивной поляризации останутся на планете для опыта четвертой плотности. Второе. Готовые к уборке урожаю сущности негативной поляризации перейдут на другую планету четвертой плотности. Третьи сущности, не готовые к уборке урожая, перейдут на другую планету третьей плотности. Это так? 151 РАА, да, позитивно ориентированные и готовые к уборке урожая сущности останутся под этим планетарным влиянием, но не на этом плане. 89 минус 90 потери не существует вопрос, что мы потеряем, когда желтый центр перейдет из активации в потенциал, и что обретем, когда будет полностью активирован зеленый? РАА, говорить о приобретениях и потерях это заблуждение. На переднем плане вашего мышления должно стоять то, что существует одно творение, в котором нет, и не может быть потерь. 89 несовместимость электрических полей третьей и четвертой плотности РАА, если бы сущность третьей плотности полностью электрически осознала четвертую плотность, электрические поля сущности третьей плотности разрушились без за несовместимости. 90 помните, что многие системы тела, особенно нервная система, имеют электрическую природу. 7. Все физические тела на Земле должны быть убраны прежде, чем сущности смогут заселить Землю четвертой плотности вопрос, поскольку переход к активации четвертой плотности продолжается, чтобы заселить Землю четвертой плотности, понадобится, чтобы все физические тела третьей плотности прошли через процесс, который мы рассматриваем как смерть. Это так? РАА, да. 92. Примечание, если бы физическое тело преобразовалось в тело света, тогда физического тела больше бы не существовало, и не надо было бы проходить через процесс смерти. Некоторые высоко продвинутые души смогут достичь такого состояния по завершении цикла. Позже, через Уилкака, РАА раскрыл, что перед 20 градусов выравниванием полюсов произойдет уход с земного плана с помощью инопланетян. Этот радостный и даже экстатический переход совсем не будет выглядеть как смерть, хотя время воплощения в третьей плотности подойдет к естественному и незамеченному концу. Восьмой. Условие. Чтобы быть убранным в процессе уборки урожая, более 51% служение другим, менее 50% служение себе. Вопрос. Если сущность свыше 51% служит другим и меньше, чем на 50% служит себе, она подлежит уборке урожая в позитивный уровень четвертого измерения. РАА. Да. Чтобы пройти через процесс уборки урожая, негативный путь довольно труден и требует огромной преданности. При наличии негативной ориентации, чтобы быть убранным, требуется, по крайней мере, 95% служение себе и 5% служение другим. 167 вопрос. Значит ли это, что два выше приведенных процентных соотношения позитивного и негативного путей приведут к одной и той же скорости вибрации? РАА. Скорости вибрации не следует понимать в терминах позитивной и негативной ориентации. Их следует понимать как обладание силой определенной степени или интенсивности, принимать и работать с разумной бесконечностью. В вибрационных подтернах негативной четвертой и пятой скоростей вибрации не рассматриваются ни синие, ни зеленые энергии вибрации. С другой стороны, позитивная сущность обладает полным спектром истинных вибрационных подтернах времени и пространства. Каждый способен выполнять работу четвертой плотности. Это и есть критерий для уборки урожая. 112. Требуется балансировка энергии РАА, чтобы подлежать уборке. В процессе уборки урожая, яркость или скорость вращения энергетических центров не так важна, как сбалансированный аспект или проявление в сущности фиолетового луча. Несбалансированные сущности, особенно в исходных лучах, это красным, желтым и синим, окажутся не в состоянии перенести сильное воздействие любви и светоразумной бесконечности в степени, необходимой для уборки урожая. 90-92. Вопрос. К концу опыта каждой плотности, будет ли каждая чакра активирована во всей полноте и самой высокой интенсивности? РАА, гипотетически говоря, да. Однако полностью активированное существо встречается очень редко. Для выпусков другие плотности необходимо, чтобы первичные энергетические центры функционировали так, чтобы общаться с разумной бесконечностью, воспринимать и наслаждаться светом во всей его чистоте. Однако, полностью активировать каждый энергетический центр это удел немногих, ибо каждый центр обладает меняющейся скоростью вращения или активностью. Важное наблюдение. Как только все необходимые центры активированы в минимально необходимой степени, между этими энергетическими центрами создаются гармония и равновесие. 80. Чтобы быть убранным в четвертую плотность, не обязательно осознание закона одного, единого. Вопрос. Чтобы перейти из трех ей в четвертую плотность, сущности не обязательно сознательно осознавать закон одного, единого. Это так? Ра, да. Для какой уборки урожая необходимо осознание закона одного, единого? Вопрос. В какой момент пребывания в плотностях, сущности, необходимо сознательно осознавать закон одного, единого, чтобы успешно развиваться? Ра, урожай пятой плотности это те, чьи вибрационные искажения сознательно принимают честь, дробь обязанность закона одного, единого. 157. Девятый. Вернется ли Иисус на землю? Вопрос. Вернется ли Иисус на землю, второе пришествие? Ра, конкретная совокупность ум, дробь тела, дробь дух, которую вы называете Иисусом, не вернется. Как член конфедерации он говорит, через канал. В четвертой плотности пришедших будут приветствовать другие, обладающие идентичной согласованностью сознания. Таков смысл второго пришествия. 117Х. Придет ли кто-нибудь на негативную планету четвертой плотности? Ра, существует вероятность маленькой уборки урожая такого вида. Вопрос. Кто-нибудь из известных исторических личностей пришел на негативную планету четвертой плотности? Ра, да, но их число невелико. Некоторые достигли восьмого уровня, будучи в третьей плотности. Вопрос. Не могли бы вы привести конкретные примеры? Ра, Тарас Бульба, Чингисхан и Распутин. Благодаря пониманию памяти атлантов, включающей использование втекания энергии в разные центры совокупности, ум-дробь, тело-дробь-дух, они осознавали важность этого процесса в достижении прохода в разумную бесконечность. Вопрос. Могли ли они делать паранормальные вещи, магию? Ра, да. Ра. Умственно они были сосредоточены преимущественно на служении себе и не совершали усилий по тренировке личности для усиления прохода. 117-111-й. Какие существа будут жить на планете после уборки урожая? Воплотятся ли на планете существа четвертой плотности? Ра. Векторы возможности дробь вероятности указывают на то, что это самый возможный вариант. 105 будут ли на поверхности планеты сущности пятой плотности? Ра. По меркам вашего времени нет, поскольку существам четвертой плотности необходимо уделять время на обучение и учение сущностей, их же плотности. Ра. Существа пятой плотности не будут жить на поверхности планетарной сферы до тех пор, пока планета не достигнет вибрационного уровня пятой плотности. 105-106-12й. Ра работает, чтобы увеличить урожай Земли. Почему Ра работает с Землей? Вопрос. Последние два. Треместами лет вы работаете с Землей, чтобы как можно больше увеличить урожай в конце 75 тысяч летнего цикла. Почему вы это делали? Ра. 11. Тысяч лет назад мы ходили среди вас, чтобы помочь, но наши усилия служения были искажены. Сейчас наше желание таково это, насколько возможно устранить искажения, вызванные неправильным пониманием нашей информации. Первичное существо творения похоже на тело. Стали бы вы игнорировать боль в ноге? Работает ли Ра с другими планетами, кроме Земли? Ра. Сейчас мы работаем только с этой планетой. Сколько людей призывают вас сейчас? 1981 год. Ра. Приблизительно 352 тысяч. Как Ра осуществляет служение? Ра. Мы используем каналы, такие как этот, но обычно люди чувствуют вдохновение во снах. Вопрос. Сначала люди должны вести поиск в направлении закона одного, единого, и лишь затем вы вступаете в контакт во снах или как-то иначе. Это так? Ра. Да. Ра. 139 минус 140 23. Уборка урожая на Венере первая. Крайне позитивная. Вопрос. Полагаю, что до завершения третьей плотности, будучи позитивно поляризован, Ра испытывал трудность с недооценкой негативной полярности. Это так? Ра. Наша уборка урожая была крайне позитивной, а об оценке тех, кто обладал негативной поляризацией, мы были относительно неосведомлены. Хотя в планетарной уборке урожая негативного не было, были две сущности, которые в период третьей плотности поместили себя на путь служения себе. Вопрос. Какова была общая численность населения Венеры в третьей плотности? Ответ. Численность населения, обитавшего в том, что вы бы назвали трудными условиями, была невелика. В физическом смысле это была очень яркая планета. Наша уборка урожая такова. Приблизительно 6-5 миллионов в совокупности ум, дробь тело, дробь дух из 38, 5 миллионов. Те, кто обладал даром полярности, испытывали глубокое сострадание к тем, кто, казалось, пребывал в темноте. Тем, кто желал спать, мы могли предложить только комфорт, предназначенный для сна. Служение возможно только в той степени, в как оно востребовано. 129-2. Были убраны всего две негативных сущности. Вопрос. Какие техники использовали две негативно убранные сущности для негативной поляризации на такой позитивно поляризованной планете? Ра, была использована техника контроля над другими и доминирование физической смерти. Под планетарным влиянием, не пользующимся убийствами, этим сущностям удалось поляризоваться с помощью этих средств. Вы бы назвали эти две сущности жестокими диктаторами или деспотами, ведущими священную войну. 133-й. Изначально эти две сущности были позитивно поляризованными странниками. Вопрос. Каково происхождение этих двух сущностей? Ра, эти сущности были странниками начала позитивной пятой плотности. Вопрос. Хотя они уже развились в позитивной четвертой плотности, они изменили полярность, воплотившись в третьей плотности. Это так? Ра, да. 131-й. Катализатор для изменения полярности, избыток любви. Вопрос. Что стало катализатором такого изменения? Ра, с точки зрения их мудрости, на Венере был избыток любви. Две сущности смотрели на тех, кто на Венере еще пребывал в темноте, и видели многих, находивших гармонию болезненной. Старайники считали, что более мудроориентированным способом поиска любви было бы больше уделять внимание тем, кто пребывал во тьме. Они согласились служить вместе, что и делали, прославляя одного единого Творца, но не так, как намеревались. В результате двух странников убрали в негативную четвертую плотность. Вопрос. Полагаю, что эти странники вошли в трию плотности Ра, чтобы внести большую мудрость в то, что они рассматривали как избыток сострадания в культуре Ра. Это так? Ра, нет. До воплощения единственным желанием этих странников было помочь в служении другим. 130-132 примечания Чайлдерса. Представляется, что давая отрицательный ответ, Ра не понял вопрос, или я что-то упустил, поскольку комментарии Ра совпадают с тем, что утверждается в вопросе. Примечание Уилкока. Что касается меня, мне ясно, что мудрости можно научиться как посредством позитивной, так и негативной полярности, и по очень разным причинам. Эти сущности были сущностями четвертой плотности, поэтому до воплощения они не обладали знанием мудрости. Их изначальное желание учить служению другим было искажено во время физического воплощения. Вопрос, не понимаю, почему они думали, что Венера нуждается в помощи с уборкой урожая, когда все делалось очень хорошо. Ра, будучи неполяризованными, странники всегда притягиваются к тем, кто еще не поляризован, и приходит на зов. Призыв пришел от тех, кто не был положительно поляризован, но искал положительные поляризации и мудрости, принимая сострадание других Яна Венере за самодовольство или жалость по отношению к другим. Пятый. Постепенно двое вернулись к положительной поляризации. Вопрос, какова была позиция этих двух сущностей после того, как они оказались в негативной четвертой плотности и осознали изменение полярности? Ра, они были озабочены. Вопрос, что с ними произошло? Ра, какой-то период времени они работали в рамках негативной четвертой плотности, до тех пор, пока не восстановили предварительно выученные поттерны своих Я, и ценой огромных усилий не изменили полярность. 132. Вопрос, как Ра узнал эту информацию? Ра, эти сущности присоединились к Ра в позитивной четвертой плотности, в той части цикла, которую мы переживаем. 133 рост 24. Духовный рост 1. Намного больший рост можно осуществить здесь, чем между воплощениями. Вопрос, правда ли, что, будучи в третьей плотности, сущности могут ускорить свой рост намного больше, чем между воплощениями? Ра, да. Причина в том, что здесь можно работать в рамках двух изначальных искажений закона одного, единого. В третьей плотности, каждая сущность свободна принимать, отвергать или игнорировать других. И все же многие практикуют пути любви. Кроме того, если сущность выберет принять ответственность за каждый момент опыта, это ускорит ее прогресс. 113 рост 2. Суть вопроса вопрос. Кроме познания себя, обучения личности и укрепления воли, существует ли еще что-либо важное для духовного роста на пути служения другим? Ра, живите сердцем, а не технологией. Позвольте наполнить, мы все это одно. Великое изучение и обучение. В единстве заложена любовь. В единстве заложен свет. Фундаментальное учение всех планов существования в материализации – это единство, любовь, свет и радость. Уроки второй степени важности – это медитация и служение. 16. Третий. Какие упражнения следует выполнять? Ра, упражнения. Осознавайте, что каждый момент содержит. Это урок этой плотности. Сознательно видеть любовь в осознании и понимании искажений. Два вселенной – это одно существо. Когда вы смотрите на другого человека, смотрите на него, как на часть единого Творца. Три. Глядя в зеркало, видеть Творца. Четыре. Пристально вглядываясь в творение, пребывающее в уме дробь, теле дробь, духе каждой сущности, видеть во всем проявлении единого Творца. Основа упражнений – это медитация, созерцание или молитва. Именно в таком состоянии следует выполнять эти упражнения. Без него, эти положения не спустятся в корни дерева ума, не приспособят и не облагородят тело, и не коснутся духа. Сто четырнадцать четвертый. Таинство единого Рааа. Пристально вглядывайтесь в ошеломляющее Таинство единого бесконечного Творца. Узрите славу, величие, Таинство и мир единства. Не рассуждайте о птице или звере, тьме или свете, форме или тени. Рассматривайте все, что ищете, с точки зрения единства. Раа. И все же, в третьей плотности нет источника, разрешающего все парадоксы или сводящего все в единство. Сто девяносто четыре пятый. Самые лучшие служения и вопрос. Каковы самые лучшие способы служения другим? Раа. Самый лучший способ служения другим – это постоянная попытка искать разделение любви Творца. Какой ее знает внутренний Я? Это включает знание своего Я и способность, без колебаний открывать себя другим и излучать то, что является вашей сутью – это сердце. Сто шестьдесят шесть минус сто шестьдесят семь вопрос. Каково самое лучшее служение, которое наши люди могут выполнять индивидуально? Раа. Существует только одно служение – это закон единого. Предлагать себя Творцу – это самое великое служение и его суть. Сто сорок три. Шестой. Из каждого опыта извлекайте любовь и свет Раа. В этой плотности истинная роль сущности – это исследовать все желаемое, затем анализировать, понимать и принимать все опыты, извлекая из них любовь дробь свет. То, что не может исчезнуть. Сто семьдесят минус сто семьдесят один седьмой. Осознавайте других такими же существами, как вы сами Раа. Мы предлагаем попытаться осознать других, как самих себя. Осознавайте разумную энергию, выраженную в природе любви к себе, и делитесь ею, когда это уместно. Сто шестьдесят девять минус сто семьдесят один восьмой. Почему есть мужчина и женщина? Вопрос. Двуполое размножение начинается во второй плотности. Что за этим стоит? Раа. Вторая плотность – это эта плотность, в которой проделывается основная работа для третьей плотности. В третьей плотности механизма размножения превращается в обширный потенциал служения другим и служения себе. Происходит много видов передачи энергии. Тем, кто магнетически притягателен один к другому, предоставляется много видов возможностей служения, которые были бы недоступны независимой сущности. Двадцать восемь вопрос. Следовательно, главная причина существования двуполого размножения – это увеличение возможности опыта единого. Это так? Раа. Не совсем, но является ключом к тому, что происходит во всех плотностях. Двадцать восемь девятый. Невыученные уроки будут повторяться. Раа. Если одна возможность упущена, будут предоставлены другие, до тех пор, пока изучающий жизненный опыт не поймет, что ему предлагается урок и не возьмет на себя ответственность за его изучение. Сорок шесть икс. Вечное детство Раа. Огромное преимущество ваших сущностей – это пребывать в том, что можно рассматривать как «вечное детство». Сто восемьдесят восемь одиннадцатый. Защита. Вопрос. Даже в позитивной четвертой плотности имеются концепции защитного действия, но выше уровня четвертой плотности концепции защитного действия не используются. В нашей нынешней плотности часто совершаются нападения защиты. Если мысли сущности достаточно сильно поляризованы в позитивном смысле, ей не нужны защитные действия, поскольку ей никогда не придет в голову применить действие защиты. Сорок семь Раа. Это непостижимо. Сущность, способная запрограммировать опыты, может выбирать количество и интенсивность уроков, которые следует выучить. Вполне возможно, что крайне позитивно ориентированная сущность может запрограммировать для себя ситуации, проверяющие ее способность воздержаться от защитного действия даже в случае физической смерти своего «я» или другого «я». Это очень интенсивный урок, и неизвестно, что запрограммировали для себя сущности. По желанию мы можем читать это программирование. Однако это было бы вмешательством, и мы выбираем этого не делать. Сорок семь двенадцатый. Роль восходящего спиралевидного света Раа. Термин «восходящий» и «спиралевидный» свет не означает движение вверх в обычном смысле слова. Термин «восходящий» относится к тому, что достигается источник любви и света. Вопрос. Полагаю, что из всех точек пространства свет излучается в нашу иллюзию под углом в 360 градус, а пирамида выступает в роли фокусирующего механизма. Это так? Раа. Да. 61. Утверждение. Знающий видит или визуализирует свет, движущийся вниз из коронной чакры до ног. Раа говорил, что Творец входит в налоги и движется вверх, то есть, спиралевидный свет входит в налоги и движется вверх. 170. Раа. На своем пути, восходящий и спиралевидный свет развивается посредством воли и достигает высокого места, где встречается с внутренним огнем единого Творца. И все же, это только подготовка для работы с умом, дробь телом, дробь духом, которую может делать знающий. 172. 13. Ключи это желание, воля и полярность. Вопрос. Важные факторы в этом процессе это желание и воля. Это так? Раа, мы бы добавили еще одно качество. В магической личности ключи это это желание, воля и полярность. 172.14. Проблема с методами проповедничества. Вопрос. Многие так называемые проповедники обладают огромным желанием, очень сильной волей и, возможно, ярко выраженной полярностью. Но представляется, что во многих случаях присутствует недостаток осознания, это делает работу неэффективной в магическом смысле. Это так? Раа, частично. Свободная воля должна рассматриваться как основа в исследовании полярности в работе служения другим. Сущности, о которых вы говорите, пытались создать позитивные изменения в сознании, одновременно ограничивая свободную волю. Это создает блокировку магической природы работы, за исключением тех случаев, когда сущность свободно желает принимать работу проповедника. 172.15. Знающий Раа, знающий, адепт, это это тот, кто все больше и больше освобождается от давления мыслей, мнений и уз других Я. Это необходимая часть пробуждения знающего, будь то служение другим или служение себе. Такая свобода рассматривается несвободными как то, что они назвали бы зло или тьма. Магия распознается, а ее природа эта, часто нет. Раа, в служении другим присутствует связь с сердцем всех других Я, и освобождение от иллюзорной шелухи, удерживающей знающего, или кого-то еще, от правильного восприятия своего Я и других Я как одного, единого. Вопрос, приобретение могущества, позитивно или негативно поляризованной знающей, создает потенциал напрямую взывать к духу. Это так? Раа, более уместно было бы сказать, что через дух знающий напрямую взывает к могуществу Вселенной, поскольку дух это это челнок, средство многоразового использования. 50-51-16 Сны как инструмент духовного роста, бессознательный ум не пользуются словами Раа. Природа бессознательного это это, скорее природа концепции, чем слова. Подсказки для удаления блоков вопрос. Вы говорили, что сны, если они доступны сознательному уму, очень помогают в поляризации. Не могли бы вы пояснить, как это происходит? Раа, сон это это деятельность, связанная с общением через завесу бессознательного и сознательного умов. Тем, у кого блокированы два из трех нижних энергетических центров, сны будут помогать в поляризации, поскольку будут предлагать повторение последнего катализатора и более глубоких блокировок. Сознательному уму это дает подсказку о природе этих блокировок. 97. Вопрос. При вспоминании снов индивидуум может обнаружить конкретные подсказки о блокировках энергетических центров и, следовательно, уменьшить или устранить эти блоки. Это так? Раа, да. 99. Если требуется помощь или руководство, сны это самый полезный инструмент знающий. Раа, сны, становится самым эффективным инструментом поляризации, когда происходят три вещи. Первое. Человек сознательно выбирает путь знающего или духовного искателя. Второе. Каждый энергетический центр сбалансирован, по крайней мере, в минимальной степени. Третий человек начинает открывать центр луча индига, психический центр. Если знающему известно, что эту работу можно проделать сознательно, посредством успокоения, так называемого сознательного ума, тогда он может призывать тех, кто руководит этим процессом, но больше всего магическую. Личность это высшее я, когда переходит в режим спящего сознания. 98 исцелений в спящем состоянии. Раа, активность сна, это активность муравья. Который строит, в совершенно отделанной, и великолепной формы, мост от сознательного к бессознательному. В этом состоянии исцеляются разные искажения. Продолжительная нехватка сна может вызвать серьезные проблемы. 99 вопрос. Эту часть таинства назвали быстрым сном. Это так? Раа. Да. 117. Преодоление завесы. Нерогие зеленого луча. Раа. Самые яркие и даже экстралагантные возможности преодоления завесы это результат взаимодействия поляризованных сущностей. 77 вопрос. С помощью какого процесса две поляризованные сущности пытаются проникнуть сквозь завесу? Раа. Проникновение через завесу коренится в развитии активности зеленого луча, то есть всесострадательной любви, не требующей возврата. Если следовать этому пути, более высокие энергетические центры будут активироваться и кристаллизоваться до тех пор, пока не родится знающий. В знающем заложен потенциал убирать завесу до такой степени, что все снова может рассматриваться как одно. Главный катализатор на конкретном пути преодоления завесы это другое я. 78 Раа. Именно осознание всего как Творца открывает центр зеленого луча. 82-18. Постижение единого Раа. Ищущий ищет единое. Единое следует искать посредством сбалансированного и принимающего себя я, которое осознает оба мнимых искажения и свое абсолютное совершенство. Пребывая в таком сбалансированном осознании, сущность открывает себя вселенной. Тогда, посредством интенсивного поиска, можно притянуть энергию света всех вещей и при любых обстоятельствах. И когда бы внутренний поиск не встретился с притянутой космической раной, в этот момент будет происходить постижение единого. Цель очищения каждого энергетического центра это позволить месту встречи пребывать в вибрации луча индии. Тем самым осуществляется контакт с разумной бесконечностью, и растворяются все люди. Служение другим происходит автоматически, с высвобождением энергии, созданной таким состоянием сознания. 52-ра. Контакт с разумной бесконечностью вызывает неописуемую радость у сущности, переживающие такой контакт. 53-25. Быть по-настоящему полезным первое. Утоление голода. Вопрос, многие люди пытаются помочь нуждающимся, предоставляя пищу и медицинскую помощь, как сейчас, в случае с народами Африки. Это создает вибрацию, гармонирующую с зеленым лучом, любовью, или четвертой плотностью, но не сбалансированную с пониманием пятой плотности, что эти сущности переживают катализатор. И что более сбалансированное управление потребностями в пище обеспечило бы обучение, необходимое для достижения состояния сознания четвертой плотности, чем просто удовлетворение физической потребности. Это так? Ра, нет. Уместная реакция на голодающую сущность это накормить тело. От этого вы можете устраниться. С другой стороны, вы правы, полагая, что реакция зеленого луча не такая чистая, как если бы она была пропитана мудростью. Мудрость позволяет сущности оценивать свой вклад в планетарное сознание посредством качества жизни, не имеющего отношения к деятельности или поведению, качества не ждать результатов на физических планах. 96.2. Отношение родителей с детьми Вопрос. Какой вид отношения родителей с детьми помог бы в активизации энергетических центров, от красного до фиолетового? Ра, уместное обучающее действие родителей, это открытость сердца родителей и полное принятие сути ребенка. Кроме полного принятия сути ребенка, в их взаимоотношениях есть две вещи, которые особенно важны. Первое, любые способы, которыми пользуются родители для поклонения и благодарности одному бесконечному Творцу, должны по возможности ежедневно разделяться с сущностью ребенка. Второе, сострадание родителей к ребенку должно сдерживаться дисциплиной и пониманием того, что сущность ребенка может научиться от родительских я стремлению служения другим или служению себе. Именно по этой причине уместна некоторая дисциплина. 99.3. Оказание поддержки в трудные времена А вопрос, не могли бы вы высказаться по поводу приспособления к предстоящему больничному опыту инструмента, Карлы? Ра, мы выдвигаем только одно предложение, а все остальное оставляем Творцу. Каждому человеку следует осознавать себя Творцом. Однако каждый человек может поддерживать другое Я, включая поддержку с помощью смиренной любви к другому Я как к Творцу. 188.26. Важные переменные. Полярность первая. Аналогия с электричеством вопрос. Представляется, что в поляризации заложен такой же огромный потенциал, как и в электричестве. У батарейки есть положительный и отрицательный полюс или клемм. Чем больше заряд вы накапливаете на одном из полюсов, тем больше напряжение или разность потенциалов, и тем больше способность выполнять физическую работу. Уместна ли такая аналогия? Ра, очень точная аналогия. 182. Вопрос. Если бы электричество не обладало полярностью, не было бы действия? Если бы сознание не обладало полярностью, не было бы ни действия, ни опыта. Это так? Ра, да. Без полярности не было бы заряда. Индивидуализировавшаяся сущность, посредством выборов свободной воли, создает заряд с помощью приливов и отливов энергии. 185. Вопрос. В качестве аналогии, когда поляризация в атмосфере создает ураганы, молнии большую активность, более яркий опыт, можно было бы уподобить поляризации в сознании, создающие более яркое переживание. Это так? Ра, за исключением условий, создающих бурю, мы согласны с этой аналогией. 165.2. Поворотный момент Ра, есть поворотный момент, ось, которая поворачивается, как только сущность выражает волю служить. Если воля и желание направлены на служение другим, активируется соответствующая полярность. В условиях этой группы есть три таких воли, работающие заодно с инструментом. Их главная позиция это верность служению. Именно так и должно быть в ребалансировании работы и продолжении контакта. Наша вибрационная совокупность направлена в одну сторону, и наше желание служить обладает определенной степенью чистоты. Это привлекло внимание полярности, которую выражаете вы. 3. Призывание силы света Ра, структура свободной воли, однонаправленность служения другим, обладает потенциалом оживления огромной массы силы света. Позитивная сила света работает посредством свободной воли, ее следует призывать. Нам бы не следовало об этом говорить, и мы не будем руководить вами, поскольку природа этого контакта такова, что чистота вашей свободной воли должна сохраняться и быть превыше всего. 165. Ра, привлечение силы света теми, кто стоит на пути служения другим, прямо пропорционально силе и чистоте их стремления служить. 174. Переключение негативной ориентации на позитивную Ра, сущность, воплотившаяся в негативном пространстве времени, не сможет сохранять любую значительную позитивную полярность, поскольку, в чистом виде, негативность — это это вид гравитационного колодца, втягивающего в себя все. Следовательно, сущности, в период вспоминания выученной и предпочтительной полярности, может потребоваться катализатор, повторяющий уроки служения другим для выстраивания достаточной полярности, чтобы создать потенциал для смены поляризации. 154. Пятый. Отношение между вероятностью быть убранным и степенью поляризации вопрос, можно ли усиливать поляризацию, не увеличивая вероятность быть убранным в процессе уборки урожая? Ра, в третьей плотности, увеличение служения другим или служения себе, почти неминуемо усиливает способность сущности наслаждаться светом более высокой интенсивности. Поэтому почти невозможно поляризоваться и при этом не увеличить вероятность быть убранным в процессе уборки урожая. В процессе уборки урожая, в пятой плотности, поляризация имеет мало общего с вероятностью быть убранным. 156.27. Медитации первые. Кундалини. Ра, более низкий энергетический полюс, корневая чакра, будет втягивать в себя универсальную энергию из космоса. Затем универсальная энергия будет двигаться вверх, чтобы встретиться и вступить в реакцию с положительной спиралевидной энергией, движущейся сверху вниз. Определение уровня луча активности сущности – это это центр, где внешняя энергия южного полюса встречается с внутренней спиралевидной положительной энергией. По мере того, как сущность становится более поляризованной, центр будет сдвигаться вверх. Ваши люди называют это кундалини. Это место встречи космоса и внутреннего вибрационного понимания. Ра, метафора змеи, вьющейся вверх, очень подходящая метафора. Поэтому, как сущности любого истинного цвета этой октавы, мы пытаемся сдвигать место встречи внутреннего и внешнего вверх по энергетическим центрам. Один из методов достижения этого таков – поместить яв те опыты, которые притягиваются к сущности через южный полюс, к раневую чакру. Каждый опыт следует пересмотреть, пережить заново, сбалансировать, принять и поместить в индивидуума. Поскольку индивидуум растет в принятии себя и осознании катализатора, положение удобного размещения опытов будет подниматься до нового истинного цвета сущности. Каким бы он ни был, если опыт будет размещаться в красном луче, он будет рассматриваться в контексте выживания, и так далее. Каждый опыт будет последовательно пониматься ищущим в терминах, 1. Выживание, первая плотность, 2. Своеобразие личности, вторая плотность, 3. Общественных отношений, третья плотность, 4. Универсальной любви, четвертая плотность, 5. Связи с универсальными энергиями, пятая и шесть. Шестая плотность, 7. Священные природы каждого опыта, седьмая плотность. Творец пребывает в северном полюсе, в коронной чакре, которая уже находится на голове. Поэтому каждая сущность, потенциально является богом. Энергия Творца привносится в существо посредством смирения и доверчивого принятия ее посредством медитации, постижения себя и Творца. Место встречи обеих энергии находится там, где змея будет достигать высоты. 125-126-2. Два других вида медитации. Вопрос. В медитации самое лучшее удерживать ум настолько пустым, насколько это возможно, и останавливать его, или в целях концентрации лучше фокусироваться на каком-то объекте? Ра. Каждый вид полезен по конкретной причине. 126-127. Спокойствие ума. Ра. Пассивная медитация, включающая очищение ума и остановку внутреннего диалога, полезна тем, кто желает достичь внутреннего молчания, как основы, с которой можно слушать Творца. Визуализация это инструмент знающего. Ра. Еще один вид медитации, который можно назвать визуализацией, имеет другую цель. Те, кто учится удерживать в уме визуальные образы, развивают силу внутренней концентрации, способную преодолевать скуку и дискомфорт. Когда кристаллизуется такая способность, можно влиять на планетарное сознание. Визуализацию считают особенно полезной те, кто хочет добиться повышения планетарного сознания. 127-127. Ключ это, во-первых, молчание, и, во-вторых, целеустремленность мысли. Если визуализация может устойчиво удерживаться во внутреннем зрении в течение нескольких ваших минут, это сигнал о том, что знающий достиг целеустремленности мысли. Это делается с целью преобразования результатов планетарной уборки урожая. 133. Самая сильная связь РАА. Когда позитивно ориентированный знающий касается разумной бесконечности внутри себя, это самая сильная связь. Знающий становится живым каналом для любви и света, и способен передавать это излучение прямо в паутину энергетических центров планеты, или в фокальные точки. Ритуал всегда будет заканчиваться хвалой, благодарностью и высвобождением этой энергии в планетарное целое. 131. Четвертый. Должен ли позвоночник быть прямым? Вопрос. Помогает ли или полезен прямой позвоночник в процессе медитации? РАА. Да. 119. 28. Просветление. Вопрос. В оставшиеся последние дни, существует ли какой-то способ помочь сущности достичь уровня четвертой плотности? РАА. Помочь другому существу напрямую невозможно. Можно только обеспечить катализатор, доступный в той или иной форме. Самой важной формой катализатора будет излучение из своего я-осознания единства с Творцом. Менее важной формой является информация, которой мы делимся с вами. Мы не можем предложить краткого руководства по просветлению. На данный момент, просветление это открытие разумной бесконечности. Его можно достичь только самому и для себя. Другое я не может научить просветлению. Оно может только учить дробь, изучать информацию, вдохновлять, делиться любовью, таинством и неизвестным. Это позволит другому я потянуться вверх и начать процесс поиска. 160 минус 162 Иисус 29. Иисус это просветленный целитель первое. Иисус пришел из самой высокой сферы четвертой плотности. РАА. Сущность Иисус был представителем четвертой плотности. Самого высокого уровня этой, подоктавы. Он пожелал войти в планетарное служение, чтобы поделиться вибрацией любви, как можно более чистым способом. Эта сущность могла уйти в пятую плотность, но вместо этого выбрала вернуться в трию плотность с этой конкретной миссией. 162 2. Ему противостояла группа Ориона вопрос. Когда воплотился Иисус, пыталась ли группа Ориона его дискредитировать? РАА. Да. Они базировались на уже имеющейся негативной информации, переданной одному из ваших людей по имени Яхе. Это заставило Иуду поверить в то, что если загнать Иисуса в угол, последний увидит мудрость в том, чтобы воспользоваться силой разумной бесконечности для управления другими. Результат это смерть Иисуса. Третий. Почему Иисус был таким хорошим целителем? Вопрос, если Иисус принадлежал к четвертой плотности, а сегодня на планете есть странники, пришедшие из пятой и шестой плотностей, что делало Иисуса таким хорошим целителем, и могут ли существа пятой и шестой плотностей делать то же самое? РАА. Целители могут относиться к любой плотности, обладающей сознанием духа, то есть с четвертой по седьмой плотности. Проход к разумной бесконечности может открываться только тогда, когда целителю открыто понимание втекающей разумной энергии. Истинное целительство это это излучение условий, в котором катализатор может привести к признанию себя собой. Впервые Иисус открыл способность проникать в разумную бесконечность, когда разозлился на друга детства, которого фатально ранило прикосновение Иисуса. Иисусу удалось открыть, как пользоваться этой энергией во благо, а не во вред. Он обладал крайне позитивной поляризацией и помнил больше, чем большинство странников. Иисус был возбужден этим опытом и покинул дом в тринадцать пять лет. В поисках информации он посетил много других мест. Иисус вернулся домой только в двадцать пять лет. Усвоив и собрав в едино все опыты, он начал говорить с другими «Я». Иисус был кармически свободен от разрушения других, когда простил тех, кто довел его до смерти. Прощение это остановка колеса действия, остановка того, что вы называете кармой. Сто шестьдесят четыре минус сто шестьдесят пять четвертый. Новый Иисус в пятой плотности. Вопрос, какова сейчас плотность Иисуса? Ра, сейчас эта сущность проходит уроки пятой плотности, уроки вибраций мудрости, вибрации света. Сто шестьдесят пять пятый. Выбор быть мучеником Ра. Когда Иисус решил вернуться в место, называемое Иерусалимом, на религиозные праздники, он отказался от работы, смешивающей любовь и мудрость. Он ступил на путь мученичества, то есть работе с любовью без мудрости. Сто восемьдесят пять. Ра, эта сущность, Иисус, осознавала некоторые перекосы балансирования в сторону любви и даже мученичества, но не сбалансировала эти искажения до любой значимой степени. Мы не говорим, что путь безудержного сострадания обладает каким-либо недостатком, а заверяем в его совершенстве. Это примеры любви, служащие маяком для многих других. Тем, кто продолжает искать, следует рассмотреть последствия мученичества, поскольку мученичество подразумевает прекращение возможности, в плотности мученика, предлагать свет и любовь. Каждая сущность должна искать наиболее подходящий для себя путь. Ста восемью десятью шесть Ра, Иисус воплотился с планом мученичества. В этом плане нет мудрости, скорее это понимание и сострадание, достигшее самого полного совершенства. Восемьдесят два целительства тридцать. Осознание в целительстве первое. Общее замечание прощения убирает карму вопрос. Вы говорили, что прощение убирает карму. Причем прощение не только других я, но и себя. Это так? Ра, вы правы. Прощение других я это это прощение себя. Семьдесят три вопрос. Не могли бы вы дать определение кармы? Ра, наше понимание кармы таково, ее можно было бы назвать инерцией. Действия, запущенные в движение, будут продолжаться. Прощение это это прекращение инерции действия. Пятьдесят глубокое принятие единства исцеляет. Ра, исцеление происходит тогда, когда совокупность ум, дробь тела, дробь дух, осознает в себе глубину этого закону единого. То есть, не существует ни дисгармонии, ни несовершенства. Все завершено, цельно и совершенно. Тогда разумная бесконечность внутри сущности преобразует иллюзию тела, ума и духа в форму, соответствующую закону единого. Целитель выступает в роли возбудителя или катализатора в этом целиком и полностью индивидуальном процессе. Восемьдесят шесть второй. Предварительные условия для ментальной работы Ра, это самая важная часть. Восемьдесят четыре Ра. Предварительные условия для ментальной работы, это способность удерживать молчание ума, находясь в спокойном состоянии. Ум должен быть открыт как дверь. Ключ это молчание. Восемьдесят семь третий. Тренировка ума один. Балансировка полярности Ра, должна быть усвоена, полярность вашего измерения. Обнаруживая терпение, находите нетерпение, и наоборот. Каждая мысль обладает своей противоположностью. Обнаруживайте то, что вы одобряете и не одобряете в себе, а затем одинаково балансируйте каждый положительный и каждый отрицательный заряд его противоположностью. Ум содержит все. То есть, вам следует открыть в себе завершенность. Восемьдесят семь два. Завершенность сознания Ра, примите завершенность внутри сознания. Пребывать в полярности физического сознания, это значит, собирать и выбирать признаки, играя роли, создающие блоки и смятения в уже искаженной совокупности ума. Каждое принятие сглаживает многие искажения, порожденные способностью, которую вы называете суждением. Восемьдесят семь минус восемьдесят восемь три. Внутренняя завершенность других сущностей Ра, это положение похоже на первое, но с акцентом на пристальное всматривание в других сущностей, с которыми вы встречаетесь. То есть, смотрите на них так, как смотрите на брата. В каждой сущности присутствует завершенность. Поэтому, необходима способность находить каждое равновесие. Рассматривая терпение, вы отвечаете за отражение в ментальном понимании терпения, дробь нетерпения, и наоборот. Четы. Понимание Ра, постижение полярности в других Я-5. Постижение Ра, наблюдение внешних и внутренних взаимодействий, и отношение ума, другого ума, взаимосвязи, массового сознания и разума мироздания. Восемьдесят восемь четвертый. Тренировка тела баланс любови и мудрости. Ра, в условиях энергии, втекающей сейчас в вашу планету, понимание и тренировки тела должны быть связаны с равновесием между любовью и мудростью, в пользовании телом в его естественных функциях. Восьмидесяти четырех вопрос, в целительских практиках, связанных с телом, что вы имеете в виду, под тренировками тела в равновесии между любовью и мудростью. Ра, существуют естественные телесные функции, связанные с другими Я, то есть, прикосновения, любовь, сексуальная жизнь, необходимость в компании, чтобы бороться с одиночеством. В этих функциях находите любовь к себе и любовь к другим, наблюдайте любовь к себе и другим Я и сочетайте ее с мудростью, связанной с использованием естественных функций. Есть много фантазий и отдельных мыслей, которые можно исследовать в процесс балансировки. Семьдесят четыре минус семьдесят пять пониманий и полярностей. Ра, необходимо хорошо знать свое тело. Как эмоции влияют на разные части тела. Понимайте и принимайте полярности тела. Тело это творение ума. Оно обладает своими пристрастиями. Сначала могут быть полностью поняты биологические склонности, затем следует понять полное выражение противоположных пристрастий. Самый простой пример. Каждый биологический мужчина это эта женщина, и наоборот. Восемьдесят восемь преобразования естественных функций в святости Ра. Представляете тело. Представляете более плотные, то есть более очевидные аспекты тела. Затем переходите к самому тонкому знанию энергетических путей, которые, вращаясь, наполняют тело энергией. Поймите, что все естественные функции тела обладают всеми аспектами, от плотных к тонким, и могут быть преобразованы в то, что вы могли бы назвать священным. Восемьдесят пять пятый. Третья область это духовное общение с разумной бесконечностью. Ра. В этой области две первые тренировки, ума и тела, связываются посредством обретения контакта с разумной бесконечностью. Соединение личного стремления вверх с нисходящим потоком божественной энергии Ра. Посмотрите на магнит. У него два полюса, один направлен вверх, другой вниз. Функции духа это соединять стремление, энергию, дробь, тело, тянуться вверх с нисходящими потоками разумной бесконечности. Восемьдесят пять. Духовная совокупность включает в себя поле силы и сознания, которые наименее искажены в вашей совокупности. Ум, дробь, тело, дробь, дух. Это самая продолжительная и самая тонкая часть вашего обучения. Это работа ветра и огня. Энергетическое поле духовного тела это это путь или канал. Когда тело и ум восприимчивы и открыты, дух начинает функционировать как челнок или передаточный механизм между восходящей, индивидуальной энергией, дробь воли и сущности и втекающими потоками творческого огня и ветра. Восемьдесят девять. Помните, кто вы на самом деле? Ра. Каждая сущность это этот варец. По мере того, как сущность начинает все больше и больше осознавать себя, она постепенно приближается к поворотному моменту, когда решает стремиться либо к служению другим, либо к служению себе. Ищущий становится знающим, когда с минимальной адекватностью сбалансируют надлежащие энергетические центры, красный, оранжевый, желтый и синий с прибавлением зеленого, тем самым приступая к работе с цветом индия. Затем знающий начинает выполнять меньше предварительной или внешней работы, связанной с функцией, и приступает к внутренней работе, связанной с бытием. Поскольку знающий сознательно становится более кристаллизованной сущностью, постепенно он все больше и больше проявляет то, что всегда было в нем с начала времен, это единство бесконечного творца. 192-193 шестой. Краткий обзор всех вышеперечисленных тренировок. Вопрос. Тренировки качеств личности. Это это основная работа любого, кто начинает сознательно осознавать процесс эволюции. Это так? Ра, всецело. Сердцевина тренировки качеств личности Трояка. Первое. Познавай себя. Второе. Принимай других. Третье. Становись творцом. Когда достигается Триая, ступень, сущность становится самым смиренным слугой других, прозрачной личностью, личностью, способной полностью знать и принимать другие я. Становится творцом это, значит становится всем, что есть. Больше не существует той личности, которой был знающий до начала обучения. Когда сознание луча индига становится более кристаллизованным, можно сделать больше работы и выразить больше разумной бесконечности. 180-182-31. Целительство первое. Два основных требования для целительства прощения других и прощения себя раа. Вы можете наблюдать, как гневные мысли становятся теми клетками физического тела, которые выходят из-под контроля и превращаются в то, что вы называете раком. Вопрос. Вы утверждаете, что рак можно легко вылечить ментально, и как только сущность прощает другие я, на которые она гневается, рак исчезнет? Раа. Частично это так. Другая часть исцеления связана с прощением себя. Повышенное чувство уважения к себе раа. Другая часть исцеления связана с демонстрацией повышенного уважения к себе. Наиболее привычный способ выражения – это забота о диете. Часто это значимая часть исцеления и процесс сопрощения. 82-83. Раа. Информацию о диете не следует понимать буквально, а как связь или психологический толчок для тела, ума и духа. То есть, очень важны забота и уважение к себе. 83-2. Вторичные техники, физическая техника, ускоренная очистка ума от ядовитых мыслеформ Раа, сущностям, которым необходимо очистить свое я от ядовитых мыслеформ, хорошо следовать программе тщательного ускорения до тех пор, пока не будут вычищены все деструктивные мысли. Побочным результатом этого процесса может быть избавление тела от лишнего веса. Тело ценно не само по себе, но как средство обеспечивающие связь между умом и духом. 83 примечания. Врачи, специалисты в области колоноскопии, расскажут, что токсические, гниющие остатки пищи годами могут храниться в толстом кишечнике. Раа. Тренировка или отказ от нежелательной раковой части как уместной части своего я осуществляется посредством дерева ума, когда ум спускается по стволу вниз к подсознательным уровням, где и устанавливается связь. Тогда тело, ум и дух вынесон выражают отказ от избытка или нежелательной духовной, или ментальной материи, как части сущности. Тогда они исчезают. Вопрос, может ли сущность сознательно программировать высвобождение и использовать ускорение как метод общения с собой? Раа. Это не только верно, но идет намного дальше. Если я достаточно осознает работу этого катализатора и техники программирования, то, используя только веру и концентрацию воли, оно способно к перепрограммированию даже без ускорения диеты или других подобных тренировок тела. 90 примечаний, степень знающего крайне редка. Это не следует рассматривать как повод отказываться от здоровых диетических практик и ходить есть в Мариональдс. Техники лучше сочетать со здоровой диетой. Ментальная техника, сфокусированное внимание, первое, существует только одна техника программирования. Вопрос, вы говорили, что если я достаточно осознает работу этого катализатора и техники программирования, то, используя только веру и концентрацию воли, оно способно к перепрограммированию даже без ускорения диеты или других подобных тренировок тела. Какие техники программирования используют высшие я? Ра, для роста или питания воли существует только одна техника – это фокусирование внимания. Объем внимания тех, кого вы называете детьми, считается коротким. Объем духовного внимания большинства ваших людей такой же, как у ребенка. Поэтому, следует стремиться к обретению способности собирать внимание и удерживать его на желаемом программировании. При продолжительной практике это укрепляет волю. Вся деятельность может происходить только тогда, когда существует вера в то, что конечный результат тренировки возможен. 98.2. Увеличение объема внимания посредством визуализации. Вопрос, с помощью каких упражнений можно увеличить объем внимания? Ра, визуализации формы и цвета, которые вдохновляют личность знающего – это золотая монета его религиозных аспектов. Визуализация простых форм и цветов, которые не вдохновляют личность знающего, формирует основу того, что вы бы могли назвать магическими традициями. Неважно, представляете ли вы розу или окружность. Это значит, что для развития этой способности вы можете выбрать тот или иной путь. 98.3. Традиционные методы следуют ли принимать лекарства? Ра, механистический подход к телу вызывает непрерывный рост болезни потому, что для контроля и сокрытия телесных искажений применяются сильные химические препараты. 100. Следует ли посещать врача? Вопрос, представьте, что у конкретной сущности развивается болезнь и сущность стоит перед выбором искать помощи врача. Это лопата, то есть идти к врачу, или пережить катализатор и не искать коррекции болезни, то есть не идти к врачу. Не могли бы вы это прокомментировать? Ра, если сущность поляризована в направлении служения другим, она спрашивает, какой путь предлагает самую большую возможность служить другим. Для негативно поляризованных сущностей это справедливо с точностью да наоборот. У неполяризованной сущности рассуждения случайны и, скорее всего, направлены на искажения, связанные с комфортом. 101. Четвертый. Метафизическое понимание целительства путь энергии в целительстве. Вопрос, как только целитель становится уместно сбалансированным и разблокированным в энергетических центрах, он может действовать как коллектор или устройство для фокусирования света, собирая его в левой руке и излучая с правой. 113. Вы правы, но мы предлагаем несколько поправок. Пнерогия, уносимая с помощью вытянутой руки, циркулирует через разные энергетические центры к основанию позвоночника. В красном энергетическом центре, корневой чакре, пнерогия закручивается в первую спираль. Затем она движется в желтый энергетический центр. Вторая спираль. Далее она проходит через зеленый энергетический центр. Третья спираль, к синему энергетическому центру, и уже из него, будучи послана через проход, возвращается в разумную бесконечность. Именно из зеленого центра, целительная прана, движется в поляризованную исцеляющую правую руку, из нее к исцеляемому человеку. 113-114. Одно единственное истинное описание целительства, РАА, кристаллизованный целитель это канал для разумной энергии, предлагающий возможность исцеления. Никакого другого описания целительства не существует. Такое описание подходит для большинства традиционных целителей вашей культуры. Если бы целители могли полностью осознать, что отвечают только за предложение возможности исцеления, а не само исцеление, многие из них скинули бы с себя огромный груз неправильно понимаемой ответственности. 116 ключ к целительству лежит в эфирном теле РАА, сначала исцеление совершается в зоне времени-пространства, метафизической зоне, совокупности ум-дробь, тело-дробь-дух. Затем оно усваивается эфирным телом и, наконец, передается в пространство-время-физической иллюзии посредством физического тела. Именно усвоение эфирным телом конфигурации во времени-пространстве, то что вы называете здоровье, является ключом к правильному функционированию физического тела, а не какое-либо событие, происходящее в пространстве-времени. 118.5. Если на любом уровне вы хотите болеть, болезнь остается. РАААА. Если сущность на любом уровне желает оставаться в конфигурации, которая, казалось бы, нуждается в исцелении, например, болезнь, так и будет. РАААА. Сущность может не искать исцеление сознательно, но подсознательно осознавать потребность пережить новую серию искажений, которые явятся результатом исцеления. Аналогично, сущность может сознательно искать исцеление, но на каком-то уровне внутри себя находить причину, делающую болезнь уместной. 115. Джим Маккарти, выбранные до воплощения ограничения, сбивают с толку многих целителей, считающих, что болезнь не нужна. Однако представляется, что некоторые люди выбрали уроки, которые будут пользоваться всей информацией, а не ее частью. Поэтому, искажения нужны для того, чтобы предоставлять возможности таких видов уроков, которые не подчиняются усилиям целителей. Книга 5 страница, 93-6. Ра нарушает свободную волю, давая Кароле совет для исцеления. Духовное целительство, необходимое для улучшения здоровья вопрос, Карла просила меня спросить, есть ли у нее проблемы с почками? Ра, этот вопрос более сложный, чем краткость его постановки. Почки этого инструмента, Карлы, сильно повреждены. Эквивалент времени и пространства, управляющий совокупностью тела, не поврежден. Однако благодаря психической атаке, возник серьезный вопрос, выдержит ли она духовное исцеление? Духовное исцеление она выдержала, но для физического исцеления его следует закрепить с помощью аффирмации о превалировании духовных усилий над кажущимися или видимыми усилиями. 25 прием лекарств ослабляет целительство Ра, когда инструмент начал принимать лекарства, чтобы вылечить почки, он, Карла, перестал произносить аффирмации исцеления. Поэтому, целительство было ослаблено. Это важное искажение, инструменту было бы хорошо усвоить эти концепции. Мы просим прощения за предложение информации, которая может нарушать свободную волю, но преданность инструмента такова, что контакт будет продолжаться, невзирая на ее состояние. Поэтому мы предлагаем информацию, которая может нарушить ее комфорт. Духовный исцелитель был катализатором вопрос, какой опыт обеспечил исцеление почки во времени и пространстве. Ра, исцеление самой себя с помощью катализатора в виде духовного целителя, которого вы зовете почитой. 25. 32. Равновесие может убирать необходимость в катализаторах первое. Взаимодействие с катализаторами Ра. Катализатор, не полностью используемый умом и духом, передается тем. 75. Боль. Как катализатор Ра. Ваши сущности привыкли испытывать боль. Боль может быть физической, но чаще всего она связана с совокупностью ментальной или эмоциональной. В некоторых случаях боль может вызываться и духовной совокупностью. Боль создает потенциал для обучения. Уроки, которые следует выучить, почти всегда включают терпение, терпимость и способность к легкому прикосновению. Очень часто катализатор в виде эмоциональной боли приводит к противо-положному результату это горечи и нетерпению. В таких случаях непроявленному Я будет предоставлен дополнительный катализатор, предлагающий больше возможностей открыть себя как самодостаточного творца, содержащего все, что есть, и полного радости. 52. Болезнь как катализатор. Вопрос, играют ли какую-то роль в этом процессе инфекционные болезни, и как они связаны с непроявленным Я? Ра, инфекционные болезни это это, сущности второй плотности, предлагающие возможность такого вида катализатора. Если катализатор не нужен, сущности второй плотности не оказывают влияние. 52. Травма как катализатор. Ра, у ваших сущностей большой процент развития происходит за счет такого катализатора, как травма. 55. Цель катализаторов. Ра, все катализаторы созданы для того, чтобы предлагать проблему или урок. В вашей плотности такой опыт можно любить и принимать или контролировать. Таковы два пути. Если не выбирается ни один из этих путей, катализатор не выполняет своего назначения, и сущность продолжает развиваться до удара следующего катализатора, вынуждающего ее склониться либо к принятию и любви, либо к разделению и контролю. 110-а. Цель существования в воплощении – это эволюция ума, тела и духа. Чтобы этого достичь, настоятельно требуется катализатор. Желания развиваться и вера в процесс обычно не проявляются без катализатора, то есть, без катализатора нет развития. 29-катализатор необходим только тогда, когда имеется, по крайней мере, частичное блокирование одного единого энергетического центра, ра, нет. Хотя активация или разблокирование каждого энергетического центра – это дело первостепенной важности, необходимая очистка, балансирование энергии так, чтобы вибрационные тона сущности, приходящие из каждого энергетического центра, в чистоте и гармонии резонировали с тонами, приходящими из других энергетических центров. Каждая энергия может быть активирована и без красоты, которая и возможна благодаря признанию того, что вы называете глубиной личностью или своеобразием души. 26. Вопрос. В качестве аналогии активации энергетических центров, можно нажимать на каждую струну музыкального инструмента и отпускать ее, играя ноты. Но этого недостаточно, чтобы играть мелодию. Играть мелодию может только рука музыканта. Это так? Ра, да. В сбалансированном индувидууме энергия ждет руки Творца, чтобы создать гармонию. 27. Второй. Движение катализатора это от ментального к физическому РАА, сущности предлагается катализатор. Если он не используется совокупностью ума, он войдет в тело и проявится как некая форма физического искажения или болезнь. Чем более эффективно используется катализатор, тем меньше будет физическая болезнь или искажение. На некоторых планетарных сферах третьей плотности катализатор использовался более эффективно. В случае вашей сферы катализатор используется очень неэффективно, поэтому так много физических искажений. 124. РАА. Сначала люди жили дольше. Однако постепенно катализаторы стали усваиваться не так, как нужно. Поэтому продолжительность жизни сократилась. 15. Третий. Даже если вы совсем не реагируете на катализаторы, вы все же их используете РАА. Катализатор опыта работает для того, чтобы обеспечить обучение в этой плотности. Если рассматривать катализатор с точки зрения реакции, это даже если он просто наблюдается, сущность все же пользуется им в целях обучения. Конечный результат. Если обучение успешно, катализатор больше не нужен. Не нужна больше эта плотность. Это не безразличие или объективность, это тонко настроенные сострадания и любовь, рассматривающие все как любовь. Когда все рассматриваются как любовь, сущность не реагирует на каталитические реакции. Следовательно, она способна становиться сотворцом получаемых опытов. Это настоящее равновесие. 94.4. Полностью сбалансированная сущность. Обладает ли сбалансированной сущность эмоциональной реакцией на нападение? Вопрос, ощущает ли совершенно сбалансированная сущность какую-либо эмоциональную реакцию на нападение других? Да, это реакция, это любовь. Равновесие, это неравнодушие. Наблюдатель не привязан каким-либо ощущением разделения. Он весь пропитан любовью. 95. Влияют ли на сбалансированную сущность какие-либо эмоционально заряженные ситуации? Ра, на сбалансированную сущность не влияют никакие эмоционально заряженные ситуации. Есть просто ситуация, как и любая другая, в которой сущность может усматривать или не усматривать возможность служения. Чем ближе сущность подходит к такому состоянию, тем больше она сбалансирована. Мы не рекомендуем, чтобы реакции на катализатор усмирялись или подавлялись, поскольку такие действия становились бы задерживающими блоками, не созвучными с законом единого по отношению к другим я. Намного лучше позволить выражение опыта, чтобы сущность могла более полно использовать катализатор. 97 на этом отрывке основывается любимое выражение Уилкака. У совершенно сбалансированной сущности не существует эмоционально заряженной ситуации. Есть только два выбора, служить или выйти из ситуации. 5. Неполяризованные сущности имеют дело со случайными катализаторами. Ра, у неполяризованной сущности, катализатор природы физического искажения будет вырабатываться случайно. Желаемый результат, как вы бы сказали, это выбор полярности. Часто этот выбор не совершается, и катализатор продолжает вырабатываться. 124. Вопрос. До тех пор, пока сущность сознательно не осознает эволюционный процесс, логос или разумная энергия создает потенциалы для того, чтобы сущность обрела опыт, необходимый для поляризации. Это так? Ра, да. 6. Физические катализаторы менее заметны в негативной поляризации. Ра, ментальные и телесные искажения обнаруживаются у сущностей, которые нуждаются в опытах, помогающих в поляризации. Сущности с положительной поляризацией испытывают большие физические искажения, потому что недостаточно интересуются собой и стремятся к служению другим. Негативно поляризованные сущности заботятся о теле более тщательно, их ум целиком сосредоточен на физическом существовании. 124. 33. Конец физического тела. Смерть. Ра, смерть необходима только потому, что высвобождает сущность из тела и позволяет скорбящим сущностям восхвалять процесс. Только восхвалением процесса можно помочь тому, кто пережил физическую смерть, а не скруплезно выполненными и повторными ритуалами. Девятое ра, естественная смерть это самое гармоничное. Смерть в результате убийства сбивает с толку, и сущности необходимо какое-то время, пространство для восстановления. Смерть в результате самоубийства требует большой целительской работы и восстановления стремления к третьей плотности, для обретения новой возможности изучения уроков, предоставляемых высшим Я. 143. 34. Психические болезни первое. Сейчас мы переживаем вибрацию зеленого луча. Вопрос, сейчас наша базовая вибрация это истинный зеленый цвет четвертой плотности. Связано ли это со многими ментальными воздействиями на металлические объекты, такими как сгибание металла с помощью ума? Ра, это не только верно, но и заходит намного дальше. Большое число сущностей с так называемыми психическими болезнями объясняется влиянием зеленого луча истинного цвета на ментальные конфигурации тех, кто не готов впервые встретиться со своим Я. 83. Второй. Трудно ли это тем, кто пребывает на пути служения себе? Вопрос, стоящие на пути служения себе испытывают сильные ментальные трудности с вибрацией зеленого луча. Это так? Ра, нет. Это те, кто зашел в тупик, не подготовился к преобразованию и в какой-то степени допускает влияние тех, кто хочет влиять. 83-84-35. Меняющиеся общества Ра наиболее активны в попытках переделать или изменить общество те, кто работает, исходя из личного понимания правильного, или имеют ответы, которые внесут энергию в более правильную конфигурацию. Эти действия больше всего концентрируются во втором и третьем энергетических центрах. Ра, есть несколько сущностей, желание которых помочь обществу обладает природой зеленого луча или выше. Однако таких сущностей очень мало, из-за концепции зеленого луча, свободно отдаваемой универсальной любовь, более желательно, чем принципы и даже изменения людей, или политических структур. 53 Ра, в данном пространстве времени, случаи добровольного и непреднамеренного рабства, так много численны, что превышают границы нашей способности их перечислять. 76. Примечания, условия, при которых многие животные используются для пополнения традиционных запасов пищи, это один из факторов, которые могли бы упустить многие читатели. Энергетические центры передачи, энергии 36. Сексуальная энергия 1. Как повлияла завеса на передачу сексуальной энергии до завесы, разделение сознательного дроби сознательного ума, тела и духа, Ра, до завесы каждая активность была передачей сексуальной энергии. Существовали даже определенные передачи силы. Однако из-за отсутствия завесы, большинство передач были слабыми. В третьей плотности сущности, пытаются научиться способам любви. Если рассматривать все как одно существо невозможно, тогда нетренированные личности намного труднее выбрать один пол, посвящая себя программе служения. В этом случае сексуальная энергия будет растрачиваться случайно, без великой радости или великой печали. То есть, передача зеленого луча, почти без исключения, происходила при передаче сексуальной энергии до завесы, но была ослаблена и не обладала значимой кристаллизацией. 73 раз до завесы сексуальный половой акт совершался между двумя сущностями, обладающими определенным объемом зеленого луча. Осознание всего как творца открывает центр зеленого луча. И поскольку каждый знал, что он и другие являются творцами, возможности блокирования отсутствовали. Из-за легкости, с которой могла происходить передача, передачи энергии были слабыми. 82 минус 83 раз до процесса завесы, почти полностью отсутствовали передачи сексуальной энергии выше зеленого луча. В третьей плотности, появилась маленькая цель это исследовать более интенсивные взаимоотношения, возникающие в процессе супружества, ибо каждое другое я рассматривалось как творец, и никакое другое я не было большим творцом, чем другие. 102 после завесы. Ра, после завесы, передавать зеленый луч, стало намного труднее, за счет меньшего знания тела и его проявлений, связанных с блоками. Когда переживалась передача энергии, она обеспечивала катализатор, для связи одного, единого я с другим я в уместно поляризованном состоянии. Проявления тела тщательно затуманивались, и скрывались от сознательного ума. 102. Ра, после завесы, передачи сексуальной энергии, и блокирования стали намного более эффективными, для кристаллизации тех, кто ищет энергетические центры зеленого луча. 73. Второй. Поляризация обеспечивает передачу духовной энергии, сексуальной энергии, связывает метафизическую и физическую сферы. Ра, энергии, передающиеся посредством сексуальной активности, не принадлежат пространству времени. Это огромный компонент того, что вы бы могли называть передачей метафизической энергии. 85 сексуальной энергии, это эта форма вибрационного моста между пространством-временем, и временем-пространством. 112 сексуальные выражения, начинаются с различия, и движутся к единству вопрос, не могли бы вы дать определение передачи сексуальной энергии. Ра, передача энергии подразумевает высвобождение, потенциальных энергий в потенциальное пространство. Передача сексуальной энергии, происходит благодаря поляризации, двух совокупностей ум дробь тела дробь дух, каждая из которых обладает неким потенциальным отличием от другой. 30 магнитное притяжение делает волевой акт ненужным вопрос, не могли бы вы охарактеризовать магнитное притяжение? Ра, в вашей бисексуальной природе присутствует нечто, что называется полярностью. Полярность можно изменять, благодаря наличию мужской дробь, женской полярности в каждой сущности. Поэтому, вы можете рассматривать магнетизм так. Встречаются две сущности, с надлежащим равновесием мужского дробь женского и женского дробь мужского. Они ощущают притяжение, которое будут оказывать друг на друга поляризованные силы. Сила бисексуального механизма такова, что для того, чтобы ощутить притяжение противоположно поляризованной сущности, не требуется совершать волевое действие. Притяжение неотвратимо и обеспечивает надлежащий путь, для свободного потока энергии. Путь может блокироваться из-за какого-то искажения, созданного системой верований, а именно, брака с сущностью, притяжение которой нежелательно. Однако основной механизм функционирует так же легко, как магниты кусок железа. 34. Различие между мужской и женской сущностями РАА. Мужчина хранит физическую энергию, женщина хранит ментальную и ментально-эмоциональную энергию. В третьей плотности, при передаче сексуальной энергии, мужчина предлагает физическую энергию, женщина освежается, поскольку обладает намного меньшей физической жизнеспособностью. Женщина предлагает мужчине вдохновение, исцеление и благословение, которые менее жизнеспособны в мужчине. 112-ра. При передаче энергии женщина способна усиливать то, что находится в сознательном уме мужчины, так, что он ощущает вдохновение. В более общем смысле это то, что берет, можно рассматривать как мужской принцип, а то, что ждет, чтобы его взяли, можно рассматривать как женский принцип. 159-й. Блокирование и передача сексуальной энергии. Корневая причина блоков вопрос. До завесы. Передача сексуальной энергии осуществлялась всегда, однако после завесы это не так. Каков первичный источник блокирования? Ра. Корневая причина блокирования это отсутствие способности видеть творца в других я, или, другими словами, отсутствие любви. 109-110 виды блоков вопрос. Не могли бы вы рассказать о разных видах блокировок, существующих при сексуальном размножении наших совокупностей? 1. Красный луч. Ра. Первая передача энергии это красный луч, он имеет дело только с вашей системой размножения. 2. Желтый и оранжевый лучи. А. В этом цвете вибрирует только один партнер. Ра. В попытках желтого и оранжевого луча иметь сексуальный контакт, блокирование может вызываться тем, что в этом луче вибрирует только одна сущность, и она будет обладать неуемым аппетитом к сексуальной активности. Эти вибрационные уровни ищут активности зеленого луча. b. Отношение к себе или к другому я как, к объекту. Ра. Возможность передачи энергии оранжевого или желтого луча существует, но будет негативно поляризована, поскольку другой партнер будет рассматриваться скорее как объект, чем как другой я, то есть, первый партнер будет рассматривать себя как вор или хозяин ситуации. 3. Зеленый луч. А. Страх или желание обладать или быть обладаемым. Ра. У зеленого луча есть две возможности. Во-первых, если оба партнера вибрируют в зеленом луче, передача энергии будет взаимно усиливаться. Женщина вытягивает энергию из корней мужчины через энергетические центры. Мужчина находит в передаче энергии вдохновение, удовлетворяющие и питающие духовную часть совокупности ум-дробь, тело-дробь-дух. Такая передача энергии блокируется только тогда, когда одна или обе сущности ощущают страх обладать или обладание. b. Не предлагается безусловная любовь. Ра. Во-вторых, другая возможность зеленого луча, когда энергия зеленого луча предлагается только одним партнером. Другой партнер не предлагает энергию безусловной любви. Это приводит к блокированию того партнера, который не предлагает энергию зеленого луча, усиливает неудовлетворенность и аппетит. 4. Голубой луч. Редко. Ра. Сейчас, среди ваших людей, передача энергии голубого луча происходит очень редко, но может оказывать большую помощь из-за передачи энергии, включающих появление способности к выражению без страха или угрозы самосохранению. 5. Луч индига крайне редко. Ра. Передача луча индига крайне редко у ваших людей. Это священная часть совокупности тела, когда контакт с разумной бесконечностью может осуществляться только через фиолетовое «я». На последних двух уровнях блокировки возникать не могут. 30-31. Пятый. Можно ли сказать, какой луч присутствует при передаче энергии? Вопрос. После сексуального контакта, существует ли способ определить, какой луч передавался индивидууму? Ра. Только субъективные критерии. Зеленый. Любовь делает одним целым Ра. Если энергии текли так, что партнеры становились единым целым, имело место передача зеленого луча. Голубой. Более легкое общение. Ра. Если ощущалась легкость в общении, и достигалось большее поле зрения, энергия очищалась до энергетического центра голубого луча. Индиго. Стимулировались волей веры Ра. Если поляризованные сущности обнаруживают, что стимулировались волей веры, причем не на короткий, а на более продолжительный период того, что вы называете временем, происходит передача луча индига. Фиолетовый. Открытие входа в разумную бесконечность. Ра. Мы не можем говорить о передаче энергии фиолетового луча. Можем только заметить, что это открытие входа в разумную бесконечность. Передача луча индига происходит, но завеса не поднята. Восемьдесят семь шестой. Совместное использование сексуальных энергий и передача энергии посредством лучей может происходить тогда, когда достигается зеленый луч. Ра. Когда две совокупности ум, дробь тела, дробь дух, достигшие зеленого луча, вступают в брак, дальнейшими лучами можно пользоваться и тогда, когда обе совокупности развиваются с разной скоростью. Сущность, вибрирующая на голубом луче или луче индига, вступающая в брак с другим я, вибрирующим на зеленом луче, может служить катализатором для обучения другого я. Процесс продолжается до тех пор, пока другой я изучает зеленый луч. В этом случае передача энергии посредством лучей невозможна. Сорок очищения ведет к высокой сексуальной магии. Ра. У всех сущностей, вибрирующих на активности зеленого луча, передача сексуальной энергии происходит не на магическом уровне. Однако это возможно в том случае, если сущность, посвятившая себя служению одному бесконечному творцу, очистит передачу энергии. Когда другой я тоже посвящает себя служению одному бесконечному творцу, передача удваивается. С этого момента очищение ведут в сферу высокой сексуальной магии. 176.7. Великий ключ это безусловная любовь. Ра. Великий ключ к передаче голубой, индиго и, наконец, исполненная тайной сексуальной энергии фиолетового луча это метафизическая связь или искажение, которое среди людей носит название безусловная любовь. При передаче энергии голубого луча качество любви очищается в огне честного общения и ясности. Обычно для достижения такой передачи требуется достаточно большое количество времени. Это один из методов кристаллизации центра голубого луча. 86-87-8. Тандра йога Ра. Передача энергии происходит не только между зелеными энергетическими центрами партнеров. Она делится энергиями с каждым лучом, начиная с красного и вверх. Наиболее эффективна, когда обе сущности достигают оргазма одновременно. Однако передача происходит и тогда, когда оргазма достигает кто-то один, и, конечно, в случае физического выражения любви между супружеской парой, не приводящему к оргазму. Значительное количество энергии передается до тех пор, пока обе сущности осознают потенциальные различия и высвобождают сил друг в друга посредством волевого желания ментального посвящения. У вас есть практика, которая называется иначе, чем христианские доктрины систем искажения Закона Одного Единого. 84. Вопрос, можете ли вы привести пример? Ра, мы приводим примеры напоминанием, что каждая система искажена, а ее учения всегда теряют половину своей ценности. Одна из таких систем называется тантрической йогой. 84. Девятый. Священная сексуальность. Активируйте луч индигра. Мотивация на вибрацию луча индига это начало священной природы вашего бисексуального акта размножения. Луч индига уникален, поскольку несет в себе все и вся цельность единства в предложении себя другим я. 40. Ра, выражаясь символически, мужской принцип должен сексуально достигать и пронизывать внутренние секреты женского принципа еще до того, как может быть использована священная сексуальность, связанная с женским принципом ума. 160. Рассматривайте сексуальную активность, как творца, изучающего себя. Ра, как и все другие исследующие действия, вы можете рассматривать сексуальную активность, как активность творца, исследующего себя. 30 вопрос, является ли сексуальная активность первичным механизмом творца для изучения себя? Ра, это не совсем подходящий термин. Сексуальная активность, один из приемлемых способов. Осознание творцом самого себя, как бисексуала явилось потенциалом, позволяющим воспользоваться двумя преимуществами. Первое, в сущности, с активированным зеленым лучом заложен потенциал для прямой и простой аналогии с тем, что вы можете назвать радостью, обладающей духовной или метафизической природой, и существующей как разумной бесконечностью. Это большое подспорье в восприятии истинной природы бытия. Другое потенциальное преимущество, наличие священного понимания или связи с проходом к разумной бесконечности, поскольку при надлежащей подготовке можно достичь ощущения разумной бесконечности. 30-32 Ра. После создания завесы супружеская пара совокупностей ум дробь тела, дробь дух стремилась бы к передачам более высокой энергии, позволяя творцу познавать себя с большей красотой, серьезностью и изумлением. Благодаря священному использованию этой функции, можно достигать разумной бесконечности, и каждая сущность обретает большую поляризацию и способность служить. 102 Х. Полное слияние вопрос, не могли бы вы пояснить, что означает полное слияние? Ра, все творения это один творец. Поэтому сведения сексуальной активности только к совокуплению тел это искусственное деление. Все рассматриваются как сексуально равные, ум, тело и дух, причем каждая из них является частью полярности сущности. Поэтому полное сексуальное слияние можно рассматривать с или без того, что вы называете сексуальным половым актом. Как полное слияние ума, тела и духа в том, что ощущается как постоянный оргазм радости и наслаждения в другом я. 40-42-11. Белая магия Ра. Сердцевина белой магии это ощущение радости союза с творцом. В жизненном опыте позитивно поляризованного знающего всегда будет излучаться радость. Именно по этой причине сексуальная магия не ограничивается только негативно поляризованными знающими. Если правильно пользоваться сексуальной магией, она находит свое место в высшей магии, поскольку, будучи правильно выполнена, соединяет тело, ум и дух с единым бесконечным творцом. 161-12. Гомосексуальность Ра. Если сущность обладает, грубо говоря, 65% воплощений в сексуально-биологической совокупности с полярностью, противоположной полярности нынешней совокупности тела, такая сущность подвергается гонению в ваших городах и может стать той, которую вы называете гомосексуальной. 13. Современные брак и партнерские отношения Ра. Поскольку ваши люди открыты концепциям враждебности, войны и жадности на собственность, эти идеи просачиваются вниз по дереву ума и проникают в выражение совокупности тела. Пример тому это сексуальность. Вопрос, заражено ли этим все население? Ра, в вашей культуре укоренилось искажение сексуальности. Оно связано со склонностью скорее к соперничеству в том, что вы называете браком, чем к свободной отдаче себя другому в любви и свете бесконечного Творца. 37. Примечание, конечно, это очень спорное утверждение. Здесь они имеют в виду, что насаждение узаконенного контракта между двумя личностями может создавать много раздражения, ощущения собственности, привязку и обладание. Однако они признают и партнерские отношения, и, фактически, их поощают. Помните, что свободная воля это первое искажение закона единого, а узаконенный контракт превращает любое возможное свободно-волевое решение прекратить отношения в сложный юридический кошмар, не говоря уже о социальном и религиозном позоре. Единственный возможный компромисс это обновляемый брак, где обеты сознательно подлежат восстановлению каждый год. Вопрос, до завесы, планировал ли Логос создать систему случайной сексуальной активности? Ра, в изначальное намерение Логосов входило, чтобы сущности общались друг с другом любым образом, что создавало бы большую поляризацию. На основе многих наблюдений был сделан вывод, поляризация многократно усиливается, если отношения носят смешанный характер. Поэтому Логосы сохранили склонность к брачным отношениям, которые характерны для более дисциплинированных личностей и более высоких плотностей. Однако всегда преобладает свободная воля каждой личности, и можно предложить только выбор. 88.14. Сексуальная энергия в четвертой плотности Ра. В четвертой плотности выбор сделан и завеса поднята. В позитивных полярностях почти универсально по-настоящему совместное пользование энергиями. В негативных полярностях почти универсально блокирование. Это завоеватель получает оргазм, а жертва почти никогда. 111.37. Вращение и кристаллизации чакр первое. Чакры вращаются или кристаллизуются? Ра. Полное разблокирование трех первых энергетических центров будет создавать скорости вращения. Однако когда сущность развивает более высокие энергетические центры, три нижних центра начнут выражать свою природу, образуя кристаллические структуры. Это более высокая или более сбалансированная форма активации. 9.2. Кристаллические структуры разных чакр. 1. Центр красной энергии ЭТО имеет форму колеса со спицами. 2. Центр оранжевой энергии ЭТО имеет форму цветка с тремя лепестками. 3. Центр желтой энергии ЭТО имеет круглую форму, многогранен как звезда. 4. Центр зеленой энергии ЭТО имеет форму лотоса, число лепестков зависит от силы этого центра. 5. Центр голубой энергии ЭТО может иметь 100 граней и сиять как вспыхивающий бриллиант. 6. Центр энергии Индиго ЭТО обычно базовая треугольная или трехлепестковая форма. 7. Центр фиолетовой энергии ЭТО самая постоянная форма, имеет 1.000 лепестков. 10. Очистка энергетических блоков РАА Индиго-центр ЭТО самый важный центр для работы знающего. Однако он не может, как бы ни был кристаллизован, исправлять несбалансированность или удалять блоки в других энергетических центрах. Их следует очищать один за другим, начиная с красного и поднимаясь вверх. 184. Использование энергетических центров позитивно и негативно ориентированными сущностями. РАА Негативно ориентированные сущности будут использовать три нижних центра для разделения и контроля над другими сущностями с помощью сексуальных средств, личных утверждений и действий в вашем обществе. Позитивно ориентированная сущность будет передавать интенсивную энергию красного луча в энергию зеленого луча и в излучение голубого и индиго-центров. Также, она будет преобразовывать себя и свое место в обществе посредством ситуаций, в которых может служить другим и, наконец, излучать любовь к другим, не ожидая никакой обратной передачи. 29. Пятый. Кристаллизация РАА. Хорошо бы помнить, что чакры или энергетические центры могут уместно функционировать и без кристаллизации. Вопрос, можно ли уподобить чакры с красной по зеленую, замкнутой электрической цепи с высоким сопротивлением, в которой общее количество переданной энергии невелико? РАА. Некристаллизованные низшие центры не могут нести высокое напряжение. Кристаллизованные центры могут нести характеристики высокого напряжения. 83. 38. 7 чакр. Их лучи и блоки первые. Корневая чакра. Красный луч. Луч основы. РАА. Базовая энергия красного луча. Это этот луч является основным усиливающим лучом для каждой плотности. 77. РАА. Южный полюс. Корневая чакра. Притягивает. Как магнит, он втягивает в себя все, что к нему притягивается. Будучи самым низким центром физического проводника, красный луч имеет возможность первым реагировать на любой опыт. Он может функционировать первым, следовательно, относится к выживанию. Многое открывается ищущему, как только он сбалансирует и разблокирует этот центр. 128. РАА. Сначала уравновешивается вибрационная энергетическая совокупность молкута или Земли, называемая совокупностью красного луча. Понимание и признание этой энергии фундаментально. 144. Второй. Эмоциональный или личный центр. Оранжевый луч. Луч движения к желтому лучу. РАА. Следующая энергетическая совокупность, которая может быть блокирована, это эмоциональная или личная совокупность, также известная как совокупность оранжевого луча. Блокирование будет частично проявляться себя, как эксцентричность личности или искажение, связанное с сознательным пониманием или признанием себя. 145. РАА. Оранжевый луч. Это это влияние или вибрационный паттерн, посредством которого совокупность ум дробь тела дробь, дух выражает свою силу на индивидуальной основе. Власть над людьми можно рассматривать как оранжевый луч. Этот луч очень интенсивен у ваших людей на индивидуальной основе. В нем вы можете рассматривать обращения с другими людьми как с несущностями, рабами или движимым имуществом, не придавая им никакого статуса. 38. Третья чакра. Желтый луч. Луч самоосознания и взаимодействия с другими отношениями, с группами РАА. Желтый луч характеризует отношения сущности с группами или обществами. Это сердцевина враждебных действий, в которых одна группа сущностей ощущает потребность и право доминировать над другой группой сущностей до тех пор, пока не подчинит их желание желанию хозяев. 38. РАА. Обычная природа сексуального полового акта, если первичные вибрационные паттерны одного, единого из партнеров желтые или оранжевые, содержат блоки. Именно благодаря блокам ощущается неудовлетворяемый сексуальный голод. Когда к этому паттерну принадлежат оба я, одна сущность испытывает удовольствие от унижения, рабства и зависимости, другая это от превосходства и контроля над первой. В этом случае передача сексуальной энергии ощущается как негативная полярность. 39. Блоки, связанные с эго РАА. Блоки третьего центра больше всего связаны с тем, что вы назвали эго. Это желтый луч или центр солнечного сплетения. Блоки этого центра часто проявляются как искажения в сторону манипулирования и других поведений в обществе, связанных с совокупностью ум, дробь тела, дробь дух. Те, у кого блокированы три первых энергетических центра, красный, оранжевый и желтый, будут продолжать испытывать трудности в дальнейшем поиске закона единого. 145. Впервые проявляется у некоторых растений и животных вопрос, какие самые простые сущности обладают энергетическими центрами оранжевого и желтого лучей? РАА. Сущности, имеющие животную и растительную природу, которые для выживания и роста ощущают потребность размножения бисексуальными техниками или потребность в зависимости от других я. РАА. 89. Четвертый. Сердечная чакра. Зеленые лучи это луч сострадания и всепрощающей любви. Поворотный момент РАА. При передаче энергии зеленого луча, сексуально или другими видами опыта, вы подходите к великому поворотному моменту. Зеленые лучи можно повернуть наружу, тогда сущность дает больше, чем получает. 39. РАА. Активность зеленого луча это полное сострадание и любовь не требует возврата. 77. Трамплин к разумной бесконечности РАА. Сердечный центр или зеленые лучи это это центр, из которого сущность третьей плотности может прыгнуть как с трамплина в разумную бесконечность. Блоки в этой области могут проявляться как трудности в выражении того, что вы бы назвали универсальной любовью или состраданием. 145. Возможные инверсии. РАА. Активация зеленого луча всегда уязвима для желтого или оранжевого луча обладания. 146. Страх обладания. Желание обладать. Страх, что ими обладают. Желание, чтобы вами обладали это вот искажения, которые будут создаваться выведением из строя передачи нервы и зеленого луча. 43. РАА. Улияние истинного зеленого цвета, оказываемое на сущности желтого луча, вынудили многих сущностей вернуться к рассмотрению себя, а не приступить к рассмотрению других я или зеленому лучу. Природу этого явления не следует рассматривать как негативную поляризацию, поскольку негативно поляризованная сущность очень интенсивно работает с самыми глубинными проявлениями групповых энергий желтого луча, особенно с манипулированием другими я для служения себе. Сейчас многих людей на вашем плане мы можем прибавить к числу сущностей, вернувшихся к оранжевому лучу. Это те, кто ощущает вибрации истинного зеленого цвета, реагирует отказом работать на правительство и общество как таковых и заново ищет себя. 88. Пятый. Горловая чакра. Голубой луч. Общение. Первый луч излучения себя, несмотря на любые действия других. РАА. Как только активирован зеленый луч, открывается способность доступа к голубому лучу, и последний ждет только усилий индивидуума. 43. Первое, что предлагается выше зеленого луча, это принятие или свобода. Это предоставляет ищущему передачу энергии голубого луча возможность ощущать принятие, то есть ощущать то, что ему выражают другие я. 39. Энергетический центр голубого луча. Это это первый центр, в котором происходит и выход и вход. Те, у кого блокирован этот центр, будут испытывать трудности в понимании совокупности ум, дробь тела, дробь дух своей сущности и трудности в выражении понимания себя. 40. Сущности с блоками в этой области могут ощущать трудности в принятии общения с другими совокупностями ум, дробь, тело, дробь дух. 145. РАА. Сущность голубого луча. Это сотворец. 92. Шестой. Внутренний глаз или чакра шишковидной железы. Это луч индига. РАА. Индига лучи открывается только посредством значительных тренировок и практик, связанных с принятием себя, не только как поляризованного и сбалансированного я, а как творца, как сущность бесконечной ценности. Так начинается активация луча индига. 43. РАА. Энергетический центр луча индига питается так же, как и все другие энергетические центры, это опытом, но больше всего он питается тем, что мы назвали тренировками личности. 160. РАА. Луч индига это это лучшее сознание себя, как творца. Поэтому, те, у кого активированы вибрации луча индига, могут предлагать передачу энергии от творца к творцу. 40. РАА. Луч индига это луч, с которым работает только знающий. Это вход в разумную бесконечность и привнесение в нее разумной энергии. Это энергетический центр всех учений, которые рассматривают скрытое и оккультное, поскольку этот луч предоставляет бесконечные возможности. Все сбалансированные целители, учители и работающие на творца принадлежат лучу индига. 77. РАА. Те, у кого блокирован центр луча индига, могут ощущать уменьшение втекания разумной энергии из-за проявлений, которые кажутся недостойными. Балансирование луча индига это главное в работе, связанное с духовной совокупностью. Духовная совокупность направляет втекающий поток на преобразование и превращение третьей и плотности в четвертую. Этот энергетический центр получает из-за разумной бесконечности наименее искаженные излияния любви дробь света, он является потенциалом для обретения ключа к входу в разумную бесконечность. 145. Седьмой. Коронная чакра. Цвет фиолетовый вопрос, что происходит, когда в медитации появляется ощущение коронной чакры? Ра. Сущность ощущает втекание в этот энергетический центр. Эти втекания используются либо, первое, для разблокирования этого центра, второе, для настройки с гармониками другого энергетического центра, третье, для активации входа в разумную бесконечность. Ра. Центр фиолетового луча это полное выражение вибрационной совокупности ум дробь, тела дробь дух сущности. На этом энергетическом уровне не имеет значения, сбалансирован или не сбалансирован этот центр, поскольку он отдает и берет в своем собственном равновесии. Какими бы ни были искажения, этим центром нельзя манипулировать как другими. Следовательно, он не принимается во внимание при рассмотрении сбалансированности сущности. 145. Ра. Вхождение энергии заканчивается в чакре индига, чакре внутреннего глаза. Фиолетовые лучи это термометр или индикатор целого. 3139. Разные энергетические тела вопрос. В нашей эзотерической литературе перечисляются многие тела, то есть физическое, эфирное, эмоциональное и астральное. Это так? Ра. Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, понадобилось бы много похожих на этот сеансов, поскольку взаимоотношения разных тел и влияние каждого тела в многочисленных ситуациях это огромное учение. Мы начнем с возвращения вашего ума к спектру истинных цветов и использованию этого понимания для постижения разных плотностей вашей октавы. В структуре и опыте число 7 повторяется от микрокосма до макрокосма. Поэтому следовало ожидать существования семи основных тел, которые наиболее понятно можно было бы описать как тело красного луча и так далее. Однако это будет сбивать с толку, поскольку одни учители называли тонкое тело одним именем, другие это другим. Примечание. Другими словами, утонница может возникать благодаря духовным верованиям, таким как индуизм и буддизм. Которые дают разные названия для одних и тех же энергетических тел. Первое. Тело красного луча. Ра, красные лучи это ваше химическое тело. Это не то тело, которым вы пользуетесь как одеждой для физического мира. Это не строительный материал тела, это элементальное тело, не имеющее формы. Элементальное и бесформенное материальное тело важно для понимания того, что существует целительство, которое может выполняться простым пониманием элементов, присутствующих в физическом проводнике. Примечание. Два примера это минеральные добавки и использование магнетизма. Также это может относиться к более тонким учениям. Это учение о том, как вибрация влияет на разные элементы. Второе. Тело оранжевого луча. Ра, это совокупность физического тела. Это все еще не то тело, в котором вы обитаете. Скорее это тело, сформированное без самосознания, тело в матке до вхождения, у него совокупности дух-дробиум. Оно может жить и без заселения его совокупностями ума и духа, но делает это крайне редко. 114. Тело желтого луча. Ра, это и есть ваш физический проводник, который вы знаете сейчас, и в котором обретаете опыты посредством катализатора. 124. Тело зеленого луча. Ра, это более легкое тело, уплотняющееся по мере проживания жизни. Это тело, которое может становиться видимым, когда формируется то, что вы называете ктопозный. Одни называют его астральным телом, другие это эфирным, но это неправильно, в том смысле, что эфирное тело это это тело входа, в котором разумные энергии способны формировать совокупность ум-дробь, тело-дробь-дух. 135. Тело голубого луча или легкое тело. Ра, легкое тело или тело голубого луча можно называть двическим телом. Оно имеет много других названий, особенно в так называемых индийских сутерах или писаниях, поскольку среди ваших людей были те, кто исследовал эти области и понял разные виды двических тел. В каждой плотности существует много, много видов тел, похожих на ваши. 115. Ра. При вхождении в голубую базовую неравию всегда существует некоторая трудность, поскольку оно требует того, чего очень не хватает вашим людям, это честности. Голубое луче это лучше общения со своим я и с другими я. 121.6. Тело луча индигра. Ра. Это тело мы предпочитаем называть эфирным телом. Это тело входа. Вы можете видеть его только, как тело света, поскольку, по своему желанию оно может принимать любую форму. Ра. Это первое тело, которое активируется после смерти. Оно образует форму тела, или то, что египтяне называли-ка. Это тело сохраняется до того момента, пока не обретается понимание совокупности ум дробь, тело дробь дух. Затем активируется тело другого луча, например, зеленого. 116. Ра. Тело индигра, будучи разумной энергией, способно предложить новую смерть, перспективу души и места, в котором рассматривается опыт самого последнего воплощения. 117. Седьмой. Тело фиолетового луча Ра. Вы можете называть его будхическим или завершенным телом. В нем заложен смысл целостности, очень близко и к единству со всем, что есть. 115. Ра. Его можно рассматривать как проявление смысла священной или почитаемой природы каждодневных творений и действий. 121 движение, приходящее из-за пределов Земли 40. Конфедерация первая. Конфедерация служит Творцу Ра. Я это один из членов Конфедерации планет в служении бесконечному Творцу. В Конфедерацию входит приблизительно 53 цивилизации, включающие приблизительно 500 совокупностей планетарного сознания. В ней есть и сущности с вашей планеты, достигшие измерений выше третьего. В Конфедерацию входят планетарные сущности из вашей солнечной системы и других галактик, солнечных систем. Это настоящая Конфедерация, поскольку ее члены не похожи друг на друга, но едины в служении, согласно закону единого. Вам они доступны с помощью мысли. 2. Сколько людей Земли попросили вашего служения? Ра. Меня призывают лично 352 тысяч человек. 3. Каков результат применения к этому закона квадратов? Примечание. Благодаря естественной склонности единого Творца к позитивной полярности, любой человек, призывающий помощь и ориентированный на служение другим, значительно увеличивает силу по закону квадратов. Посредством бесконечно умножающегося фрактала, голос каждой призывающей сущности квадратно наращивает силу с каждой дополнительной призывающей сущностью, и сила быстро умножается эквивалентно огромному числу сущностей. Это число становится новым эквивалентом, сколько сущностей просит служения. Ра. Число почти незначимо, в том смысле, что в нем много, много цифр. Оно содержит великий призыв, который мы чувствуем и слышим так, как будто это наши сущности искажены великой и переполняющей печалью. Это требует нашего служения. 97 утверждения. Если бы конфедерация высадилась на землю, их бы примели за богов, что явилось бы нарушением закона свободной воли и уменьшило их поляризацию служения всем. Ра с этим согласился. 154. Почему образовалась конфедерация? Ра. Желание служить начинается в измерении любви или понимания. Четвертая плотность. И становится главной целью совокупности общественной памяти. 155. Пятый. Ментальный войн. Ра. Войне мыслей негатив уменьшается за счет неспособности манипулировать, а позитив уменьшается за счет неспособности принять то, что дается. 214. Вопрос. Что значит неспособность принять то, что дается? Ра. Самое большее принятие и любящая энергия это это любить желающих манипулировать так, чтобы эти сущности были окружены, пропитаны и преобразованы позитивными энергиями. И хотя это была бы борьба на равных, чтобы оставаться чисто позитивной, конфедерация осознает, что не может позволить, чтобы ею манипулировали, поскольку тогда следствием была бы не чистота, а попадание под каблук так называемых сил тьмы, как вы могли бы сказать. Поэтому, чтобы сохранить полезное служение другим, те, кому приходится иметь дело с войной мыслью, вынуждены защищаться, а не принимать. Они не могут принять то, что хотело бы сделать гору Ориона, это рабство. При этом из-за трения теряется какая-то часть полярности, и обе стороны вынуждены перегруппироваться. Ра. Это самая трудная работа конфедерации. В любое время в этом конфликте просят участвовать только четырех планетарных сущностей. Вопрос. Какой плотности относятся эти четыре сущности? Ра. К четвертой плотности. Четвертая плотность. Это это единственная плотность, кроме вашей, которой не хватает мудрости воздержаться от борьбы и которая видит необходимость сражения. 214-41. НЛО первое. НЛО конфедерации Ра. В нынешней совокупности памяти пространства? Времени мы не пользуемся кораблями, которые вы называете НЛО. 94 члены конфедерации прибыли сюда, в космическом корабле? Ра. Следует заметить, что эта информация не важна. Если вы это поймете, информация может быть предложена. Каждая планетарная сущность, желающая появиться в вашем третьем измерении искажения пространства-времени, должна запросить разрешение прервать то, что вы бы назвали карантином. В настоящее время в вашей плотности в космическом корабле работают семь таких сущностей. Их цель очень проста – позволить сущностям вашей планеты осознать бесконечность, которая часто самым лучшим образом выражается незнающим как таинственное и неизвестное. Каждый запрос проходит через Совет Сатурна. 95-ю кто является членами Совета Сатурна? Ра. Представители конфедерации, а также представители вибрационных уровней ваших внутренних планов, принявшие на себя ответственность за вашу трию плотность. Имена не важны, потому что у них нет имен. Концепции имени не являются частью Совета. Если потребуются имена, мы подчинимся. Однако, не все они имеют выбранные имена. Вернемся к Совету. Есть 24 сущности, которые предлагают служение по прозе. Они называются хранителями. Совет не позволил прервать карантин в континууме времени пространства. Но было получено разрешение появиться в виде мыслеформ перед имеющими глаза, чтобы видеть. Однако имело место несколько приземлений. Некоторые сущности известны вам, как Горуба Орена. 98-99-2. Встреча с президентом Изенхаупером вопрос. В 1950-х годах встречался ли дуэт Изенхаупер с конфедерацией или с Горубой Орена? Ра. Та сущность, о которой вы говорите, встретилась с мыслеформами, невидимыми в третьей плотности. Это было испытание. Мы, конфедерация, хотели посмотреть, что произойдет, если крайне положительно ориентированная и просто подходящая по духу личность, без значительных искажений по отношению к власти, получит мирную информацию от конфедерации. Мы обнаружили, что эта сущность не поняла, что его подчиненные могли бы делать с концепциями других существ или другими философиями. Поэтому мы договорились, позволить ему идти своим путем и другим делать то же самое. Также мы позволили продолжение небольшой кампании, постепенно пробуждавшей ваших людей к нашему присутствию. События обогнали этот план. Книга 5, страница, 46-3. НЛО с Орена Ра. Многие НЛО, наблюдаемые в вашем небе, принадлежат Горубой Орена. Они передают послания. Некоторые послания получают те, кто ориентирован на служение другим. Затем послания меняются так, чтобы их принимали позитивные сущности, наряду с предупреждением о предстоящих трудностях. Это самое большее, что могли сделать сущности, слушащие себе, встречаясь с сущностями, слушащими другим. Контакты, которые Горубой Орена сочла полезными для своих целей, были контактами с сущностями, людьми Земли, ориентированными на служение себе. 124-4. Почему НЛО не спускаются на Землю в массовом порядке? Вопрос. Сущностям с Орена лучше оставаться за сценой, чтобы набрать тех, кто по доброй воле служит христоносцам с Орена, или им было бы лучше спуститься на нашу планету, продемонстрировать превосходство в силе и собрать подобных людей? Ра, Горубой Орена лучше работать за сценой, поскольку приземлением они бы нарушили закон Эдиного. Массовое приземление вызвало бы потерю поляризации Горубой Орена за счет нарушения свободной воли планеты. Это была бы очень рискованная игра. Примечание, по-видимому, это, скорее, очень рискованная игра, чем уверенность в успехе, потому что через карантин прошло бы очень ограниченное число кораблей. Если бы планета была захвачена и стала частью империи, тогда появилась бы вероятность восстановления свободной воли. Это ограничивает деятельность Горубой Орена, поскольку они хотят двигаться к Эдиному. Именно желание движения вперед удержало Горубу от нарушения закона запутывания. 151.5. Сущности каких плотностей нуждаются в космических кораблях? Сущности третьей плотности Ра. Большая часть сущностей, пребывающих от отдаленных регионов, не нуждается в космическом корабле, каким вы его знаете. Этот вопрос требует понимания, которым вы не обладаете. Мы попытаемся рассказать то, что можно. Есть несколько сущностей третьей плотности, например, Сириуса, которые научились пользоваться космическим кораблем для путешествий между звездными системами, но их ограничивает то, что вы сейчас понимаете, а именно это продолжительность полета. Сущности четвертой, пятой и шестой плотности Ра. Сущности четвертой, пятой и шестой плотностей пользуются одним из двух средств. Первое. Один вид космического корабля может летать без какой-либо потери времени, используя гравитационный эффект рывка света. Второе. Второй вид это путешествие посредством ощущения, а не космического корабля. Эти сущности научились необходимым тренировкам, позволяющим рассматривать Вселенную как одно существо и, следовательно, передвигаться из одного единого места в другое силой мысли, материализуя космический корабль только для того, чтобы вместить легкое тело сущности. Седьмое. Сущности шестой плотности Ра. В шестой плотности практически нет сущностей, которые для общения или путешествий пользовались бы какой-либо внешней технологией. Тринадцать шестой. Происходят ли тесные контакты? Ра. Происходили. Следует заметить, что во Вселенной бесконечного единства концепция тесного контакта смехотворна, поскольку разве может быть тесный контакт с самим собой? И как можно общаться иначе, чем очень-очень тесно? Девятнадцать седьмой. Как Ра строили свой космический корабль? Вопрос. Когда восемнадцать тысяч и одиннадцать тысяч лет назад вы приходили на эту планету, ваш корабль назывался Колоколом, потому что по внешнему виду напоминал Колокол. Это так? Они были сфотографированы Джорджем Адамски? Ра. Да. Вопрос. Были ли они построены во времени-пространстве или в пространстве-времени? Ра. Мы просим особого внимания, поскольку ответ должен быть сложным. Мысль формировалась во времени-пространстве. В той части времени-пространство, которое приближается к скорости света. При приближении к скорости света, условия во времени-пространстве таковы, что время становится бесконечным, а масса прекращает существовать. Поэтому то, что способно соприкасаться с границей времени-пространства, может размещаться там, где пожелает, предположим, в пространстве времени. Когда мы оказываемся там, где хотим, мы создаем конструкцию света, которая может выглядеть как кристаллический Колокол. Этот процесс осуществляется на границе пространства-времени. Поэтому были две конструкции. Конструкции времени-пространства – это не материальные конструкции, и конструкции пространства-времени – это материализованные конструкции. 153.42. Влияние карантина Земли на свободную волю первая. Останавливала ли конфедерация приземление кораблей «Ориона»? Ра! Каждое усилие было направлено на карантин этой планеты. Однако сеть хранителей не препятствует каждой отдельной сущности проходить через карантин. 123.2. Как конфедерация остановила корабль «Ориона»? Ра! На уровне световой формы или существа в легком теле есть контракт, зависящий от уровня или хранителя. Хранители следят за энергетическими полями Земли, чтобы знать о любой приближающейся к ней сущности. Приближающаяся сущность окликается именем единого Творца. Любая окликаемая сущность окунается в любой дровь свет и по своей свободной воле подчиняется карантину, благодаря могуществу закона единого. Вопрос, что бы произошло, если окликаемая сущность не подчинилась бы? Ра! Не подчиниться карантину после оклика на уровне, о котором мы говорим, было бы равносильно тому, как вы бы не остановились перед попыткой войти в твердую кирпичную стену. Вопрос, а если бы они попытались? Ра! Творец это одно существо. Вибрационный уровень тех, кто способен нарушить границы карантина, таков, что, видя сеть любви дровь света, невозможно нарушить этот закон. То есть, не произошло бы ничего. Не будет предпринято даже попытки. Противостояния не существует. Единственные существа, способные проникнуть через карантин, это те, кто обнаруживает окна или искажения в континууме пространства времени, окружающего энергетические поля вашей планеты. Через эти окна они и приходят. Окна редки и непредсказуемы. Вопрос, относится ли это к большому количеству НЛО, наблюдаемому в 1973 году? Ра! Да! 124 третий. Свободные воли вопрос. Учитывая искажения закона единого свободной воли, почему хранители подвергают Землю карантину? Как это сочетается со свободной волей? Ра! Хранители охраняют искажения свободной воли совокупностей ум дробь, тело дробь, дух третья и плотности на Земле. События, требующие активации карантина, увязываются с искажением свободной воли ваших людей. Вопрос, сочетается ли это со свободной волей группы Орена? Ра! Равновесие меняется из плотности в плотность. Попытки крестоносцев Орена влиять на свободную волю, приемлемы в измерении их понимания. Однако пребывающие в вашем измерении формируют измерение свободной воли, которая не способна полностью распознавать искажения, касающиеся манипулирования. Поэтому карантин необходим для того, чтобы сбалансировать различия вибраций разных измерений. 149.4. Окна в карантине, больше о свободной воле вопрос. Представляется, что окна позволяют группе Орена проходить лишь время от времени. Нужны ли они в качестве балансирования, чтобы не допускать уменьшения позитивной поляризации хранителей, посредством экранирования, полностью устраняющего контакт с Ореном? Ра! Частично да! Балансирование позволяет равное количество втекающих позитивных и негативных потоков. Вашей конкретной планетарной сфере требуется больше позитивной информации или стимулов, чем негативной, благодаря уже слегка негативной ориентации искажения вашей общественной совокупности. Утверждение. То есть, свободная воля сбалансирована так, чтобы индивидуумы могли иметь равную возможность выбирать служение другим или служение себе. Это так? Ра! Да! Утверждение. Это важное откровение. Я верю в закон свободной воли. 150-43 Великий выбор. Служить другим или служить себе. Первое. Во второй плотности выбор не совершается вопрос, может ли сущность второй плотности начинать со служения себе, оставаться на этом пути и никогда с него не уходить? Ра! Нет. Концепция второй плотности служения себе включает служение соплеменникам или группе. Вторая плотность не рассматривается как разделение своего «я» и других «я». Все рассматриваются как «я». Если группа ослабляется, ослабляется и сущность внутри группы. В начале третьей плотности сохраняется наивная склонность к рассматриванию семьи, общества или страны как своего «я». Это искажение, хотя и не полезное для развития третьей плотности, не обладает полярностью. Разрыв происходит тогда, когда сущность воспринимает другие «я» и ради своей выгоды сознательно выбирает ими манипулировать. Это начало негативного пути. Второй. Сознательно ли это выбор? Вопрос. Сознательно ли выбирает сущность свой путь, служение себе или служение другим? Ра! Большая часть третьей плотности далеко уходит по выбранному пути еще до осознания того, что путь выбирается сознательно. Третье. Что вызывает стремление к выбранному пути? Ра! Мы можем говорить только метафорически. Одни любят свет, другие – тьму. Дело уникального и бесконечно разнообразного творца это выбирать и играть своими опытами, как ребенок на пикнике. Одни сущности наслаждаются пикником, находят солнце красивым, пищу вкусной, и сияют от радости творения. Другие предпочитают ночь, а свой пикник считают болезненным, трудным, полным страданий других и исследований порочности природы. Они наслаждаются разным пикником. Все опыты доступны. И только свободная воля каждой сущности выбирает вид игры. Сто восемьдесят один. Ра! Опыт вашей третьей плотности искривлен или скручен так, что позитивная ориентация получает больше помощи, чем негативная. Четвертый. Зависимость обеих полярности от завесы вопрос. Сама природа искажения служения себе, создающая негативный путь, является функцией завесы и, по крайней мере, частично зависит от нее. Это так? Ра! Полярности обоих путей зависят от ограниченной точки зрения. Первое, негативная полярность. Негативная полярность сильно зависит от иллюзорного разделения между я и другими совокупностями ум-дробь-тело-дробь-дух. Второе, позитивная полярность. Позитивная полярность пытается смотреть сквозь завесу и видеть Творца в каждой совокупности ум-дробь-тело-дробь-дух, но больше всего озабочена поведением и мыслями по отношению к другим, чтобы пребывать в служении. Само по себе, такое отношение наполнено иллюзией вашей третьей плотности. 204-5. Изменение путей. Вопрос. Полагаю, что сущность, идущая любым путем, может решить изменить пути в любое время, и позже произойдет смена пути. Это так? Ра! Нет. Чем больше поляризована сущность, тем легче она может изменить полярность, поскольку будет обладать большей силой и осознанием. 181-6. Выбор. В более тонких ситуациях. Вопрос. Средняя продолжительность жизни уменьшается из-за отсутствия служения другим. Это так? Ра! Частично да. К концу второго цикла вступает в действие закон ответственности. Сущности открывают много способов проявления агрессивной природы, не только как племя или нации, но и во взаимоотношении друг с другом. Бартер уступает место деньгам. Концепция собственности преобладает над концепцией несобственности. Тогда каждой сущности предлагаются множество более тонких способов продемонстрировать либо служение другим, либо служение себе посредством манипулирования другими. 197-44. Сущности негативной поляризации первая. Элитная группа стремится поработить всех других. Ра! Рассмотрите простой пример плохих дробь хороших намерений, а именно Адольфа Гитлера. По-видимому, в его намерение входило объединение, посредством выбора искажения, называемого элитой, нацистов, из совокупности общественной памяти, народа Германии, а затем с помощью различных средств порабощения тех, кто рассматривался искажением как неэлита. Группа Ориона прибавила к этому свое искажение, это мысль об империи, то есть завоевание других стран. 100 вопрос. Какова цель группы Ориона? Ра! Негативная поляризация во многом помогает подчинении или порабощении других. Сущность, которая порабощает других или способна доминировать над другими, обретает негативную поляризацию. Другие я теряю негативную поляризацию, но обретают ее вновь желанием еще больше негативной поляризации. 33. Ра! В негативном мышлении всегда присутствуют неофициальные иерархии и разделение в виде силы на силу. 82-83 вопрос. Предположим, что одна негативно ориентированная сущность ответственна за вербовку убранной сущности третьей и плотности и прибавляет свою полярность и силу к негативной поляризации последней. Какое преимущество это дает, и как им пользуется сущность? Ра! Внутри негативной группы сразу же возникает проблема. Сущность, обладающая большей силой, сразу же начинает использовать ее для контроля над большим числом других я. Вопрос. Как измеряется эта сила? Ра! В некоторых случаях происходит нечто вроде битвы, сражения и воли. Оружие состоит из света и может быть создано каждым соперником. В большинстве случаев, когда сдвиг силы очевиден, об этом просто знают. 108-2. Они программируют воплощение на здоровье, благополучие, власть и контроль. Ра! Негативно ориентированная сущность будет программировать себя на максимальное разделение и контроль над теми вещами и сознательными сущностями, которые она воспринимает иными, чем она сама. Ра! Негативно ориентированная индивидуальная совокупность ум-дробь, тело-дробь-дух обычно будет программировать следующее воплощение на благополучие, легкое существование и возможность власти. Поэтому многие негативные сущности живут с искажением психической совокупности, которое вы называете здоровьем. Также она может выбирать условия поляризации, чтобы улучшить искажения в сторону негативных состояний, таких как гнев, ненависть и неудовлетворенность. Такая сущность может использовать весь опыт воплощения, исследуя крайние степени ненависти или гнева так, что это еще больше поляризует ее в сторону негативного полюса или полюса разделения. 28-3. Они защищены от других в соответствии со своим уровнем Раа. На негативном пути есть те, кто очень заботятся о сохранении искажения, которые ваши люди воспринимают как красота дробь уродства. И конечно, красота используется для манипулирования другими Я. 10-3 Раа. Те, кто выбирает разделение, качество, больше всего указывающие на негативный путь, защищены от других Я силой, равной степени преобразования, которому подвергается ум в негативном смысле. Те, кто пребывает на позитивном пути, не имеют такой защиты от других Я, поскольку на этом пути ищущий встречает зеркало для отражения себя в каждом встречном другом Я. 201-4. В потерне негативного луча отсутствует зеленый луч, любовь, Раа. Поттерн негативного луча это красный дробь и оранжевый дробь, желтый, движущийся прямо к голубому, причем голубое используется только для общения с разумной бесконечностью. 78-8 Раа. Сущность четвертой плотности осознает полный набор возможных методов рассматривания вселенной единого творца и убеждена, что игнорирование и неиспользование энергетического центра зеленого луча будет самым эффективным способом быть убранным в процессе уборки урожая в четвертой плотности. 107 Раа. Выбор служения себе отвергает сам центр спектра, это универсальную любовь. Поэтому все построенные базируются на этом упущении. В четвертой плотности такое упущение проявится как любовь к себе, то есть самое полное выражение оранжевых и желтых энергетических центров, которые используются для усиления опыта. Когда достигнута пятая плотность, плотность мудрости, она будет исследоваться сущностями, не обладающими ни состраданием, ни универсальной любовью. Они считают, что посредством свободного выбора им хотелось бы выражать мнение, что энергия зеленого луча глупа. 91 Ра. Это не может рассматриваться как возложенная на самого себя тьма, в которой гармония превращается в непрерывную дисгармонию. Однако такое состояние не может продолжаться на протяжении всей октавы, поскольку со временем тьма призывает свет. То есть, в конце концов, тьма призывает то, чем не является сама. 92.5. Использование гнева. Вопрос. Если сущность поляризована на путь служения себе, будет ли гнев оказывать такое же физическое влияние, какое он оказывал бы на сущность, идущую путем служения другим? Например, будет ли он вызывать рак? Ра. Контроль это ключ к негативно поляризованному использованию катализатора. Принятие это ключ к позитивно поляризованному использованию катализатора. Между этими полярностями и лежит потенциал ракового роста ткани. 108. Вопрос. Тогда, если негативно поляризованная сущность не способна контролировать свой гнев, она может заболеть раком. Это так? Ра. Да. Негативные поляризации настоятельно требуют контроля и подавления. Чтобы быть полезной негативно поляризованной сущности, спонтанная эмоция должна сначала подавляться, а затем выноситься на поверхность в виде организованного использования. Например, негативные сущности могут контролировать и подавлять сексуальные желания для того, чтобы на практике воля сущности могла наиболее эффективно использоваться для возвышения себя над другими я, когда позволяется сексуальное поведение. 109. 6. У них проблема с разделением и духовной терапией Ра. В группу ориона входит немного сущностей третьей плотности, большое число сущностей четвертой плотности, большое число сущностей пятой плотности и несколько сущностей шестой плотности. По численности они составляют одну десятую нас, поскольку проблема духовной терапии вынуждает их переживать непрерывный распад совокупностей общественной памяти. Наши силы равны. Закон единого не удивляется ни свету, ни тьме, и доступен как для служения себе, так и для служения другим. Те, кто ищет разумной бесконечности посредством служения себе, создают то же количество силы, но испытывают постоянную трудность из-за концепции разделения, подразумевающей власть над другими. Сто Ра. Совокупность общественной памяти негативной поляризации очень редко действует как одно существо. Из-за духовной терапии очень велика потеря полярности. Сто восемь. Седьмой. Закон единого доступен любому пути Ра. Следует отметить, обдумать и принять, что закон единого доступен любой совокупности общественной памяти, стремящейся к любой цели это служить другим или служить себе. Законы приводятся в действие, иллюзии пространства времени используются как среда для развития последствий свободно совершенных выборов. Поэтому независимо от того, чего ищут сущности, все они учатся. Сто Ра. Те, кто выбрал путь служения себе, использовали процесс завесы для усиления того, чего на самом деле нет. Это полностью приемлемый способ, используемый Творцом для познания себя. Ра. Девяносто один восьмой. Духовная сила негативной сущности. Вопрос. Когда негативная сущность наращивает силу, например, с помощью удаления света, какова природа этой силы? Ра. Сила, о которой вы говорите, это духовная сила. Сила ума не занимается подобной деятельностью. Рассмотрите возможности лунного света. Вы знаете, что мы описывали Матрицу Духа, как ночь. Сорок девять Ра. Матрица Духа это то, что вы можете назвать ночью, душей или первозданной тьмой. Усилитель Духа это свет, в его внезапной и воспламеняющей форме, то есть самовоспламенение. Двадцать семь Ра. Лунный свет предлагает либо прячущуюся в тени истинную картину, либо химеру или ложь. Ложь так же сильна, как и сила распознавать истин, пребывающую в тени. Скрывающая все тени это бесконечная глубина, в которой хранится сила одного, единого бесконечного Творца. Негативно ориентированный, ищущий работает с силой скрытого, лишь частично, освещенного и рассматриваемого, так, что оно может быть ложным или истинным. Выбирать ложь, познавать ее, искать ее и пользоваться ею, придает самую великую силу. Такова природа силы Гости. Она может затенять свет силы, того, кто ищет служение другим, поскольку ночью, ох, так легко совершить ошибочные шаги. Сорок девять Ра. Взаимоотношения между негативными сущностями, пятой плотности и негативными сущностями, четвертой плотности это отношения между более сильным и менее сильным. Поэтому негативные сущности четвертой плотности это добровольные рабы сущности пятой плотности и не сомневаются в ее относительной силе. РАА, любая организация, требующая беспрекословного подчинения, без сомнения в основе относительной силы, функционирует согласно вышеописанному плану. 49. 9. Количество болезней на негативной планете третьей плотности. Вопрос. Перед уборкой урожая в негативную четвертую плотность, широко ли распространены физические недомогания и болезни на негативной планете третьей плотности? РАА, в качестве возможного выбора для прохождения через процесс уборки урожая в четвертую плотность, физические болезни намного меньше обнаруживаются у негативных сущностей, поскольку больше внимания уделяется физическому телу. и предлагается большая тренировка ментальности. Это ориентация великого интереса к себе и тренировке себя. 123Х. Движение негативных сущностей в четвертую плотность. Ра, негативно поляризованная сущность, достигает уборки урожая благодаря крайне эффективному использованию красного и желто-оранжевого энергетических центров и движению прямо к входу индига, чакре внутреннего глаза. Через этот канал разумной энергии происходит втекание разумной бесконечности. 112. Вопрос. Поскольку наш цикл заканчивается и близится выпускной балл, может ли кто-то перейти из трех ей плотности на планету четвертой плотности, которая негативна или ориентирована на служение себе? Ра, да. Вопрос. Случалось ли это с кем-то, хорошо знакомым из нашей истории? Ра, количество сущностей, убранных таким образом, невелико. Однако некоторые достигли восьмого уровня. Переход на восьмой уровень или уровень разумной бесконечности позволяет сущности быть убранной по ее желанию в любое время в течение цикла. Примеры. Тарас Бульба, Чингисхан и Распутин. Вопрос. Как эти негативные сущности попали в четвертую плотность? Ра, они осознавали память Атлантиды, связанную с использованием различных центров в совокупности ум дробь, тело дробь дух, как мест для втекания энергии, чтобы достичь входа в разумную бесконечность. Вопрос. Могли ли они совершать паранормальные вещи во время воплощения? Ра, да. Первые двое пользовались такими способностями очень мало, поскольку были повернуты исключительно на служение себе. Сейчас все трое прибывают в четвертой плотности. Каждый выбрал планету четвертой плотности, которая и посвятила себя стремлению понять закон единого посредством служения себе. Один из них входит в состав группы Ориона. Ра, тот, о ком вы говорите, как о Чингисхане, воплотился в физическое и легкое тело и доставляет информацию о мысленном контроле тем, кого вы бы назвали крестоносцами, то есть работает агентом по доставке. В своих колесницах крестоносцы движутся на завоевание планетарных общественных совокупностей, чтобы поработить их прежде, чем они достигнут стадии достижения общественной памяти. 117-119-113 Как негативные сущности переходят из четвертой плотности в пятую? Ра, переход в негативную четвертую плотность совершают те существа, которые сознательно общались в разумной бесконечностью посредством использования красного, оранжевого и желтого лучей энергии. 73-ра, пятая плотность убирает из четвертой плотности тех, кто, в свою очередь, был убран из трех ей плотности. Те, кто не был ориентирован на поиск служения другим, тоже могли воспользоваться входом в разумную бесконечность. Сущности убираются потому, что могут видеть и наслаждаться светом, дровь любовью подходящей плотности. Те, кто достигает такого состояния, не имея желания служить другим по закону свободной воли, имеют право пользоваться светом, дровь любовью для любой цели. Существуют системы обучения, позволяющие обретать входы сущности, ищущие разделение. Суть в следующем, согласно закону Удиного, те, кто ищет служение себе, не менее ценны, чем те, кто ищет служение другим. Разве все не являются одним? Если вы в состоянии постичь суть закона одного, единого, то служить себе и служить другим – это это дуальный способ говорить одно и то же. 100-способность любить, принимать и пользоваться светом определенной, интенсивности предъявляет свои требования, как для позитивной, так и для негативной уборки урожая, из четвертой в пятую плотность. 113-12. Негативные сущности в пятой плотности Раа. Пятая плотность – это плотность света или мудрости. В ней, так называемая негативно ориентированная на служение себе, сущность пребывает на высоком уровне осознания и мудрости и прекращает всякую активность, за исключением ментальной. Негативная пятая плотность чрезвычайно уплотнена и отделена от всех других плотностей. 215-Раа – члены группы Ориона не воспринимают никаких добродетелей в других Я. Поэтому в пятой плотности очень мало членов группы Ориона. 120-вопрос. Как выглядит негативная сущность пятой плотности? Раа – существа пятой плотности – это это существа света, хотя и обладают видом физического проводника, который вы понимаете. По вашим стандартам красоты, негативные существа пятой плотности выглядят очень привлекательными. Но воспринимать такую сущность в вашей плотности почти невозможно. 84-13-й. Были ли в нашем прошлом негативно поляризованные страники шестой плотности? Раа – эта информация могла бы повредить. Мы ее изымаем. Пожалуйста, пытайтесь рассматривать сущности вокруг вас как часть Творца. 67-14-й. Негативных высших Я не существует. Раа – не существует негативных сущностей, обретших проявление высшего Я. 66-15-й. Негативные сущности шестой плотности переключаются на позитивный путь Раа. Как только достигается шестая плотность, негативная ориентация отбрасывается, и предпринимается мало попыток совершать космическое путешествие. 13. Раа. У негативно ориентированных совокупностью дробь тела дробь дух возникает трудность, которая, насколько мы знаем, никогда еще не преодолевалась, поскольку после завершения пятой плотности мудрость доступна, но должна увязываться с равным количеством любви. Для негативно поляризованной сущности это очень трудно, поэтому они будут выбирать высвобождать негативность и перепрыгивать в шестую позитивную плотность. Раа. Негативная сущность шестой плотности очень мудра. Она видит духовную энтеропию, возникающую из-за отсутствия способности выражать единство шестой плотности. Поэтому, любя Творца и до некоторой степени осознавая, что Творец это это, не только я, но и другие я, сущность сознательно выбирает немедленную энергетическую переориентацию, чтобы иметь возможность продолжать свое развитие. 66. 16. Первое серьезное вторжение ориена в человеческое сознание Раа. 75 тысяч лет назад групп Яхве работала с обитателями Марса. Посредством нового генетического кодирования она сделала их тела легче и сильнее. 174 Раа. Группе ориена удалось воспользоваться этим искажением большее тело, чтобы изучить мысли элиты. Впервые группе ориена удалось совершить серьезное вторжение в сознание планетарной совокупности. Вопрос, что обусловило успех группы ориена? Раа. Сильные, умные и так далее, всегда подвергаются искушению чувствовать себя иными, чем менее умные и сильные. Это и позволило группе ориена сформировать концепцию того, что вы бы назвали священной войной. Это серьезное искаженное восприятие. Было много таких войн разрушительной природы. 175 17. Как ориен использовал контроль над умами для порабощения народов? Раа. Самый типичный подход сущностей ориена это выбирать то, что вы бы назвали умственно ослабленной сущностью, которой можно предложить вкрапление большей части философии ориена. Раа. Раа с высоко поляризованными позитивными сущностями производил опустошение в воинствах ориена до тех пор, пока крестоносцам не удавалось диполяризовать сущность, с которой они ошибочно вступали в контакт. Хотя о таких случаях почти неизвестно. Поэтому группа ориена предпочитает вступать в контакт только с умственно ослабленной сущностью. 21 Раа. Они следуют закону единого, соблюдая свободу воли. Контакт осуществляется лишь с теми, кто призывает. Контактеры допускают вкрапление философии конкретного понимания закона единого, как служение себе. Они то и становятся элитой. Они, элита, начинают создавать условия, при которых оставшаяся часть населения порабощается их свободной волей. Группа ориена предлагает технологию в форме разных способов контроля или манипулирования другими, чтобы служить себе. Вопрос. Вы имеете в виду, что некоторые ученые телепатически получают техническую информацию, приводящую к созданию удобных изобретений? Раа. Да. 119 минус 120 примечаний. Исследования влияний электромагнитных полей на человеческое сознание хорошо известны, но редко обсуждаются. Вопрос. Какую нетехническую информацию они предоставляют? Раа. Посредством телепатии распространяется философия закона единого с искажением в сторону служения себе. Продвинутым группам предлагаются упражнения и ритуалы. 125-18. Как насчет похищений и физических обследований? Раа. Группа Ориона использует физические обследования как средство запугивания индивидуума, вынуждая его чувствовать себя продвинутым существом второй плотности. Это лабораторный, подопытный, обезьяный. Сексуальные ощущения это подвид запугивания. Намерение таково продемонстрировать контроль сущностей Ориона над населением Земли. Опыты в виде мысли форм субъективны и по большей части не осуществляются в этой плотности. 21-19. Методы Ориона в первом цикле. Вопрос. Приведите пример ранних методов Ориона. Ра. В первом 25 тысяч летнем цикле группа Ориона пыталась, безуспешно, использовать каменные статуи в областях Тихого океана и Центральной Америки. Вопрос. Каменные головы на острове Пасхи? Ра. Да. Вопрос. Изземлялись ли сущности с Ориона или они оказывали влияние с ментальных планов? Ра. Они работали посредством действия мысли на расстоянии. Вопрос. Как головы, с острова Пасхи, повлияли бы на людей в выборе пути служения себе? Ра. Представьте сущностей, живущих так, что их совокупности ум дробь тела дробь дух зависит от милости сил, которые они не могут контролировать. Предложение статуи или каменного образования, заряженного энергии, позволяет сущностям, преклоняющимся этим статуям, приписывать последним силу природы. Тогда это стало бы потенциалом дальнейшего искажения в сторону власти над другими. 189-190-20. Живут ли сейчас на Земле сущности с Ориона? Ра. Нет. Крестоносцы с Ориона используют два вида сущностей, выполняющих их распоряжение. Первый это мыслеформа, второй это вид робота. Вопрос. Роботов обычно называют людьми в черном? Ра. Нет. Люди в черном это это сущности мыслеформы. Они обладают определенными, данными им, физическими характеристиками. При необходимости они способны материализоваться и дематериализоваться. 126-21. Негативные сущности на внутренних планах. Третьи плотности Ра. Искушения предлагаются и тем негативным сущностям, пребывающим в месте, которые вы бы назвали вашими внутренними планами. Эти, скажем, темные ангелы находятся на пути служения себе, предложенном теме, кто прошел через карантин в очень далекие времена. 135-22. Призывали ли позитивные сущности группу Ариона? Вопрос. Может ли быть так, что человек запутался и призывает и конфедерацию, и группу Ариона? Ра. Вполне возможно. Многие из ваших, так называемых, контактеров запутались и разрушили себя потому, что изначально каналы были ориентированы на служение другим, но из-за желания и подтверждения были открыты ложной информацией крестоносцев с Ариона, которым удавалось нейтрализовывать эффективность канала. 125-23. Видение. Вопрос. Если у меня было видение о строительстве корабля, происходило ли это на самом деле в других плотностях? Ра. Это происходило, происходит или произойдет? 158. Вопрос. Пользуется ли группа Ариона этим принципом, чтобы создать условия, благоприятные для своих целей? Ра. Для усиления этих мыслей форм групп Ариона используют видение вражды или видение другой негативной природы. 159-24. Почему крестоносцы с Ариона это делают? Ра. Служить себе, значит служить всем. Но служение себе, рассматриваемое с этой перспективы, требует все более расширяющегося использования энергии других для манипулирования ими ради себя, с искажением в сторону власти. 122 Ра, негативно ориентированное существо это это существо, которое чувствует, что обрело власть, и это придает такую же значимость его существованию, какая имеется у позитивной ориентации. Ра, негативная сущность, будет стремиться передать свое понимание другим я, обычно, с помощью процесса формирования элиты, сторонников и учения необходимости и правильности порабощения других я ради своей пользы. Другие я воспринимаются как зависящие от я и нуждающиеся в мудрости и руководстве я, то есть, элитной группы. 130-45. Психические приветствия негативно ориентированных сущностей. Во время большинства трансовых ченнелингов Карла подвергалась психической атаке. Первое. Процесс Ра, негативная сущность пятой плотности, начинает осознавать силу, возникающую в третьей плотности. Эта сила способна увеличивать энергию тех сущностей третьей плотности, которые могут подлежать уборке урожая. Негативная сущность желает вывести из строя сам источник силы. Она посылает легионы сущностей четвертой плотности. Эгоисточника подвергается всяческим искушениям. Если искушения игнорируются, сущность решает, что сама должна попытаться дискредитировать источник. Деятельность негативной сущности ограничена первым искажением, но может воспользоваться любым искажением свободной воли. Представляется, что самой обещающей целью являются свободно выбранные до воплощения искажения инструмента, связанные с физическим проводником. 142. Рассматривайте атаки негативных сущностей четвертой и пятой плотностей, как психические приветствия. Видеть творца во всех сущностях, Джим Маккарти, если человеку хочется считать такое приветствие мощной атакой, он переживает именно такой опыт. Однако он может выбрать видеть творца во всех сущностях и событиях, а также молиться и искать свет в любой ситуации. Тогда опытом становится именно это. Книга 5 страница 47. Чтобы влиять на нас, сущности четвертой плотности могут использовать только Эго. Ра, пятая плотность видит трудность, связанную со светом, то есть группу, передающую послание Ра, и направляет негативные сущности четвертой плотности искать цели, подходящие для атаки на группу. Если искушения предлагаемые четвертой плотностью и связанные с Эго не срабатывают, тогда сущность пятой плотности думает в терминах удаления света, то есть, сделать тело Карла нежизнеспособным. 84. Ра, сущности четвертой плотности не владеют тонкими и магическими практиками, которые могут предложить опыты пятой плотности. 106 приветствия сущности пятой плотности. Редкий вопрос. Обычно, атаки на Карла совершались слугами четвертой плотности, посланными негативной сущностью пятой плотности, а не самой негативной сущностью пятой плотности. Это так? Ра, да. Почти все позитивные каналы и группы могут уменьшать позитивность или становиться совершенно невосприимчивыми к тому, что вы бы назвали искушениями, предлагаемыми негативными мыслями, формами четвертой плотности, которые могут предлагать многие искажения. Они предлагают искажения, связанные с прославлением себя или процветанием организации в политике, обществе и финансах. Эти искажения устраняют фокусировку на одном бесконечном источнике любви и света, посланцами которого являемся мы. Мы смиренно осознаем, что являемся крошечными частицами Творца, маленькой частью величественной цельности бесконечного разума. 85 сущностям пятой плотности легче проходить через карантин РАА. Сущность пятой плотности способна проникать в конфигурацию поля во времени, пространстве этой конкретной сущности Карлы. Она прошла через карантин без какого-либо носителя, поэтому ей удалось избежать обнаружения сетью хранителей. Сознание пятой плотности может доставлять энергию предложение прямо в ум РАА. Сознание отправляется без носителя, в виде света. Свет работает с ненастроенным индивидуумом посредством предложения напрямую, то есть, минуя пробки на дорогах, поэтому для предложения не существует препятствий. Как и каждый член этой группы, Карла достаточно тренирована в способах любви и света, которые не могут предлагаться в любой большей степени. Однако физическое тело Карлы обладает предрасположенностью, которой надеялось максимально воспользоваться негативной сущность, например, посредством усиления головокружения и ухудшения зрения вынудить Карлу сдаться и прекратить контакт. 130 они могут атаковать, только используя уже существующие искажения. РАА, вы можете ожидать, что психическая атака станет постоянной, поскольку этот инструмент, Карла, некоторое время находился под наблюдением негативно ориентированных сущностей. Сейчас атака предпринимается на область почек и мочевыводящих путей. Также существуют искажения в форме артрита. 87 вопрос, можем ли мы что-то сделать, чтобы смягчить атаку? РАА, нет, помочь может лишь понимание механизма. Группа ориона не может влиять напрямую, а только используя уже существующие искажения совокупностей Ум дробь, тело дробь дуг. 42 однажды интенсивность атак. На Карлу усилилась вопрос, не могли бы вы рассказать о причине, вызвавшей усиление психической атаки? РАА, причина это интенсивный поиск того, что вы можете назвать просветлением. Ваш поиск не только не уменьшился, а усилился. 148 вопрос. Каковы цели сущности ориона по отношению этой сущности, Карлы? РАА, сущности ориона, хотелось бы убрать инструмент, Карл. Вопрос, это сущность четвертой или пятой плотности? РАА, инструмент приветствует сущность ориона пятой плотности, потерявшая часть полярности из-за отсутствия диктатуры в управлении телом инструмента. 187 РАА, Карла, привлекла внимание световой сущности ориона, что крайне редко. 186 минус 187 третий. Крайне редкая возможность оказаться переключенным на негативную полярность. В этом главном цикле такое случилось лишь однажды РАА. План таков, поймать совокупность ум дробь тела дробь дух в тот момент, когда она отделена от оболочки совокупности желтого тела, и поместить ее в негативные области вашего времени пространства метафизическую сферу. Оболочка, физическое тело, умерла бы, и у высшего я появился бы выбор. Покинуть совокупность ум дробь тела дробь дух в негативном времени пространстве или позволить воплощение с негативной поляризацией. То есть, сущность оказалась бы негативно поляризованной без естественной негативной поляризации. При этих условиях ее путь к Творцу был бы долгим, хотя, в конце концов, все бы закончилось хорошо. 137 минус 138 РАА. Когда инструмент покидает физический проводник, он делает это свободно. Следовательно, размещение ума не в том месте не было бы нарушением свободной воли инструмента, если инструмент по желанию следует за негативной сущностью. Вопрос, почему, чтобы оказаться в негативном времени пространстве, инструмент должен следовать за негативно поляризованной сущностью? Почему один из нас свободно следует за негативной сущностью? РАА. Позитивная поляризация видит во всем любовь, а негативная поляризация хитра. 140 Вопрос, сколько странников пережили размещение в негативном времени пространстве? РАА. Только один. 145. Вопрос, если бы негативная поляризация использовала любой другой подход, не затрагивающий свободную волю других Я, она бы не теряла поляризацию и магическую силу. Это так? РАА. Да. 140 минус 140 требуется трансовый контакт с совокупностью общественной памяти. РАА. Вы интересовались, почему негативные друзья не способны убрать сущность в негативное время пространства во время ее смерти? Во многом это происходит за счет того, что сущность без привязки физической совокупности, тело, к пространству времени осознает намного больше и не выказывает доверия. Доверие это это что-то вроде клейма на тех, кто любит от всего сердца. Вопрос, чем в этом смысле отличается трансовое состояние? Почему в этом конкретном состоянии нет защищающих сущностей? РАА. Уникальная характеристика это желание совокупности ум дробь, тело дробь дух удаляться из физической совокупности третьей и плотности с целью служения другим. 143 РАА. Уникальность ситуации не в отсутствии друзей, проводников, ангельских присутствий и так далее. Уникальная характеристика работы, которую начали совокупность общественной памяти РАА и ваша группа, намерение служить другим с самым высоким стремлением к чистоте, которое мы можем достичь как партнеры. Это очень насторожило определенную сущность негативной поляризации, которая заинтересована убрать эту конкретную возможность, то есть, эту группу. 132.4. Карла наиболее восприимчива к атаке, когда находит в трансовом состоянии вопрос, когда странник шестой плотности пребывает в том, что мы называем трансовым состоянием, покидая физическую трию плотность, он не обладает полной способностью магически защитить себя. Это так? Ра, в случае этого инструмента, Карлы, да. Также это верно по отношению почти ко всем инструментам, работающим в трансовом состоянии, которые в нынешнем воплощении не прошли магической тренировки во времени пространстве. Сущности вашей плотности, способные к магической защите в этой ситуации, крайне редки. 139.5. Атаки на других членов группы оказались безуспешными. Вопрос, осуществлялись ли так называемые атаки на меня и Джима? Ра, да. Вопрос, лично я осознанно не ощущал влияния. Ра, задающему вопросы было предложено служение сомнению в себе и расхоложиванию, благодаря искажениям личностной природы. Спрашивающий не выбрал воспользоваться этими возможностями, и сущность Ориона в основном прекратила интересоваться поддерживанием непрерывного наблюдения за этой сущностью. Дон Элкинс, 132.6. Почему Карлу приветствовали так часто? Вопрос, негативный гость, пятой плотности полон решимости прекратить наше общение с Ра. Не могли бы вы сказать, почему это для него так важно, поскольку наше общение окажет лишь очень ограниченное влияние на уборку урожая этой планеты? Ра, преданность Ра, дело устранения искажений, это абсолютно инструмент, через который мы говорим, и группа поддержки выражает то же самое стремление. Вопросы быстро привели к чему-то очень серьезному. Содержание ответов не уменьшило стоящую за ним частоту. Эта частота, это частота света. Такая интенсивность света всегда притягивает внимание. Вопрос, что надеется извлечь негативный гость, пятой плотности? Ра, сущность, надеется обрести часть света, который является умом, дробь телом, дробь духом инструмента. При успех в этом, сущность намеревается убрать свет. 48. Ра, добыча негативной сущности, это усиление негативной полярности, потому что она удалила источник излучения, и предложила пространству времени, возможность тьмы там, где раньше был свет. Тогда, если бы она преуспела в порабощении совокупности ум, дробь тела, дробь дух инструмента, она бы поработила очень сильную сущность и прибавила себе ее энергию. 49. Комментарий Ра, как рассматривать негативную сущность, пытающуюся убрать Карл? Ра, наряду со многими другими планами существования, есть планы, на которых, каждая сущность радуется служению. Но существуют и планы, на которых есть сущность, отвечающие за психические атаки и желающие только одного, единого это, убрать жизнь этого инструмента. Карл, из плана третьей плотности. Все есть Творец. В бесконечном Поттерне есть только одно обширное великолепие стремлений и искажений цветов и оттенков. Если вы с кем-то не резонируете, желайте им любви, света, радости и предлагайте только хорошие. Больше вы ничего не можете сделать, поскольку ваша часть Творца такая, какая она есть. Чтобы быть ценными, ваш опыт и предложение опыта должны становиться все более и более совершенным выражением того, кто вы на самом деле. Разве могли бы вы служить негативной сущности, предлагая жизнь инструмента, то есть, предлагая физической форме Карлы умереть, чтобы ее разрушить? Не похоже, чтобы вы считали это истинным служением. Во многих случаях вы увидите достижение истинного любящего равновесия. Предлагается любовь, посылается свет. Служение сущности, ориентированное на служение себе, осознается с благодарностью, но отклоняется как бесполезное в вашем путешествии, поскольку вы служите единому Творцу без противоречия. 129 минус 138. Позволяет ли первое искажение психическую атаку на Карл? Вопрос. Как негативная сущность пятой плотности, атаковавшая Карл, прошла через карантин? Раа. Через очень небольшое окно, которым не смогли бы воспользоваться менее магически ориентированные сущности. Вопрос. Почему появилось окно? Связано ли его появление с первым искажением свободы воли? Получая предложение этой сущности, переживаем ли мы тот же вид балансирования, что и планета в целом? Раа. Да. Когда планетарная сфера принимает более высоко развитых позитивных сущностей или группы сущностей, предлагающих информацию, такая же возможность должна предоставляться мудрым, негативно ориентированным сущностям. 130. Вопрос. Это результат искажения в сторону сотворения абсолютно свободной атмосферы, чтобы Творец лучше познал себя посредством взаимодействия своих частей, уважающих друг друга. Это так? Раа. Да. 131-46. Как реагировать на сущности и негативные поляризации? Первое. Как свести к нулю их влияние? Медитируйте в состоянии любви к негативным сущностям. Раа. Медитировать в любви к тем, кто посылает образы и свет, это самые подходящие средства сведения к нулю их влияние. Принижать их опыты с помощью разума или воли это, приглашать продолжение влияния. Намного лучше поделиться опытами в любви и свете, объединяя сердце и души с состраданием к посылающему и с защитой для себя. Книга 5 страниц. 75. Любите их как темную сторону себя. Карл Рюкерт. Считать такие опыты, как нападения жизненно важными, значит приглашать их продолжение. Встречаясь с ними и без страха отдавая себе в этом отчет, пребывайте с этими энергиями и любите их. Рассматривайте их как темную сторону себя. Их приветствия это просто опыты, через которые надо пройти, работая над принятием всего себя. Принимать приветствия как приходящие от себя и как любимые собой, значит вырвать зубы и нейтрализовать яд. Книга 5 страниц. 72 РА. Посылайте им любовь, свет, мир и радость, и относитесь к ним хорошо. 129. Цените возможность предлагать свет и любовь. Вопрос. Посредством этой кажущейся? Трудности мы ощущаем мудрость первого искажения и должны принять то, что мы переживаем. Это так? Ра, с нашей точки зрения мы пошли бы намного дальше. Каждый может выражать принятие возможности. Это очень интенсивная возможность. И поскольку она влияет на искажение инструмента, Карлы, с помощью боли и головокружения, она позволяет инструменту непрерывно выбирать, служить другим и творцу. Аналогично она предлагает непрерывную возможность каждому члену этой группы выражать поддержку и демонстрировать свет и любовь бесконечного Творца. 132. Второй. Принимайте поляризованную и сбалансированную позицию. Вопрос. В данный момент мы не можем предложить сущности Ориона никакого другого служения. Это так? Ра, да. Чтобы служить этой сущности, придется столкнуться с естественной трудностью, поскольку то, что считаете служением вы, она рассматривает как неслужение. С другой стороны, если бы вы позволили ей служить посредством удаления Карла из вашей среды, вы воспринимали бы это как неслужение. Вы обладаете сбалансированным и поляризованным взглядом Творца. Осуществляются два вида служения, взаимно отвергающие друг друга, и в состоянии равновесия, в котором сохраняется свобода воли, и каждому позволяется идти своим путем в ощущении одного, единого бесконечного Творца. 133. Не предлагайте служение там, где оно не требуется. Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для этой конкретной сущности? Ра, если вы передадите ее просьбы нам, мы, по крайней мере, их рассмотрим, поскольку нам бы хотелось служить с уважением каждой сущности. Ра, мы считаем, что нам не следует проливать свет на ваше служение как противовес ее служению. По нашему смиренному мнению, вам следует отказаться от желания служить там, где вашего служения не требуется. Гордитесь силой своей полярности и позволяйте другим противоположной полярности делать то же самое. Рассматривайте юмор полярности с точки зрения объединения двух путей в шестой плотности. 134. Третье. У этой группы был только один способ прекратить психические приветствия. Вопрос. Может ли этот инструмент, Карла, что-то сделать, чтобы устранить имеющиеся у нее проблемы, то есть холодное отношение к этим атакам? Ра, да. Вопрос. Что? Ра. Вы можете оставить попытки быть каналами любви и света единого бесконечного Творца. 85. Есть разные меры предосторожности. Вопрос. Карла выполняет служение, включающие передачу посланий других членов конфедерации. Мы делаем это неохотно из-за риска ее засыпания во время транса и предложений служения негативно поляризованной сущности. Существуют ли меры предосторожности, чтобы создать ситуацию, в которой она сможет входить в транс без защитной работы, такой как эта? Ра. Есть три меры. Третье это это хранить инструмент в его физической совокупности. Можно держать его за руку. Вопрос. Вы имеете в виду, что? Просто держа руку Карла во время сеансов ченнелинга, можно оберегать транс? Ра. Да. Оберегают и уровни медитации, которые должны предшествовать трансу. 146 минус 147 четвертый. Свободная воля не гарантирует спокойного плавания. Вопрос. Вы упоминали позитивно ориентированную сущность, которую сманили к движению в негативно поляризованное время дробь пространства. Я уверен, что если бы позитивно ориентированная сущность полностью понимала, что делает, она бы никогда этого не сделала. Какой философский принцип здесь работает, то есть, присутствует ли в этом нарушение свободной воли? Ра. Здесь есть два важных положения. Первое. Свободная воля не означает, что не возникнет обстоятельств, когда логика уходит на второй план. Это так во всех жизненных опытах. И хотя ошибок не бывает, попытка не пытка, бывают сюрпризы. Второе. Мы выполняем работу, несущую магический заряд, если вам угодно пользоваться этим неправильно понимаемым термином. Мы бы сказали метафизическую энергию. Те, кто выполняют энергетическую работу, доступны для общения с сущностями, обладающими подобной энергией. К счастью, сущность Ориона не обладает естественной энергией этой группы. Она достаточно тренирована. В то время как у этой группы отсутствует эквивалент хитрости энергии этой сущности. Каждая работает сознательно, но группа еще не начала работать как группа. Десять заповедей. Ра. Происхождение десяти заповедей это следствие закона негативных сущностей, внушающих информацию позитивно ориентированным совокупностям ум дробь, тело дробь дух. Информация пыталась копироваться или подражать позитивной информации, сохраняя негативные характеристики. Это сделано группой Ориона. Вопрос, какова их цель? Ра. Завоевание и порабощение. Это осуществляется посредством создания литы и принуждения других служит лите с помощью разных средств, таких как упомянутые вами законы. 152 Ра. Они создали литу, называемую сыновями Леви. 67 вопрос. Принимающий заповеди, Моисей, был ориентирован позитивно или негативно? Ра. Принимающий заповеди обладал крайне позитивной ориентацией. Ра. Он, Моисей, продемонстрировал людям вашей планеты возможность пути в единому бесконечному Творцу, абсолютно позитивного пути. 67 вопрос. Было бы абсолютно невозможно, чтобы сущность, полностью осознающая знания закона единого, когда-либо говорила, ты не будешь. Это так? Ра. Да. 152 Ра. Рассмотрите пример человека, который видит все карты на руках игроков в покер. Он знает весь расклад. Тогда это не что иное, как детская игра, поскольку отсутствует риск. Во времени пространстве и в плотности истинного зеленого цвета все открыто глазу. Мысли, чувства, тревоги это все видно. Нет обмана и нет желания обманывать. Многое достигается в гармонии, но благодаря взаимодействию ум дробь тело дробь, дух обретает небольшую полярность. В жизни, игральные карты это это любовь, антипатия, ограничения, несчастье, удовольствие и так далее. Они непрерывно тасуются и перетасовываются. В этом, воплощении вы можете начать узнавать свои собственные карты. Вы можете начать находить в себе любовь. Вы можете начать балансировать удовольствия, ограничения и так далее. Однако вы можете узнать карты других я, только заглянув им в глаза. Вы можете не помнить свою руку, их руки и даже правила игры. Игру могут выиграть только те, кто теряет карты под нежным влиянием любви. Игру могут выиграть только те, кто выкладывает свои удовольствия, свои ограничения на стол, лицом вверх, и в душе говорит, все, все вы это игроки, каждый другой я, и какой бы ни была ваша рука, я люблю вас. Эта игра, знать, принимать, прощать, балансировать и открывать себя в любви. В нее нельзя играть без беспамятства, поскольку с точки зрения жизни и цельности бытия совокупности ум дробь, тело дробь дух. Игра не имеет никакого значения. Сто тридцать триадонной. Ра, мы покидаем вас с пониманием обстоятельств великой иллюзии, в которой сейчас вы выбираете играть на трубе и бубне и двигаться в ритме. Мы тоже игроки на этой сцене. Сцена меняется. Звенит звонок к началу нового акта. Вновь зажигаются огни. И за кулисами грандиозной иллюзии стоит грандиозное величие единого бесконечного Творца. Все хорошо, ничто не теряется. Идите вперед, ликую в любви и свете, в мире и милости единого. Я есмра. Адонай.